Здравствуй, дорогой слушатель! Сейчас ты будешь слушать третью часть книги Майкла Ньютона «Предназначение души». Первую или вторую часть этой книги ты можешь найти в описании к этому ролику или в подсказке. Как символ твоей благодарности, поставь лайк под видео и подпишись на наш канал. Развитие нашего канала зависит от каждого из вас. Приятного тебе прослушивания! Глава 7. Динамика сообщества душ. Родственные души. В промежутке между первым и вторым собраниями совета душа восстанавливается. Наш рост как небесных существ начинается в ментальной сфере мира душ совместно с другими душами прежде, чем мы начинаем воплощаться. Поэтому при уникальной индивидуальности нашей внутренней сущности, значительная часть нашей духовной жизни между воплощениями посвящена экспрессивным взаимоотношениям с другими душами. Таким образом, наше развитие как души является коллективным процессом. Частично этот аспект коллективности выражается в общении, которое мы имеем с этими душами в материальной реальности, такой как Земля. Во время воплощения то чувство близости, которое души испытывают друг по отношению к другу в ментальной небесной сфере, сурово проверяется кармическими испытаниями в нашей физической реальности. Это прерывание блаженства ментального существования является одним из способов, с помощью которых духовные мастера расширяют наше сознание. Я слышал много захватывающих любовных историй из прошлых жизней и родственных душ, которые пересекали время и пространство, чтобы снова встретиться в другой жизни. Например, это истории, в которых Оу-любовь подвергалась мучительным испытаниям, когда еще в эпоху каменного века сладострастный вождь клана регулярно забирал родственную душу моего пациента и затем возвращал. Оу-душа была лишена объекта любви. Женщина-рабыня в Древнем Риме раздавала пищу гладиаторам, одного из которых она любила. «Буквально накануне своей гибели на арене этот борец сказал моей пациентке, что он будет ее любить вечно. Оу-любовь была жестокой, к работнику конюшни, замученному до смерти в подземелье средневекового замка хозяином, который застал свою дочь и моего пациента вместе их тайных встреч. Оу-любовь была героической, три столетия назад в Полинезии жених моей пациентки и его парной души утонул, спасая ее, когда их коной неожиданно попала в шторм. Оу-любовь была ужасающей, когда мой пациент, живший в Германии в 18 веке, заколол свою жену в припадке ревности. Ложно обвиненная жертва сплетен, она умерла, заявив о своей невиновности и о том, что она любит только его. Оу-любовь была неумолимой, когда ветеран гражданской войны вернулся домой к жене, которая к тому времени, через год после того, как ветеран был официально объявлен погибшим, вышла замуж за его брата. Все перечисленные выше пары счастливо сочетались браком в своей нынешней жизни. Испытания, которым они подвергались в прошлых жизнях, подготавливали их к следующим жизням и укрепляли связь между ними как родственными душами. Регрессия в прошлой жизни дает интересную информацию о соединении парных душ, но когда эти пациенты, помещенные в состояние сверхсознания, оказываются в промежутках между жизнями, они обретают значительно более широкое видение своих взаимоотношений. Любовь проходит много испытаний. Жизни, в которых мы долго счастливо жили со своей родственной душой, чередуются с жизнями, где наши отношения рушились или опустошались в результате определенных поступков по отношению друг к другу. В наших совместных трудных жизнях что-то мешало нашей любви. Отношение с родственной душой может приносить и радость, и боль, но во всех случаях мы чему-то учимся. За серьезными событиями наши взаимоотношения всегда стоят какие-то кармические причины. У меня был пациентка по имени Валерия, которая два столетия назад имела жизнь прекрасной китаянки. В той жизни она отвергла мужчину, бывшей ее главной родственной душой и интересовавшего ее больше всех, потому что он вступал с ней в спор и не хотел потакать ее тщеславию. Кроме того, рассказывала Валерия, он выглядел таким нескладным и грубоватым, что я стеснялась появляться на людях вместе с ним. Из гордости и назло ему я вышла замуж за красивого мужчину, который угождал мне и удовлетворял все мои прихоти. Я потеряла счастье, которое могло быть моим. В своей следующей жизни, в 19 веке в Америке, Валерия была дочерью вождя племени индейцев Чароки, который велел ей выйти замуж за сына другого вождя для урегулирования межплеменных отношений. Этот человек был ей неприятен физически, и после того, как она подчинилась желанию отца, жизнь ее стала для нее несчастьем. Воин из ее племени, которого она любила, был той самой отвергнутой душой из ее китайской жизни. Вернувшись в мир душ после жизни в Америке, Валерия, находясь в состоянии транса, рассказала мне. Мы с моим возлюбленным могли бы сбежать. Но, сознавая рискованность такого шага, я также чувствовала, что должна вытерпеть то, что велел мне мой отец. Теперь я вижу, что это было испытанием. Мы способны сурово ранить человека, который любит нас, да и самих себя тоже. Моя жизнь в качестве женщины Чароки была напоминанием мне о моей гордости и тщеславии, которые я проявила в своей китайской жизни. Быть вместе с неподходящей личностью какой-то период нашей жизни вовсе не означает, что это время потрачено впустую. Эти взаимоотношения, скорее всего, были спланированы заранее. Фактически, вы можете снова увидеть эту душу в мире душ уже в другом свете. Душа, воплощавшаяся в мужчин, которых Валерия любила в своих прошлых двух жизнях, теперь опять с ней в качестве мужа. Я должен отметить, что Линда, лучшая подруга Валерии и член ее группы душ, была в прошлой жизни спутницей воина из племени Чароки, которого Валерия любила. После нашего сеанса Валерия сказала, усмехнувшись, «Теперь мне понятно, почему я всегда чувствую некоторое беспокойство, когда вижу Линду рядом с моим мужем. Прежде чем идти дальше, неплохо было бы рассмотреть кое-какие аспекты, связанные с магическим опытом встречи с родственной душой. В самом начале встречи с пациентом мы устанавливаем контакт, и я спрашиваю его о прежних и нынешних связях и взаимоотношениях, сыгравших какую-то роль в их жизни. Таким образом, я получаю примерное представление о составе исполнителей в спектакле и их жизни. Поскольку я собираюсь сидеть в первом ряду и наблюдать за ходом спектакля во время сеанса гипноза, я хочу заранее получить театральную программку. Когда пациент оказывается в состоянии транса, связи со многими душами проясняются. Люди из списка моего субъекта могут быть возлюбленными, верными друзьями и родственниками, наставниками и компаньонами. Наши взаимоотношения с людьми могут принимать самые различные формы в жизни, и, как правило, в них бывают вовлечены души не только из нашей группы, но и из других групп душ. Обычно пациенты имеют сильное желание распознать эти связи в своей текущей жизни, хотя большинство уже имеет представление о том, кто есть кто. В широком смысле слово «любовь» — это нежность, которая может по-разному проявляться в жизни. Всегда существует ментальная связь того или иного рода с родственной душой, независимо от роли, которую она играет. Мы контактируем с людьми на многих уровнях, выполняя множество кармических уроков в каждой жизни. Когда дружба разгорается, она перерастает в любовь, но без прочной дружбы не может развиться глубокая любовь. Это несколько отличается от страстной влюбленности, которая существует на поверхностном уровне, на котором нас гложут сомнения относительно значительности этой связи. Бездоверие близкие отношения страдают, и любовь не может расти. Любовь — это принятие всех несовершенств нашего партнера. Истинная любовь делает вас лучше, чем вы были бы без этой личности в вашей жизни. Люди часто приравнивают любовь к счастью. Однако счастье — это состояние ума, которое должно развиваться внутри вас и не быть зависимым от кого-то еще. Наиболее здоровый тип любви — это когда вы уже чувствуете себя хорошо, и поэтому ваша любовь к кому-то полностью бескорыстна. Любовь требует большого труда и постоянного поддержания. У меня было много разведенных субъектов, которые узнали, что их первая любовь была их родственной душой. Ситуации могли быть проработаны, если бы оба побольше потрудились. С другой стороны, по каким-то причинам мы долго не можем встретить нашу главную родственную душу. Парные души время от времени разлучаются на жизни ледве, вообще не встречаясь друг с другом. Моя родственная душа и я стали слишком зависимы друг от друга. И нам необходимо было какое-то время развиваться самостоятельно. Такое заявление я часто слышу, когда парные души воплощаются раздельно. Каждый период на Земле имеет свои особенности в отношении характера, привязанности и опыта, который мы получаем с родственной душой. Однако каждая жизнь с ней строится на основе предыдущих жизней. Мы извлекаем ценные уроки из разрушенных взаимоотношений. Важно в жизни продолжать двигаться вперед. Некоторые пациенты говорят мне перед началом сеанса, что им кажется, что истинная любовь ускользает от них. После сеанса они обычно узнают о причинах такой ситуации. Если настоящая любовь не появилась в вашей жизни, то не мучайтесь, просто поймите, что вы возможны здесь для того, чтобы получить другие уроки. Мы ошибочно считаем людей, которые выбрали уединенную жизнь, одинокими, хотя они живут богатой жизнью, спокойной, в раздумьях и плодотворной. Устанавливать контакт с кем-либо, к кому вы не испытываете никаких чувств, просто ради того. Чтобы не быть одному, в действительности приводит к большему одиночеству, чем когда вы один на один с собой. Как говорится в песне, влюбляясь в любовь, мы влюбляемся в фантазию. Такая любовь – это фантазия, потому что она движима неотступным желанием иметь любовь любой ценой. Если вашей родственной душе полагается появиться, она придет в вашу жизнь, часто тогда, когда вы меньше всего ожидаете. За многие годы общения с душами в мире душ я выработал способ классификации родственных душ. Я полагаю, что положение душ внутри одной из трех категорий связано с их отношением к нам в нашей жизненной драме. Наши гиды и существа, которые пришли из духовных сфер, далеко отстоящих от нашей собственной, не включаются в эти три категории. Первичные родственные души, парные души. Первичная или главная родственная душа часто оказывается в нашей жизни тесно связанным с нами партнером. Она может быть супругом, братом или сестрой, лучшим другом или изредка родителем. Никакая другая душа не может быть более важной для нас, чем первичная, и когда мои субъекты описывают жизнь с такой душой. Большинство говорит, что их существование невероятно обогащено их присутствием. Оденим из сильнейших мотивов воплощения для души является возможность выражения в физической форме. Это определенно привлекает первичные родственные души. Они могут менять свой пол из жизни в жизнь, если они являются более продвинутыми душами. Средняя душа обычно выбирает какой-то один пол, примерно в 75% своих воплощений. Не следует путать понятие первичная родственная душа с понятием первичная группа душ, в которой много душ взаимодействуют друг с другом, как товарищи или партнеры. Люди используют выражение истинная родственная душа, чтобы указать на свою первичную родственную душу, и это вполне нормально. Но лишь до тех пор, пока это определение не подразумевает, что все другие партнерские души являются чем-то менее истинным. Разногласия, которые люди, исследующие эту область, имеют относительно подобных терминов, часто бывают больше символическими. Чем буквальными, но я бы поспорил с другой концепцией, относящейся к первичным родственным душам, которая вызывает у меня досаду. Во время моих лекционных поездок меня спрашивают о том, какое отношение мои описания первичных родственных душ и заявления о двойственности души имеют к теории близнецовых душ. Мой ответ. Никакого. Я рассказывал о том, что мы можем разделить энергию нашей души, чтобы жить параллельными жизнями, хотя большинство душ не хотят ускорять свое обучение таким образом. Также я утверждал, что эта способность к разделению позволяет нам оставлять часть нашей энергии в мире душ, как наш точный дубликат, копию, на то время, пока мы воплощаемся. Почти все души совершают это, что свидетельствует о двойственности души. Полученные мной сведения об отношениях первичных родственных душ и способности душ разделять свою энергию не имеют никакого отношения к теории близнецовых душ или близнецовой любви. Это, конечно, мое личное мнение, но если говорить прямо, я ни разу не имел в своих исследованиях ни одного подтверждения концепции близнецовых душ. Насколько я понимаю теорию близнецовых душ, вы и ваша близнецовая душа были сотворены в один и тот же момент из одного энергетического яйца и затем разделены таким образом, что вы не можете воссоединиться со своим близнецом, вашей истинной родственной душой, до конца всего цикла ваших кармических воплощений. У меня были пациенты, такие как Субъект 26, которые говорили, что в момент создания не бывает абсолютно одинаковых душ. Каждая частичка энергии уникальна по-своему и создается как единичное существо. Что представляется мне совершенно нелогичным в теории близнецовых душ, так это то, что мы имеем первичную близнецовую душу. Но не можем вместе проработать наши кармические уроки, прежде чем достигнем совершенного состояния. Первичные или истинные родственные души существуют, чтобы помочь друг другу достичь определенных целей. Они не являются близнецами. Родственные души-компаньоны Наша первичная родственная душа является нашим вечным партнером, но в нашей первичной группе душ есть и другие души, которых можно назвать родственными душами. Эти души различаются по характеру и своим талантам, которые дополняют друг друга, как видно из историй, представленных в моих случаях. Внутри этой первичной группы обычно бывает узкий круг душ, которые особенно близки нам, и они играют важные роли в наших жизнях, как и мы в их. Оказывая друг другу поддержка, их количество может быть разным, но средний пациент имеет от трех до пяти таких душ в своем узком кругу в мире душ. Хотя души-компаньоны в первичной группе начинают свой путь вместе, они прогрессируют с разной скоростью. Это связано как с побуждением и мотивацией, так и с талантом. У каждой души имеются определенные силы, которыми могут воспользоваться их компаньоны во время совместных воплощений. По мере того, как многие души приобретают различную специализацию, группа уменьшается, но они не утрачивают контакт друг с другом. Корпоративные души. В эту категорию душ входят члены вторичной группы, принадлежащие разным первичным группам, расположенным в одной и той же духовной зоне. Как я упоминал в главе 5 в комментарии к рисунку 1, группы, окружающие нашу собственную и составляющие вместе с нами одну вторичную группу, могут включать в общей сложности до тысячи душ и больше. Многие из этих групп работают в классных комнатах по соседству с нами. В других группах есть определенные души, с которыми мы работаем вместе и которых мы узнали за многие совместные воплощения. В то время, как остальные души лишь кратковременно появляются в наших жизнях. Довольно часто наши родители приходят из одной из таких соседних групп. В смысле дружеского общения в мире душ, а также контакта во время физических воплощений. Души одной первичной группы могут иметь мало общего или вообще ничего общего со многими душами из других групп. В более широком смысле все души вторичной группы являются корпоративными в том или ином аспекте, но они не считаются родственными душами. Хотя их по большому счету нельзя назвать душами-компаньонами, они действительно образуют большую совокупность людей, из которых наши руководители могут набирать исполнителей тех или иных ролей в нашей жизни. Такая корпоративная душа или душа-компаньон может обладать особыми качествами, которые как раз годятся для того, чтобы мы могли получить определенный кармический урок. Они могут воплощаться в качестве людей, которые своим общением с нами вносят сильную позитивную или негативную энергию в нашу жизнь. Что касается благоприятных или неблагоприятных сторонах этих ролей, то все решения предварительно согласовываются между всеми участниками их учителями. Роль может быть очень мимолетной. Читатель может вспомнить случай на автобусной остановке, произошедший с субъектом 39. Помощь, оказанная женщине в том случае, была, скорее всего, спонтанным актом сострадания, и мне кажется, эта женщина не была для субъекта такого рода ролевой душой. Я приведу пример краткого позитивного контакта другого субъекта, который определенно встретил такую корпоративную душу-компаньона. Я бродил в одиночестве по пляжу, совершенно отчаившись после того, как меня уволили с работы. Появился человек, и у нас завязался разговор. Я не знал его и больше никогда в своей жизни встречал. Но в тот день он без всякого подошел ко мне, и мы разговорились. Я излил свои проблемы этому незнакомцу. Он успокоил меня и помог увидеть мою ситуацию с работой совершенно в другом свете. Примерно через час мы расстались. Теперь я понимаю, что он был моим знакомым из другой группы в мире душ. Мы столкнулись в тот день не случайно. Он был послан мне. Однако наиболее значительные контакты мы устанавливаем со своими родственными душами. В то время, когда я обдумывал эту книгу, люди просили меня привести подробный случай любовной истории между первичными родственными душами. «Будучи сам романтиком, я не мог устоять перед этой просьбой». Случай 46. Когда Марин позвонила мне, в ее голосе было что-то такое, что указывало на острую потребность в безотлагательной встрече. Тогда у меня еще не было длинного списка желающих, записавшихся на прием за год вперед. Марин жила недалеко от моего офиса в Калифорнии и спросила, не сможет ли она приехать ко мне вместе со своим другом, который как раз ехал к ней из Нью-Йорка на их первую встречу. Я спросил ее об этом друге, которого она еще ни разу не видела, и она рассказала мне следующую историю. За три месяца до этого группа из 25 человек, интересовавшихся жизнью после смерти, организовали на веб-сайте своего рода переговорный пункт, называемый на компьютерном жаргоне чат-рум-чат-рум. Люди, имеющие общие интересы, проводят таким образом беседы прямо в интернете. Все это мне подробно объяснили, потому что я плохо разбираюсь в компьютерах. Марин сказал, что она и мужчина по имени Дейл обнаружили, что они очень единодушны в обсуждениях на тему родственных душ и почувствовали, что странным образом связаны друг с другом. Она добавила, что было что-то сверхъестественное в том, как Дейл буквально воспроизводил ее мысли. Они решили организовать свой собственный приватный чат-рум для дальнейших компьютерных бесед. Марин и Дейл выяснили, что они родились в одном и том же году 50 лет назад, с разницей в несколько месяцев, недалеко от Сан-Франциско. Они рассказали друг другу о том, что у каждого из них был неудачный брак и общее чувство необъяснимой печали из-за того, что они никак не могли найти нечто, что открыло бы их сердце. Их беседы вращались главным образом вокруг темы жизни после жизни, и Дейл упомянул о том, что прочитал мою книгу. Вскоре они решили встретиться в Калифорнии и приехать ко мне для совместного комбинированного сеанса регрессии. Мы назначили сеанс как раз на следующий день после их первой встречи. Когда они прибыли ко мне, они были словно не от мира сего, и я заметил, что они уже были в состоянии транса и не нуждались во мне. Как только они встретились, они тут же узнали друг друга. Марин сказала, «То, как мы улыбались друг другу, выражения наших глаз, звуки нашего смеха, связующие нас вибрации. Когда мы пожимали друг другу руки, все это породило состояние эйфории, которая была настолько сильна, что мы тут же забыли обо всем на свете». Я изложу этот случай от имени Марин, поскольку первоначально я установил контакт с ней. Во время собеседования я узнал, что на протяжении своей жизни она иногда испытывала чувство дежаву, чувство, когда нам кажется. Что мы это уже видели или слышали, когда она слышала музыку 20-х годов 20-го века или видела танцующих Чарльз Тон в свободных одеждах того времени. Марин также рассказала мне, что с детства ее мучили повторяющиеся ночные кошмары, о неожиданной смерти. У меня есть правило вводить субъектов в мир душ после сцены смерти в их прошлой жизни для того, чтобы они не упустили естественное переживание чудо-вступление в мир душ. Есть много преимуществ у такого приема в регрессивном гипнозе, в том числе возможность узнать, не произошло ли переноса в нынешнее тело пациента отпечатков разрушенного физического тела прошлой жизни. Если же сразу вводить субъекта прямо в мир душ, скажем, из утробы их матери, то он может быть дезориентирован. Это подобно тому, как если подвести кого-то к тыльной стороне дома и попросить его описать фасад. Такая ускоренная процедура вхождения в мир душ может также привести к тому, что они обойдут ряд пунктов ориентирующей настройки. Эти пункты могут быть жизненно важными, если предшествующая жизнь была трагически оборвана. Пройдя через сцены смерти, пациент в действительности оказывается лучше защищенным от болезненных физических воспоминаний. Когда я стал направлять Марин к самым значительным сценам ее прошлой жизни, она обратилась к событиям, приведшим к ее смерти. Это часто бывает сигналом к тому, что впереди ожидается нечто тревожное, и гипнотерапевт должен быть готов иметь дело со сценой смерти, которая может быть ужасающей. Ниже следует сокращенный вариант рассказа Марин. Доктор Ньютон. Вы мужчина или женщина? Субъект. Девушка на самом деле. Доктор Ньютон. Как вас зовут? Субъект. Саманта. Карат Касем. Доктор Ньютон. Где вы находитесь и что делаете? Субъект. Я в своей спальне у туалетного столика и собираюсь на вечер. Доктор Ньютон. Что это за вечер? Субъект. Пауза и затем легкий смех – это «Устроено для меня, сегодня мне исполняется 18 лет, и родители организовали выездной вечер». Доктор Ньютон. Тогда с днем рождения, Сэм. Какое сегодня число? Субъект. Немного поколебавшись. 26 июля 1923 года. Доктор Ньютон. Поскольку вы находитесь у своего туалетного столика, я бы хотел, чтобы вы посмотрели в зеркало и описали мне, что вы видите. Субъект. У меня светлые волосы, и сегодня вечером они стянуты вверх. Я одета в белое шелковое платье. Это мое первое по-настоящему взрослое вечернее платье. Я собираюсь надеть мои новые белые на высоких каблуках туфли. Доктор Ньютон. Кажется, вы великолепно выглядите. Субъект. Лукаво улыбаясь, вот бы Рик думал так же. Доктор Ньютон. Кто такой Рик? Субъект. Теперь смутившись и покраснев, Рик. Это мой парень. У меня с ним сегодня вечером свидание. Я должна закончить приготовление, он скоро придет. Доктор Ньютон. Послушайте, Сэм, я уверен, что вы можете говорить со мной, продолжая приводить себя в порядок. Я не хочу задерживать вас. Скажите, вы серьезно относитесь к Рику? Субъект. Опять краснеет, да. Но я не хочу показывать это. Я разыгрываю девушку, чье расположение нелегко добиться. Я знаю, что он хочет быть со мной. Доктор Ньютон. Похоже, что это важный вечер. Я предполагаю, что он скоро посигналит, приглашая вас в свой автомобиль. Субъект. Раздраженно вовсе нет. Но он может быть и хотел бы, но он позвонит в дверь, как полагается, и служанка впустит его и попросит подождать внизу. Доктор Ньютон. Итак, вечер состоится далеко от дома. Субъект. Не очень далеко, в шикарном особняке в нижней части Сан-Франциско. Доктор Ньютон. Хорошо, Сэм, теперь переместитесь вперед во времени, на сам вечер. Расскажите мне, что там происходит. Субъект. Восторженно, так здорово. Рик, конечно, выглядит великолепно. Мои родители и их знакомые говорят мне, как я повзрослела. Музыка, танцы. Много моих друзей, они поздравляют меня. И лицо субъекта на мгновение мрачнеет. Там много спиртного, о котором мои родители не знают. Доктор Ньютон. Вас это беспокоит. Субъект. Отгоняет мрачные чувства, быстро проводя рукой по волосам, и возвращается к вечеринке, ах. Выпивка всегда бывает на таких мероприятиях. Это помогает нам расслабиться. Я тоже пью. Рик и некоторые из его друзей потягивают спиртное. Доктор Ньютон. Теперь перейдите к следующему важному событию этого вечера и расскажите мне, что происходит. Субъект. Лицо субъекта смягчается, и она говорит, запинаясь, Рик и я танцуем. Он так тесно прижался ко мне. Мы горим. Он шепчет мне в самое ухо, что нам нужно сбежать с вечеринки, чтобы побыть какое-то время наедине. Доктор Ньютон. И что вы почувствовали, Саманта? Субъект. Восторг. Но что-то, казалось, удерживало меня. Я преодолела это. Я своевольно. Я предполагаю, что я опасаюсь возможного неодобрения моих родителей. Хотя мне кажется здесь что-то большее. Я отгоняю эти мысли ради волнующего чувства. Доктор Ньютон. Оставайтесь с этими эмоциями. Что происходит дальше? Субъект. Мы вышли через черный ход, чтобы нас никто не заметил, и направились к машине Рика. Это прекрасный новый красный двухместный автомобиль. Ночь удивительная, и верх машины опущен. Доктор Ньютон. Что вы и Рик делаете дальше, Сэм? Субъект. Мы садимся в машину. Рик вытаскивает шпильки из моих волос, чтобы они свободно развивались. Мы целуемся. Рик хочет порисоваться. Мы мчимся по длинному проезду и выезжаем на улицу. Доктор Ньютон. Вы можете описать эту дорогу и в каком направлении вы едете. Субъект. Все более нервничая, мы направляемся на юг вдоль океана по Pacific Coast Road, за пределы Сан-Франциско. Доктор Ньютон. Как вам нравится езда, Сэм? Субъект. Субъект оживляется на мгновение, забыв о своих предчувствиях. Я чувствую себя так бодро. Ночь теплая, и ветер разметал пряди волос по моему лицу. Рик обнимает меня одной рукой. Он сжимает меня и говорит, что я самая прекрасная девушка на свете. Мы оба знаем, что влюблены друг в друга. Доктор Ньютон. Я заметил, что руки субъекта начинают дрожать и тело напрягается. Я беру ее за руку, потому что подозреваю, что сейчас произойдет. Теперь Саманта, я хочу, чтобы вы поняли, что все время. Каждый ваш шаг, пока вы рассказываете, я буду с вами и смогу быстро переместить вас через все, что может случиться. Вы знаете, это не так ли? Субъект. Слабо да. Дээрен. Перейдите к моменту, когда в вашей поездке с Риком начинает что-то меняться, и опишите, как все происходит. Субъект. Теперь субъект начинает дрожать всем телом, Рик слишком много выпил, и дорога становится все более извилистой. Повороты круче, а Рик держит баранку только одной рукой. Мы едем по холмистому участку, близко к океану. Там обрыв. Теперь кричит Рик, тормози. Доктор Ньютон. Затормозил. Субъект. Плача, о боже, нет. Он не затормозит. Он смеется и смотрит на меня, а не на дорогу. Доктор Ньютон. Теперь быстро, Сэм, продолжайте. Субъект. На взрыд, мы пропускаем следующий поворот. Машина в воздухе, мы падаем в океан. Я умираю. Вода. Такая холодная. Не могу дышать. Рик. Рик. Мы остановились на какой-то момент, и я начинаю быструю десенсибилизацию этого травматического воспоминания, выводя в то же самое время душу Саманты из ее физического тела. Я напоминаю ей, что она уже переживала физическую смерть много раз, и все будет в порядке. Саманта объясняет, что не хочет уходить, потому что только начала жить. Она не хочет оставлять Рика, но некая сила, увлекающая ее прочь от океана, слишком сильна. Когда я начинал свои исследования о путешествиях душ, я полагал, что когда два человека, таких как Саманта и Рик, умирают вместе, они вступают в мир душ также вместе. Но я обнаружил, что это не так, с одним лишь исключением. Маленькие дети, которых убивают вместе с теми, кто их любит, поднимаются вместе с этим человеком. Я рассмотрю это дальше в главе 9. Даже первичные родственные души, погибающие одновременно, обычно уходят каждый своим путем по своей собственной вибрационной линии. Мне казалась эта утрата дружеской связи родственных душ немного грустной, пока мне не стало ясно, что в нужный момент и в нужном месте их встречают их гиды и друзья в мире душ. Каждая душа проходит восхождение со своей скоростью и по своему маршруту, что включает остановки для ориентации и восстановления энергии, даже если они возвращаются в одну и ту же группу душ. Так и произошло с Риком и Самантой. Доктор Ньютон. Вы видите Рика? Субъект. Нет, я пытаюсь сопротивляться силе, которая пытается повернуть меня прочь от океана. Я хочу видеть океан. Я хочу помочь Рику. Доктор Ньютон. Переворачивает ли вас в конце концов эта сила в нужном направлении, прочь от Тихого океана? Субъект. Субъект теперь успокоилась и смирилась, но печально. Да, я теперь высоко над землей. Доктор Ньютон. Это обычный вопрос, который задаю пациентам. Вы не хотите попрощаться с родителями, прежде чем отправитесь дальше. Субъект. Нет, не сейчас. Позже я попрощаюсь. Сейчас я хочу идти. Доктор Ньютон. Я понимаю. Скажите, что вы видите дальше Саманта. Субъект. Глаз тоннеля. Открывающийся и закрывающийся. Координирующий свои движения с моими движениями. Я прохожу его насквозь и чувствую намного легче. Сейчас так ярко. Кто-то в одеждах выходит ко мне навстречу. На сеансе с Дейлом мы узнали, что он был Риком, и его воспоминания соответствовали воспоминаниям Марин. Если Саманта жила несколько секунд после крушения и поднялась из океана, душа Рика вышла из тела, пока машина была еще в воздухе. Когда я рассказывал эту историю аудитории в Далласе, одна женщина громко проворчала. Вот такие эти мужчины. Я сказал ей, что когда ум знает, что нет шанса спастись от неминуемого разрушения тела, душа может покинуть тело за мгновение до настоящей смерти. Таким образом, душа с ее энергиями подвергается меньшему воздействию. После сеансов с Дейлом и Марин я встретился с этими родственными душами, чтобы подвести итог тому, что мы узнали. Марин объяснила, что всякий раз, когда она ездит вниз по первому шоссе к югу от Сан-Франциско, она на определенном участке дороги вдоль побережья чувствует необъяснимую нервозность и страх. Теперь она знает, почему. Я надеялся, что перепрограммированная мною сцена ее смерти в 1923 году также освободит ее от повторяющихся кошмарных снов в внезапной кончине. Месяц спустя Марин написала мне и подтвердила, что эти кошмары окончательно прошли. Другим удивительным подтверждением синхронности в этом случае стали слова Дейла о том, что он уехал из родных мест из-за того, что чувствовал себя дискомфортно, когда приходилось ездить в окрестностях Сан-Франциско. Вы, возможно, думаете, что время, которое мы проводим в мире душ между жизнями, должно уничтожить все остаточные эффекты переживаний нашей прошлой жизни. В большинстве случаев так и бывает, но, как я уже говорил, некоторые люди действительно переносят физические и эмоциональные отпечатки старого тела из одной жизни в другую. Это особенно верно, если этот отпечаток имеет отношение к кармическому уроку в новой жизни. Почему эти первичные родственные души были разъединены в нынешней жизни в течение 50 лет? Чтобы понять это, мы должны рассмотреть динамику их группы душ. Дейл и Марин принадлежат группе душ уровня 1. В той или иной степени все 12 душ этой группы являются активными борцами и всегда идут на риск. Их гид регулярно направляет их в соседние группы, чтобы они могли посмотреть, как другие группы функционируют в большем мире и гармонии. Дейл и Марин рассказывали мне, что эти посещения были интересными, но эти мирные души казались им несколько скучными. Конечно, в их группе имеются души, менее неугомонные, но Рик Дейл не из таких. В своей нынешней жизни он был военным десантником, прошедшим через всю войну во Вьетнаме. «Я не надеялся вернуться назад», — рассказывал он, — «и это было бы нормально». Поскольку он любит жить на грани опасности, он оставил службу после войны, так как быть солдатом в мирное время было слишком глупо. После крушения 1923 года Рико встретил старший гид группы, и ему пришлось потратить больше времени на собеседование и ориентацию, чем Саманте. Когда он вернулся в группу, он был очень огорчен. В нежной сцене встречи Рик рассказал своей подруге, как он сожалеет, что оборвал ее молодую жизнь. Из сеанса не было понятно, насколько они оба знали возможности аварии. Они были возлюбленными в многочисленных прошлых жизнях, многие из которых были беспорядочными. Хотя Дейл и Марин воплотились в одно и то же время в этой жизни и в том же месте, где жили в 20-е годы, им не было предназначено встретиться молодыми. Один и тот же чувственный опыт и эмоциональная энергия этого географического места являлись просто частью условий для более поздней их встречи в нынешней жизни. Эти парные души, принимая новую жизнь, знали, что условия долго не будут позволять им встретиться. Дейлу особенно нужно было почувствовать разочарование за годы поиска своей женщины. Он сегодня не является беззаботным, безответственным человеком. Саманта Марин также должна была обрести зрелость, которой у нее не было в ее отношениях с Риком в 20-е годы. Ни Дейл, ни Марин не относились к жизни как к легкому дару, на этом этапе их соединения. Они оба прошли через испытания сердечной болью, живя друг без друга. Моя работа с этой парой закончилась их общим высказыванием. Марин сказала, Мы завершили свое исцеление, проникшись уважением к неприкосновенности жизни и поняв важность прощения. Теперь, когда мы оба знаем, что такое утрата, мы собираемся дорожить временем, которое осталось у нас для совместной жизни. Прежде чем закончить тему родственных душ, я должен добавить, что многие парные души имеют предварительную встречу непосредственно перед их следующим воплощением. Суть этой генеральной репетиции с вашими гидами заключается в окончательном просмотре важнейших вопросов предстоящей жизни. Это подготовительное занятие может также включать в себя момент, когда две родственные души уходят вдвоем, посылая друг другу визуальные образы того, как они будут выглядеть в своих новых человеческих телах и в каких обстоятельствах они встретятся. В книге «Путешествие души» есть целая глава, в которой я привожу различные примеры такого рода подготовки к воплощению. Парные души не всегда оказываются вместе непосредственно перед рождением. Кроме того, в зависимости от их кармы, иногда одна душа знает больше, чем другая, об их будущей встрече и о том, как эта личность будет выглядеть. Вот краткий рассказ одной из родственных душ об особенностях предстоящей встречи с ее будущей женой. Мне разрешили увидеть мою жену в экранной комнате просмотра будущих жизней. Она была привлекательным инструктором по аэробике, и я должен встретить ее в гимнастическом зале. Я внимательно изучал ее телесные черты, потому что не хотел все испортить, как в предыдущей жизни. В моем уме запечатлелся смешанный с потом запах ее тела. Ее жесты, ее улыбка и больше всего ее глаза. Момент, когда я увидел ее в этой жизни, был подобен тому, как два магнита притягиваются друг к другу. Взаимосвязь между духовными и земными семьями. Как правило, члены одной группы душ не возвращаются в своих следующих воплощениях в ту генетическую земную семью, где уже воплощались. Это означает, что вопреки традиции американских индейцев, душа деда не возвращается в род, рождаясь в теле своего внука. Я уже подчеркивал в главе 4, описывая распределение душ, и в главе 5 в связи с ДНК, что души не желают иметь генетическое рождение. Возвращение в тело, имеющее ту же наследственность, этническую и культурную принадлежность и то же географическое окружение, ограничивает и даже присыщает души, которые желают получить новые уроки. Воплощаясь в каждой новой жизни в различных семьях по всему миру, души могут воспользоваться преимуществом большого разнообразия человеческих тел. Именно это разнообразие дает глубину нашим воплощениям на земле. В некоторых необычных случаях наши гиды могут пойти на уступки душам, которые сильно переживают незавершенность кармических дел в определенной семье и желают в нее вернуться. Этим душам может быть дан еще один шанс обратиться к серьезным проступкам, совершенным по отношению к ним. Или исправить свои собственные несправедливые действия по отношению к кому-то из домочадцев. Они могут вернуться как дети нового поколения, но в жизни тех людей, которые были задействованы в кармических событиях, требующих поправки. Я хочу подчеркнуть, что такие случаи повторной генетической реинкарнации ради кармических целей редко имеют место. Чаще всего душа может вернуться в другую семью, имеющую какие-то отношения с семьей их прошлой жизни, чтобы заняться серьезной ошибкой. Тем не менее, это также очень нетипичное решение, особенно в случаях личной травмы, полученной душой, потому что это смахивает на месть. Хотя души, как правило, не воплощаются в той же семье, в которой они жили в прошлых жизнях, члены одной группы душ определенно выбирают новые семьи, где они могут быть вместе. Члены группы душ склонны в каждой жизни иметь кровные связи и географическую близость. Какого рода роли они выбирают? Я уверен, что читатели этой книги могут набросать схему, включающую важных членов своей семьи, друзей, возлюбленных и даже знакомых, чтобы увидеть, кто из них мог бы входить в их семью душ. В главе 5 на рисунке 7 я схематично изобразил цветные ауры одной семьи душ в их нынешней жизни. На рисунке 10 в этой главе приведена схема, показывающая, как группа душ воплощалась в человеческих семьях, чтобы поддерживать связь на протяжении трех столетий. Мой центральный субъект в этой схеме – Рут. Пожалуйста, имейте в виду, что от столетия к столетию семейная наследственность совершенно разная, несмотря на генеалогический характер моей схемы. Рисунок 10 – это сокращенный вариант, отражающий круг духовных друзей Рут в человеческих телах. Шестеро душ, относящиеся к ее собственной группе, и двое к соседней, появляются в каждом веке. Рут отмечена в самом центре схемы, и каждая линия, идущая из центра наружу, представляет одну и ту же душу. Принимающую различные семейные роли по отношению к Рут, начиная с 20 века, вплоть до 18. Мы можем видеть, что главная родственная душа Рут в этой жизни является ее мужем. В ее прошлой жизни эта душа была ее лучшим другом, а перед этим в 18 веке – ее женой, когда она сама была мужчиной. Аура первичной родственной души Рут окрашена в защитный желтый цвет, в то время как у самой Рут она представляет смесь белых и голубых оттенков, указывающих на ясность ума и любовь к познанию. Эти первичные родственные души регулярно имели тесные отношения на протяжении примерно 7000 лет со времени их первой совместной жизни. Помимо душ-компаньонов из ее группы, я также показал две ассимилированные души из соседней группы. Эти души являются в нынешней жизни моего субъекта отцом и матерью. В 19 веке они играли роли, соответственно, бабушки и дедушки. В 18 веке они были тетей и дядей Рут. Эта схема – типичный вариант для большинства пациентов. В каждой группе душ имеются свои нюансы и предпочтения. У меня был пациент, которого я принимал на той же неделе, что и Рут, и который был очень близок к ее матери. Душа матери была членом группы душ этого пациента и в прошлой жизни была ее сестрой. Дедушки и бабушки часто имеют большое влияние на нас в ранние годы нашей жизни, и с ними мы можем делиться самым сокровенным, не боясь осуждения. Я часто обнаруживаю, что любимый дед или бабушка в этой жизни оказывается супругом или лучшим другом субъекта в его прошлой жизни. Социальная динамика близких человеческих контактов настолько значительна, что в большинстве моих случаев роли. Которые души играют в нашей жизни и мы в их, непосредственно касаются кармических уроков всей группы. Когда нас обижает кто-то близкий нам в этой жизни, или мы причиняем им боль, что приводит к отчуждению и разлуке. Это значит, что они добровольно дают нам уроки того или иного рода, получая в то же самое время свои собственные уроки. Эти уроки лучше подготавливают обе стороны для будущих отношений, о чем свидетельствует описанный ниже случай 47. Я должен также указать на то, что второстепенные роли, которые играют в нашей жизни сотни ассимилированных душ из соседних групп, могут тянуться из поколения в поколение. Из-за нехватки места я не перечислил на рисунке 10 все души, имевшие отношение к Рут. Примером одной из важных ассимилированных душ, не включенных в схему, является душа по имени Зинда, которая была любимой учительницей Рут в шестом классе. Мы обнаружили, что в прошлом веке Зинда была соседкой по дому, которая оказывала ей большую поддержку. В восемнадцатом веке Зинда была работодателем, который принял этого субъекта на работу. Схематическое изображение контактов душ, представленное на рисунке 10, удобно в пользовании, когда мы учитываем все взаимосвязи людей, чья жизнь переплетена с нашей. Психологические характеристики первичных родственных душ, душ компаньонов и ассимилированных душ в нынешней и прошлых жизнях пациента оказываются очень поучительными, когда мы детально рассматриваем их в своего рода генеалогической схеме. В каждой из трех жизней Рут мы обнаружили еще одного ведущего актера в жизни Рут, который принадлежит к соседней группе душ. Эта душа также не показана на рисунке 10 из-за нехватки места. Ее зовут Артайр, и она принимала роли завистливых неэмоциональных и склонных к манипулированию людей. Она посылалась с целью испытать доверчивую натуру Рут, чтобы она научилась быстрее оправляться от боли, прибегая к здоровым методам. Хотя эта личность Артайр имела и хорошие человеческие качества, негативные моменты проявлялись постоянно. В нынешней жизни Рут она является ее свекровью. В прошлой жизни эта душа играла роль близкого друга, который предал ее. Есть признаки того, что кармические циклы с Артайр, принимавшие на себя главные роли, скоро закончатся для Рут. Рут – теплая, пылкая и нежная личность. Ее главная родственная душа имеет некоторые аспекты этих качеств, но является также настойчивым, резким, прямым и решительным человеком. Многие из душ, отраженных на рисунке 10, довольно сдержанные и спокойны. И в их характерах также имеются сходные черты, чрезвычайная требовательность и упрямство. Одна душа в этой группе сентиментальна, податлива и более обходительна в общении, чем остальные. В нынешней жизни Рут она играет роль ее брата Энди. Эта душа добровольно вызвалась быть мужем Рут в 19 веке, как своего рода мирная передышка для нее. В течение этой жизни главная родственная душа Рут выбрала роль ее близкого друга. Их так влекло друг к другу, что их любовные отношения почти разрушили семью Рут и Энди. Она в конце концов поняла в той своей жизни, что Энди, который, конечно, был для нее нетрадиционным спутником жизни, является личностью, которая ненавязчиво изменила ее подход к жизни. Помогла обрести оптимизм, ценить каждый день и с большим чувством юмора относиться к жизни, что дополнило природную мягкость и теплоту ее характера. Хотя Энди, игравший роль мужа Рут в 19 веке, не был ее большой любовью, он проявлял в их жизни терпимость и легкое чувство юмора. Тем временем ее главная родственная душа решала свою новую задачу, женившись на женщине, чей характер, в отличие от Рут, был более конфликтным. «Я не хочу, чтобы у читателей сложилось впечатление, что если парные души не сочетаются браком, то это приводит к неудовлетворительным последствиям». В действительности у меня были пациенты, которые намеренно избирали себе партнерами в ряде жизней разные родственные души из трех-четырех наиболее близких, чтобы достичь решения определенных задач. Души Рут и Энди попытались впервые провести такой эксперимент в 19 веке, и результаты оказались весьма положительными. Воссоединение с душами, которые причинили нам боль. «Теперь, когда мы узнали о ролях, которые могут принимать на себя в наших жизнях различные родственные души, я хотел бы обсудить специфический аспект этих отношений, который особенно интересует людей. Меня часто спрашивают, как происходит встреча в нашей группе родственных душ с теми, кто в только что прожитой жизни причинил нам ту или иную боль. Философ Хайдегер говорил, «Никто не может ощутить твою любовь или твою боль. Это утверждение может быть справедливым на третье, но не в мире душ. Души способны входить в ум своих друзей и чувствовать то, что они чувствуют. Они делают это из сочувствия, из желания понять и оценить разрушительное поведение друг друга в последней жизни». В случае 47 представлен человек, у которого было тяжелое детство в его предыдущей жизни, так как его грубый деспотичный отец всегда был неудовлетворен сыном, чтобы тот не делал. «Чтобы упростить изложение, я буду использовать земные имена этих актеров. Рэй для моего субъекта и Карл для его отца». Рэй был беспокойным мальчиком, который страдал комплексом неполноценности и на протяжении всей своей взрослой жизни пытался преодолеть эти негативные чувства и установки. Рэй глубоко прятал свою чувствительность от других, возведя вокруг себя защитные стены. В случае рассказывается о том, что произошло, когда отец и сын снова встретились в мире душ. Мы будем присутствовать на встрече, которую Рэй назвал мотивационным критическим сеансом с Карлом. Вступительная сцена начинается довольно невинно с обычных приветствий, которыми встречают вновь прибывшую душу члены родственной группы. Я предлагаю воспользоваться рисунком 3, приведенным в главе 5, где я схематично в виде верхней половины часового циферблата изобразил порядок, в котором души приветствуют вновь прибывшего. Я прибегаю к своему часовому методу, чтобы определить позицию душ, в то время как мой субъект распознает членов своей группы. В случае 47. Доктор Ньютон. Когда вы приблизились к этим душам, как они размещаются по отношению к вам? Субъект. Как бы в полукруге передо мной, а я в центре. Доктор Ньютон. Я хочу, чтобы вы представили, что они размещаются как бы по верхней части циферблата часов. Вы в центре там, где закреплены стрелки. Личность напротив вас находится на отметке 12 часов. Душа слева в положении 9 часов, а справа в положении из-за часов. Вам понятно. Субъект. Да, но мой гид AXX стоит сейчас прямо за мной. Доктор Ньютон. Так это и бывает при первом воссоединении Рэй. Мы будем считать, что он находится в положении между 7 и 5 часами. Теперь. Скажите мне, откуда выступает, чтобы поприветствовать вас первая. Личность. Субъект. Слева с позиции 9 часов. Примечание. Первый выходит вперед и приветствует нас после нашего возвращения. Самая важная для нас личность. Доктор Ньютон. Прекрасно. Выступает ли эта душа в мужском или женском образе, или она не проявляет признаков пола? Субъект. Нежно. Это моя жена Мэрии. Доктор Ньютон. И что она сейчас делает? Субъект. Она обхватывает мое лицо руками. Мягко и нежно целует и затем обнимает мою голову. Каждая душа по-своему приветствует пребывающую душу. После Мэриан бабушка Рэя с любовью со всех сторон окружает его своей энергией, словно мантией. Затем выступает его дочерн. Часть ее энергии еще на земле, потому что ее нынешнее воплощение еще не закончилось. Несмотря на уменьшенное количество своей энергетической массы, она очень сильно раскачиваясь сжимает его в объятиях, смеясь над его неуверенным поведением. По мере того, как мы продвигались по кругу, я заметил, что мой субъект становится все более беспокойным. Я предположил, что какой-то важный член группы еще не появился в поле зрения Рэя. Когда мы уже приближались к концу круга душ, настроение начало меняться, поскольку Рэй столкнулся проявлением синдрома. Который я называю синдромом приседания на корточке, и он бывает вызван какой-нибудь душой намеренно за кем-то прячущийся. Иногда действие разыгрывается как игра, типа пряток, но не в данном случае. Дактор Ньютон. Это все. Субъект. Чувствуя себя неудобно в кресле, но... Я вижу тень за моей тетушкой Бесс. Дактор Ньютон. Успокоив и подбодрив субъекта, Рэй, расскажите мне, что происходит дальше. Субъект. Теперь я вижу вспышку света. Узнавая о... Это мой отец. Карл. Он прячется за другими. Он хочет быть последним. Он избегает меня. Он смущен из-за своего несоответствия духу момента. Кругом объятие смех и радостное возбуждение. Мой отец не чувствует себя сейчас участником этого. Мрачно и я тоже. Примечание. Чуть позже во время этого сеанса я вернулся к этой душе, которая была Карлом. Дактор Ньютон. Я хочу, чтобы вы переместились вперед во времени, когда вы беседуете с Карлом. Попытайтесь подробно описать, как разворачивается ваша беседа. Субъект. Мы вскоре начали. Критически рассматривать, что произошло и почему. Говоря о наших позициях и суждениях. Мэри и Энн тоже здесь, и Карл все еще огорчен. Он начал со слов. Я был слишком суров с тобой, как отец. Я знаю то, что все пошло не плану. Это жизнь. Она просто ускользнула из моих рук. Дээрен. Что для вас значит это признание, Рэй? Субъект. С чувством откровения, душа Карла не похожа на грубого алкоголика, которым был мой отец. Хотя я вижу какие-то сходные черты. Но его врожденная добродетель была подавлена. Он был не в состоянии контролировать одержимость своего тела. Доктор Ньютон. Простите, Рэй, но ведь вы оправдываете его действия. Я хочу сказать, что у Карла тоже были уроки, которые он должен был усвоить, не так ли? Субъект. Хорошо, он добровольно принял тело, имевшее склонность к эмоциональным всплескам. Помимо плана специально усложнить мне жизненную задачу, он хотел посмотреть, не сможет ли он лучше управлять телом, склонным к насилию и жестокости. Прежняя жизнь Карла была примером такой невоздержанности. Он признает, что эта наша последняя совместная жизнь не очень хорошо получилась. Карл неправильно поступал в отношении меня и себя. Доктор Ньютон. Оказывая давление, и все же не думаете ли вы, что Карл оправдывает то, что он делал с вами типом своего тела? Субъект. Нет, здесь это не проходит. Карл объясняет, что он во многих отношениях потерпел провал в той жизни, но он извлек урок и теперь спрашивает меня, не научился ли я чему-нибудь. Пауза. Доктор Ньютон. Пожалуйста, продолжайте, Рэй. Субъект. Глубоко вздыхает. Я вижу, что весь его гнев ушел, и это мне кажется странным, потому что я еще не привык к его настоящему я. Но это так не будет долго продолжаться. Доктор Ньютон. Как по-вашему, Рэй, какие негативные наклонности своей души Карл переносит в свои воплощения? Субъект. Он знает, что это желание контролировать события людей вокруг себя. Его прошлая жизнь в качестве моего отца как раз и питала эти тенденции. У нас обоих есть проблемы с конфронтацией в жизни. Вот почему мы так хорошо работаем с Энн и Мэриэн. Они способны рассеивать жизненные разочарования намного легче, чем мы. Доктор Ньютон. Давайте вернемся к обстоятельствам, подведшими вас к необходимости попасть под контроль жестокого отца, который должен был устроить вам особенно тяжкие условия жизни. Даже если бы Карл не зашел слишком далеко в своем задании, я не понимаю, почему вы добровольно согласились стать его сыном. Субъект. Смеется. Вам нужно получше узнать нашего гида Айксекса. Он больше использует юмор, чем чрезмерные поучения. Он не очень сильно давит на нас своим авторитетом, потому что Карл и я плохо реагируем на строгое руководство. Айксекс слегка подталкивает нас, позволяя нам в то же время думать, что все наши идеи исходят из нашего собственного восприятия. Останавливается. Айксекс позволяет мне обманываться в чем-то и затем нажимает на рычажок моей совести. Он наставник, а не начальник. Доктор Ньютон. Ну, я рад получить информацию об Айксексео, но как все это связано с вашими с Карлом отношениями в прошлой жизни, которые были столь серьезно испорчены? Субъект. Терпеливо. До моей жизни с Карлом я был сиротой и приобрел кое-какие плохие привычки. Я утратил в том теле свою истинную сущность. И прошлая жизнь стала своего рода пробуждением. Доктор Ньютон. Каким образом? Субъект. Мной, как ребенком, никто не руководил. Моя мать умерла. Детство, проведенное в одиночку, может либо сделать вас, либо разрушить. Проблема заключалась в том, что... Когда я стал сильнее и увереннее в себе, меня мало заботили другие люди. Я в своей жизни в основном брал, а возвращал мало. Мне казалось, что люди должны мне. Доктор Ньютон. Послушайте, Рэй, нужно ли вам идти на такие крайности? Почему вы не выбрали любящего отца в жизни, которую вы планировали с Карлом, чтобы компенсировать предыдущую, когда вы были сиротой? Субъект. Пожимает плечами. Слишком просто. После моей жизни в качестве сироты Айкс Экс спросил меня. Я полагаю, что теперь ты готов для жизни, в которой тебе будут потакать снисходительные родители. Я ответил ему. Надо сказать, это совсем неплохая идея. Затем он добавил. Не организовать ли нам так же жизнь, где ты был бы единственным ребенком богатых родителей? Мы немного повеселились, проигрывая такой сценарий вместе с Карлом, который шутливо заметил, что хотел бы иметь множество денег, как мой богатый отец, чтобы играть на скачках. Он любит лошадей. Доктор Ньютон. Итак, каким образом вы с Карлом в конце концов пришли к решению иметь напряженную совместную жизнь? Субъект. Айкс Экс так хорошо нас знает. Все-таки подслащенная жизнь, такой подход к жизни не для меня. В конце мы попросили его о совместном задании в сложных условиях. Доктор Ньютон. Не ухудшилась ли ситуация для вас в связи с одиночеством и отчуждением в ваших последних двух жизнях? Мне хотелось бы знать, научились ли вы и Карл чему-то, имея такие плохие взаимоотношения в качестве отца и сына? Субъект. Пауза потирает руки в раздумье. И да и нет. Это верно, что я позволяю себе рассматривать свое отчуждение в двух последних жизнях как оправдание не очень большого прогресса. Но, по крайней мере, у меня в этой последней жизни был отец, который не покинул меня. По мне, лучше жестокость Карла, чем полное одиночество и покинутость. Который я имел в моей жизни, когда я был сиротой. Доктор Ньютон. Это не очень веские основания для принятия такого решения. Была ли душа Карла вашим отцом в вашей сиротской жизни? Субъект. Нет. Доктор Ньютон. Каков был ваш главный урок в последних двух жизнях? Субъект. Сохранить свою личностную сущность независимо от каких бы то ни было неблагоприятных условий. Это закалит меня как душу. Доктор Ньютон. Я уверен, что это так, Рэй. Но мне думается, что вы могли решить ослабить напряжение и принять более легкую жизнь, поменять образ жизни. Разве было бы плохо перевести дыхание и создать более прочный фундамент для укрепления своей личности в будущих телах? Субъект. Определенно расстроенный этим предложением нет. Я сказал вам, что я могу это сделать, и Айкс Экс знает это также. Моя сила в стойкости и упорной борьбе с неблагоприятными обстоятельствами. Моя жизнь с Карлом в качестве отца была проверкой на способность восстановиться после предыдущей сиротской жизни, и она не была для меня неудачей. С убеждением я извлек множество уроков для своей следующей жизни, и я сказал об этом Карлу, чтобы он не чувствовал себя так скверно. Доктор Ньютон. Каким образом вы оба рассмотрели все это в мире душ? Субъект. Более мягко и задумчиво, когда мы остаемся одни, мы решаем обменяться энергией наших мыслей и всех воспоминаний совместной жизни. Доктор Ньютон. Это и есть полный обмен мыслями, о котором я уже слышал. Субъект. Да, каждая частичка моей личности в качестве сына Карла в той жизни переносится к Карлу, в то время как он проецирует все свои воспоминания о жизни в качестве моего отца мне. Это очень субъективный процесс и очень хороший. В моей группе мы называем это передачей чаши сожалений. Доктор Ньютон. И с обеих сторон соблюдается абсолютная честность. Субъект. Здесь не может быть обмана. Доктор Ньютон. Долго ли длится этот обмен? Субъект. Нет, передача происходит быстро, но полно. Тогда мы знаем все испытания, весь груз, боли, гнев, то есть побуждение со стороны другой личности, потому что вы как бы оказываетесь внутри ее старого тела. Мы становимся одной личностью. Доктор Ньютон. Приводит ли этот ментальный обмен к прощению? Субъект. Это нечто гораздо большее, чем прощение. Это не подающееся описанию слияния двух умов. Мы оба можем ощутить обстоятельства, которые привели другого к принятию определенных решений. Я чувствую неудовлетворенность, недостаточную реализацию в жизни Карла, и он также чувствует меня. Когда происходит этот обмен, он настолько глубок, что нет надобности в прощении другого. Вы прощаете себя и затем исцеляете друг друга. Понимание абсолютное. Мы еще раз попробуем в другой жизни, пока не добьемся лучшего. После некоторой неловкости, возникшей поначалу между ними по возвращении в мир душ, Рэй и Карл расслабились и снова пришли к счастливому согласию в своей группе. Это не означает, что поведение Карла было легко оправдано в мире душ. Во время просмотра и оценки своей жизни перед встречей с Рэем, Карл остро осознал ту чрезмерную боль, которую он причинял Рэю. Здесь действуют две силы. Первая – это возможное подавление природы души биофизическими качествами человеческого тела и воздействие особенностей окружающей среды. Второй фактор – это роль, которую каждый принял на себя в причинно-следственном кармическом потоке. Каждая жизнь – это своего рода фрагмент ткани, и из множества таких фрагментов формируется цельный гобелен нашего существования. Если член семьи или друг групп и беспощаден, или, может быть, слаб и эмоционально холоден к нам в жизни, мы видим только какую-то внешнюю деталь от всей истинной природы этой души. Назначение всех ролей в жизни имеет определенную цель. Если вас воспитывали особенно трудные родители, как в случае с Рэем и Карлом, задайте себе такой вопрос. Чему я научился в контакте с этим человеком и какое знание не мог бы обрести, если бы его или ее не было бы в моей жизни? У Рэя были проблемы в его нынешней жизни, связанные с наркотической зависимостью и дурными привычками. Тем не менее, в возрасте 45 лет он обращается к своим внутренним ресурсам и меняет обстоятельства своей жизни. Из того, что Рэй рассказал мне, установление контакта с истинной сущностью его души во время нашего сеанса очень помогло ему. Душа Карла воплотилась в его старшего брата, который снова не очень хорошо обращался с ним в детстве. В этой их совместной жизни проигрывалось много старых моделей взаимоотношений, так же, как в прошлой жизни. Но, несмотря на это, эти две души значительно лучше взаимодействовали друг с другом как братья, чем когда были отцом и сыном. Не подавляя в этой жизни неприятные воспоминания, душа Рэя имеет ментально более здоровое тело. На этот раз душа Анны выполняет свою главную роль в качестве матери, а не дочери. Она вносит в его нынешнюю жизнь дух другого поколения. Гершен Кауфман писал, что стыд – это своего рода убийство души. Одна из проблем Рэя – его отношение к стыду. Стыд вносит определенное оцепенение в наш ум, потому что он сопровождается чувством неприятия, низкой самооценкой и ощущением собственной несостоятельности. Он может быть настолько подавляющим, что может создать в уме человека, который просто отключен, препятствия, затрудняющие развитие души. Однако Рэй, как мы видели, необычайно решительная душа, которая не откажется от этих трудных жизней ради возможности отдохнуть. Он закаляется и становится сильнее, благодаря каждой его трудной жизни. Случай 47 показывает, что есть такие души, которые постоянно просят такого типа тела, которые бросают вызов слабостям характера их души. И Рэй и Карл являются душами, которые легко попадают во власть дурных привычек в телах с определенными психофизическими особенностями. Почему они продолжают просить о таких телах? Они делают это для того, чтобы иметь практику. Любое навязчивое поведение, меняющее состояние сознания, это дилемма, и Рэй решительно настроен на то, чтобы превозмочь его, прежде чем идти дальше. Я знаю, что эта душа прогрессирует. Имея позади два неудачных брака, Рэй сообщил, что встретил женщину своей мечты, но он должен был освободиться от пристрастия к алкоголю и наркотикам, чтобы оценить ее. Мы узнали, что это душа Мэрии. И последнее о синдроме приседания на корточке, когда возвращающаяся душа может поначалу не очень отчетливо увидеть какого-то члена своей группы. Если такое происходит у моего пациента, это может означать, что душа, которая скрывается от осознанного восприятия моего субъекта, собирается сыграть в будущем серьезную роль в его жизни. Я помню одну молодую вдову, которая пришла ко мне на прием, все еще горюя о недавней потере своего мужа. Мы взглянули на всех членов ее группы душ, в том числе на душу ее умершего мужа. Он обнял ее, это была эмоциональная встреча, и сказал, чтобы она оставалась сильной, и тогда все образуется. Затем она сказала, «Ах, там есть еще кто-то. Темная фигура, согнувшаяся позади других. О, да это душа моего будущего мужа». Я уверена в этом, но мы еще не встретились в этой жизни. Мне не положено знать, кто он сейчас, потому что это испортит спонтанность нашей встречи. Взаимодействие между группами душ. Я говорил, что почти все группы более молодых душ остаются в своих собственных учебных зонах. Особенно в случае с душами уровня А и уровня 2, их обозначенные пространства неприкосновенные имеют границы между классными комнатами. Эти правила основаны на уважении душ к частному характеру работы, происходящей в других учебных зонах. Духовные классы отличаются от земных тем, что там не нужно искать предлог, чтобы ускользнуть с занятий. Души свободны посещать или отсутствовать на совместных учебных мероприятиях. Если душа хочет уединиться или заняться каким-нибудь делом, которое ей кажется благоприятным без участия своих компаньонов, она может это сделать, если при этом не мешает работе других групп. Я заметил, что души не принуждаются к учебе, и некоторые подолгу отдыхают. Но даже в таком случае большинство душ, с которыми я разговаривал, чувствуют себя обделенными, если они не участвуют вместе со своими одноклассниками в каком-нибудь текущем проекте. Ими движет волнующее желание овладеть определенными навыками. Таким образом, большинство душ не желает вовлекаться в проекты других групп посреди процесса. По моим наблюдениям, все расположенные рядом группы находятся каждая на своем уровне развития по каким-то отдельным темам обучения. Поэтому, независимо от вашего уровня развития, совсем не так просто, попав в другие классы в самом разгаре урока, что-то почерпнуть из урока. Посещения других групп бывают избирательными и имеют специальные цели и задачи. Поскольку подобные посещения совершаются по приглашениям учителей-гидов, они скорее исключения, чем правила в мире душ. Есть группы, которые общаются с постоянными гостями и визитерами, в то время как другие похожи. Вообще не видят души из других групп, за исключением случаев, когда они находятся вне своего учебного пространства. Когда души уже вот-вот превзойдут в своем развитии уровень 2, они начинают настойчиво пробиваться вперед. Именно на этой стадии мои субъекты чаще всего говорят о возможности посещения других групп. Пациент из моего следующего случая рассказал следующее об одном из своих посещений. Случай 48. Доктор Ньютон. Почему вам хотелось посетить эту соседнюю группу душ? Субъект. Группа, к которой я принадлежу, менее серьезная, чем многие другие. Мне нравится приходить в эту группу, потому что они продвинулись немного дальше, чем моя. Это помогает мне в моей игре жизни находиться рядом с лучшими игроками. Большинство из них почти готовы приступить к независимому обучению, и они очень решительно настроены. Я рассказываю им кое-какие смешные истории о моей группе, чтобы разговорить их, и они подкидывают мне практические идеи. Доктор Ньютон. Часто ли вы посещаете их? Субъект. Нет, мы знаем, как все заняты, и я считаюсь этим. Мне не нравится слишком сильно отвлекать их. Доктор Ньютон. Расскажите мне о вашем последнем посещении и о том, что там происходило. Субъект. Пауза. Они как раз горячо что-то обсуждали. Один из них по имени Арик рассказывал об одном сне, который он видел в недавно закончившейся жизни. Арик думал, что другим может понравиться этот случай. Доктор Ньютон. Случай, связанный со сном Арика из его последней жизни на Земле. Субъект. Да. Кто-то из его группы, кто не был воплощен, послал Арику, пока он спал. Какую-то информацию, которую его человеческий ум неправильно истолковал. Доктор Ньютон. Ну и было ли это ошибкой того, кто отправлял невоплощенной души, или Арика? Субъект. Поймите, в группе, которую я посещаю, все специалисты в такого рода вещах. Они не любят ошибаться. Это очень серьезная группа. Доктор Ньютон. Пожалуйста, продолжайте. Что вы узнали из того, что Арик рассказал о своем сне? Субъект. Арик сказал, что утром после пробуждения он вошел в глубокую медитацию, чтобы изучить и оценить послание, которое он получил ночью. Я думаю, что это послание было чересчур сильно внедрено в его человеческий ум, с целью придать ему больше смысла. Арик слегка пожурил своего друга, который отправил послание, сказав, что ему следует развивать свой навык по передаче посланий через сны. Доктор Ньютон. Что ответил Арику, отправитель информации? Субъект. Он тотчас же отпарировал. Нет. Ты просто неправильно истолковал информацию, которую я тебе послал, и затем совершал неправильные действия из-за своей собственной ошибки. Доктор Ньютон. И к какому заключению пришла группа в результате этой дискуссии между Ариком и его другом? Субъект. Я думаю, что каждый решил, что даже если две души очень близки, несовершенство получающего человеческого мозга может исказить любую переданную информацию. Лучше всего, если душа, находящаяся в мире душ, сделает несколько разных попыток, не ограничиваясь наведением. А также, если послания будут короткими и очень ясными. Доктор Ньютон. Итак, этот ваш визит был плодотворным. Вы научились чему-то. Субъект. Я всегда что-то узнаю. Обычно в этой группе я тихо сижу и слушаю. Это обсуждение передачи духовных посланий было полезным для меня, и я взял с собой полученную информацию в свою группу. Группы, которых стесняют обыкновенные посетители, могут приглашать к себе продвинутых специалистов или имеющие свой особый уникальный опыт души. Я уже давал пример такого рода посещений в главе 5 в разделе о цветовых вибрациях посетителей групп. Даже замкнутые группы любят общение вне своей учебной зоны. Мы уже рассматривали места встреч большого числа первичных групп, где они ведут различные беседы. Для многих душ такая практика общения является отдыхом. Поскольку многие души действительно иногда чересчур увлекаются своей формальной работой. Их наставники нередко организуют встречи с гостями, которые выступают с какой-нибудь речью в общем центре сообществ. Эти приходящие ораторы дают душам некоторый отдых от их постоянных учителей и дают им возможность расширить свои познания по темам, интересующим всех. Это может быть информация о том, как ценить других, о преимуществах добрых поступков, терпимости и честности, о том, как щедро делиться дарами, которые есть у каждого. Я знаю, что все эти моральные рассуждения не похожи на отдых. Но ораторы оживляют свои речи интересными случаями из личной практики и аллегориями, проводя параллель со своим земным опытом. Происходит также нечто большее. Другие тонкие формы общения между этими мастерами своего дела и слушателями, о чем мои субъекты не в состоянии рассказать. Вот отрывок из одного рассказа, который отражает атмосферу такой встречи. В нашем обучении участвуют и приглашенные ораторы. Их методы и сами они по своему характеру отличаются от моего собственного гида, и это полезно. Есть одна женщина по имени Шелекин, которую я обожаю. Она время от времени приходит в наш центр, и я никогда не пропускаю этого. Ее отличительное качество – способность брать любую проблему и быстро сводить ее к сути дела. Она может взять сложную идею и обработать ее так ловко, что я знаю, что в будущем сам смогу более действенно отреагировать, когда столкнусь с ней. Она советует нам прислушиваться к людям, которых мы не особенно любим на Земле, потому что мы можем чему научиться у каждого. Отдых и развлечение в мире душ. Досуг. Этот раздел посвящен всем тем, кто боится, что жизнь между жизнями – это лишь работа без отдыха. Отдых и развлечение очень даже свойственны миру душ, и я слышал рассказы сотен пациентов о том, что они делают вне своих учебных зон. После физической смерти наш дух сохраняет все приятные воспоминания о земной жизни. Пикантный вкус пищи и напитков, соприкосновение человеческих тел, ароматы, зрительные впечатления и звуки, связанные с нашими путешествиями по пустыням, горам и морям на Земле, остаются с душой. Вечный ум может предаваться воспоминаниям о движениях и чувственных удовольствиях человеческого тела и всех чувств, которые оно порождало. Таким образом, это естественно, что души хотят поддерживать эти планетарные воспоминания, как бы восстанавливая своих бывшие тела в мире душ. В конце концов, именно здесь в мире душ были сформированы концептуальные образы и конечные энергетические модели будущих физических организмов. В этом разделе я также рассмотрю путешествия душ на Землю между жизнями как часть их отдыха. В главе 8 вы узнаете о том, как души путешествуют и в другие миры. Эти путешествия можно представить как рабочую командировку для исследований и учебы, или они могут быть целиком посвящены отдыху и развлечениям. Распределение мест для учебы или отдыха в физических и ментальных мирах вне места обитания души осуществляется достаточно гибко, в зависимости от первоначальной цели путешествия и настроения души. Поскольку я посвящаю этот раздел отдыху душ, приводимые случаи с описанием путешествий на Землю и другой деятельности в мире душ будут ограничены рассказами о развлечениях души. В перерывах между занятиями. Мои субъекты различают короткие перерывы между уроками и более активное время отдыха. Вот рассказ одного моего пациента о типичной переменке в его учебном центре. В моей группе 10 человек, и мы разбегаемся во время коротких перерывов. Я люблю бродить за пределами нашего школьного пространства. Я могу спуститься в зал и выйти на открытое место, где толпятся, беседуя между собой, члены многих других групп. Что мне больше всего нравится в этих случайных перерывах, это их спонтанность. Так мы можем встретить кого-нибудь, кто захочет иметь с вами те или иные партнерские отношения в будущей жизни. Это вовсе не значит, что во время этих перерывов мы больше ведем серьезные деловые беседы, чем просто встречаемся и знакомимся с разного рода душами. Конечно, всегда приятно столкнуться с кем-то из прошлой жизни, кого мы давно не видели, и обменяться впечатлениями. А вот что рассказал еще один мой субъект, пациентка, о том, чем она занимается на переменках членами своей группы, которые выбирают преимущественно женские тела. Мы отправляемся в пространство, окруженное роскошным садом цветов. Там прекрасный пруд с вибрирующей живительной жидкой энергией. Он мелкий, так что по нему скорее можно бродить, чем действительно купаться. Мы плещемся здесь, как водные нимфы, и рассказываем друг другу забавные истории о своих жизнях. От субъектов, относящихся к группам, где души еще не андрогинные, двуполые, я действительно узнаю о совместном отдыхе душ, ориентированных на определенный пол. Это меня не удивляет. Как я уже говорил, более молодые души склонны выбирать один и тот же пол, когда они воплощаются на Земле. Одна пациентка сказала мне, Во время наших пикников на переменках мы с подругами заигрываем с некоторыми душами из соседних групп с мужской ориентацией. Мы грозимся стать их женами в следующей жизни, если они будут плохо вести себя. Тихое уединение, как отдых и развлечение. Поскольку работа в группах требует много усилий от душ, есть такие, которые во время перерыва предпочитают отдыхать в уединении. Мы все знаем людей, которые имеют склонность к одиночеству. Многие из нас настолько бывают сбиты с толку лихорадочной деятельностью, которую мы должны осуществлять в нашей роли в жизни, что порой трудно понять, кто мы на самом деле. В главе 4, в случае 22, мы говорили о душах, пребывающих в уединении, которым требуется более долгий период адаптации после особо тяжелой жизни. Эти души обычно не являются монашеского типа существами, которые постоянно нуждаются в длительном уединении на протяжении всего их существования. Определенно большая часть душ успешно восстанавливает силы в условиях некоторого уединения. Однако мне попадались и такие души, которым требовалось регулярно чередовать учебные занятия в группе с периодами уединения. Я полагаю, что многих душ такого типа можно назвать аскетами. Мне кажется, что обращение к периодам тихого уединения представляет собой форму ментального созерцания. И это напоминает практику монастырей и ашрамов на земле, где мы концентрируемся на духовных принципах. Одна пациентка сделала следующее символическое заявление. Меня в группе называют мастерицей цветочных гирлянд. Мне нравится быть наедине с собой, чтобы лучше видеть и понимать себя. В свое свободное время я формирую концентрические полосы энергии, сплетая их вместе, как некий гобелен моих жизней и жизней шести моих ближайших друзей. Я показываю многообразные нюансы нашего жизненного опыта, сплетая в единое полотно различные материалы, качества энергии, которые представляют собой людей и события. Чтобы выполнить это как следует, я должна полностью сконцентрироваться. Мои субъекты говорят, что желание уединиться в мире душ возникает из-за сильной потребности погрузиться в сокровенный мир чистой мысли, чтобы попытаться прикоснуться к источнику, из которого мы вышли. Многие говорят, что у них бывают моменты серьезного успеха, но это связано с напряженной работой. Я заметил, что для некоторых из этих аскетичных душ любая коллективная деятельность представляется обременительной. И они уклоняются от участия в совместном отдыхе, потому что предпочитают созерцательную деятельность и размышления. Несмотря на свою отстраненность во время периодов обучения, эти души способны вносить большой вклад в области своего профиля. Посещение Земли для отдыха и развлечения. Между воплощениями. Некоторые души между своими воплощениями посещают Землю невидимые существа, чтобы снова почувствовать обстановку своей прошлой жизни. Единственная проблема может возникнуть из-за того, что им приходится возвращаться в хронологическое время на Земле. И они, возможно, будут поражены переменами, произошедшими здесь со времени их последнего воплощения. В главе 3 субъект из случая 17 описывал свою прогулку на Землю и то, как он натолкнулся на другие развоплошенные души, которые вели себя несколько беспорядочно. Этот фактор, плюс нежелание исказить свои старые изначальные воспоминания, может удержать души от возвращения на Землю между жизнями. Некоторым душам такие ностальгические посещения вне физического тела кажутся бесполезными и даже разочаровывающими. Но это не касается тех душ, которые возвращаются, чтобы утешить или помочь своим любимым на Земле, и которые не мотивированы желанием отдохнуть. Судя по тому материалу, что я собрал, именно перемены больше всего впечатляют отдыхающие души. Многие не хотят совершать прогулки на Землю между жизнями из-за повседневного обновления и модернизации сообщества, в котором они когда-то жили. В пространствах, удаленных от Земли, образы мест и людей, которые когда-то жили здесь, зафиксированы во вневременном вакууме, который никогда не теряется и не исчезает. Структурные системы энергетических частиц, представляющие моменты человеческой истории, могут быть восстановлены по желанию душ, которые находятся вне абсолютного физического времени. Тем не менее, есть души, которые все же хотят совершить планетарное путешествие, несмотря на негативные моменты. Мой следующий субъект – одна из таких душ, которые нравятся блуждать вокруг своих старых пристанищ на Земле. Я выбрал этот случай из множества других по личным соображениям. Здесь описывается место, где я рос. Субъект 49 и я принимали участие в одной и той же деятельности, которая даже совпадала по времени на протяжении последних нескольких лет его жизни, закончившейся в 1948 году. Когда я рассматриваю этот случай, я задумываюсь над тем, не буду ли я совершать подобные же прогулки в 21 веке. Случай 49. Доктор Ньютон. Как вам больше всего нравится отдыхать между жизнями? Субъект 49. Мне нравится приходить на Землю. Доктор Ньютон. Какие места вы обычно посещаете? Субъект 49. Я любил пляжи Южной Калифорнии в моей прошлой жизни. Поэтому я возвращаюсь посидеть на песке под солнцем, побродить по пляжу среди морских чаек и понаблюдать за прибоем. Моя страсть – это волны, ощущение их движения и разлетающейся пены. Доктор Ньютон. Как вам удается без физического тела полностью ощутить все это на пляже? Субъект. Просто я беру с собой достаточно энергии, чтобы почувствовать это, но ее не столько много, чтобы быть видимым. Доктор Ньютон. Мне рассказывали, что отправляясь в увеселительные прогулки, душа нередко может взять с собой 100% своей энергии. Как вы поступаете? Субъект. Мы не используем это в путешествиях на Землю, потому что иначе можно испугать людей. Я беру с собой не более 5%, обычно немного меньше. Доктор Ньютон. Вы можете кататься на волнах. Субъект. Смеясь, несомненно. Для чего, по-вашему, я прихожу? Я также парю вместе с птицами и играю с дельфинами. Доктор Ньютон. Если бы вы, как дух, сидели бы на пляже, наслаждаясь солнцем, я проходил бы мимо вас, чтобы я увидел? Субъект. Ничего. Я прозрачен. Доктор Ньютон. Означает ли это, что если я прогуливаюсь по пляжу, я моту просто пройти сквозь вас, не почувствовав вашего присутствия? Субъект. Ну? Отдельные люди могут кое-что почувствовать, но они, возможно, не обратят на это внимание, решив, что это лишь игра их воображения. Доктор Ньютон. Можете ли вы отправиться в другие физические миры и почувствовать то, что вы сейчас описали? Субъект. Да, но я люблю это место, и я жил здесь более чем в одной жизни. Поэтому я сюда возвращаюсь. Для меня море – это часть моей души. Я могу отправиться и в другие водные миры или создать все это в мире душ. Но для меня это будет совсем то. Доктор Ньютон. Какие еще у вас есть любимые места для игр, связанные вашими прошлыми жизнями на Земле? Субъект. Районы Средиземноморья и Эгейского моря. Воссоздание земных поселений. Апачи верит, что мудрость обитает на местах. Поскольку в мире душ можно создавать любую реальность, некоторые души стремятся проводить свое свободное время в домах, где они жили на Земле. Часто эти души предпочитают приостанавливать во времени последовательность событий в том месте, где они жили в прошлой жизни, и не желают видеть изменения, произошедшие с их старыми соседями. Души, желающие отдохнуть, могут как бы заморозить моменты прошлого. Эти души хотят ментально воссоздать точную копию знакомой обстановки, места, где они жили, например. Окружавшую их сельскую местность, парки и улицы, и любые строения, которые напоминают им о родном месте обитания в прошлом. Им лишь надо извлечь из памяти эти места и использовать направленные лучи энергии, с помощью которых проявляются желаемые образы. Чтобы полностью реализовать объекты из чистой энергии, может понадобиться помощь других душ. Уже сформированные, они распадаются лишь когда душа теряет к ним интерес. Кроме того, душа может воссоздать тело, которое она имела в этом месте, а также своих любимцев, о чем я подробнее расскажу в разделе о животных. Я должен отметить, что многие из этих душ, которым нравится такой отдых, обладают чувством юмора и любят позабавиться. Они могут попросить своих друзей из прошлой жизни прийти и пообщаться с ними в этой воссозданной обстановке, представляющей для них такой же интерес. Это, как правило, касается близких родственных душ, о чем свидетельствует приведенный ниже отрывок. Моя жена Эрика и я любим маленький домик, который мы построили в Баварских Альпах. После смерти мы снова захотели побывать в нем и поэтому построили его с помощью нашего учителя по работе с энергиями. Он полагал, что это хорошая практика для нас. Модель была в моем уме, и он как следует рассмотрел ее, прежде чем мы начали манипулировать энергией. Внешнее оформление нам помогли закончить наши друзья Ханс и Элфи, которые жили неподалеку в Германии и сейчас находятся с нами. Внутренний интерьер мы воссоздали без чьей-либо помощи. Я сформировал свою старую библиотеку, а моя жена восстановила обстановку кухни, как это и было раньше. Так замечательно снова оказаться с ней здесь, в этом месте. Людям любопытно, могут ли души иметь близкие физические отношения в своих воссозданных физических телах. Если считать, что здоровый секс рождается в уме, то у чистой энергии души есть в этом отношении все преимущества, не ограниченные физическими барьерами. В мире душ невозможно никакое притворство. Из собранной мной информации я могу заключить, что в силу того душа не находится в плотном физическом теле, имеющем нервную систему, утрачивается полнота тактильных ощущений. Во всяком случае отсутствие полноценной тактильной чувствительности превышает результативность компенсирующей эротической силы двух умов, которые способны слиться вместе. Любовь – это желание полного соединения с объектом любви. Души обладают способностью между жизнями выражать любовь даже более сильно и глубоко, чем на земле. И тем не менее некоторые души все же стремятся восстановить сцены своей прошлой жизни, где их любовь достигала пика. Воссоздание этих сцен имеет значение для партнеров. В конце концов, самым большим стимулом для многих душ воплощаться в физическом мире является возможность испытать удовольствие физического проявления в биологической форме. Души животных. Я помню, как во время лекции в деловом квартале Нью-Йорка одна женщина из первого ряда бросила мне вызов, задав вопрос. Верите ли вы, что у кошек есть душа? Я спросил ее, у вас есть кот. Не успела эта женщина ответить, как ее друг, сидящий рядом, улыбнулся и поднял вверх четыре пальца. Из всех существующих в мире любителей животных, интересующихся этим вопросом, мне с особенным вниманием приходится относиться к владельцам котов. Тогда в Манхеттене я сказал женщине, что поскольку я никогда не гипнотизировал котов, я лично не могу засвидетельствовать, что у котов есть душа. Это ее не обрадовало, но затем я добавил, что некоторые мои пациенты заявляли, что они действительно видели животных в мире душ в промежутке между их жизнями. В мировых религиях издавна ведутся споры относительно того, имеют ли животные душу. Восточные религии, такие как иудаизм, считают, что душа животного равна человеческой душе. В иудаизме рассматриваются различные уровни душ, низшие из которых воплощаются в животных, а высшие в человеческие существа. Мусульмане считают, что животные имеют душу, но она не бессмертна, потому что животные не могут сознательно выбрать между раем и адом. Христианские религии наделяют вечной душой только праведные человеческие существа. Хозяева животных, взаимодействуя с ними, проецируют значительную часть своей собственной духовной энергии до эти существа. И этот обмен происходит различными способами, в зависимости от типа животного и его характера. Свидетельствуют те или иные его черты и наличие души. Мы знаем, что животные думают, но мы не знаем, до какой степени простирается такое мышление. Собаки защищают, коты изобретательны, дельфины обладают сложными речевыми моделями. Является ли критерием наличия души рациональное мышление или его отсутствие? Любой человек, у которого имеются любимые питомцы, скажет вам, что животные обладают индивидуальным характером, чувствами и даже ощущением потребностей своих хозяев. Мы знаем, что животные могут утешить нас в периоды тяжелой утраты или физических заболеваний. Они способны поднять наше настроение и ускорить выздоровление, бескорыстно одаривая нас своей любовью и преданностью. Тем людям, которые думают, что животные – это просто чувствующие существа, имеющие инстинктивные ощущения, я бы сказал. Что если животные имеют мыслительные образы, они имеют индивидуализированную энергию определенного уровня. Мои субъекты сообщают, что каждое животное обладает разумной энергией той или иной категории, и человеческие души не перемещаются вверх или вниз из одной формы в другую. Эти частицы энергии животных варьируются от сложных жизненных форм, как в случае с шимпанзе, до простейших структур. Несмотря на то, что мои субъекты отрицают трансмиграцию этих душ, возможно. Вся органическая и неорганическая материя проецирует вибрационную энергию на Землю и, вероятно, имеет важное отношение друг к другу. Пациенты, которые имели связь с различными животными в мире душ, рассказывали мне, что все они действительно имеют определенного типа энергию души. Они не похожи на человеческие души и также отличаются друг от друга. После смерти энергии этих животных, как рассказывают мои субъекты, существуют в своих отдельных сферах, отличных от сфер человеческих душ. Для человека, находящегося в состоянии транса, сферы – это пространства, которые имеют свою особую структуру и функции. У меня накопилось немало сообщений о душах животных в мире душ. Мой следующий субъект по имени Кимой дает хороший пример, подтверждающий наличие души у животных. Случай 50. Доктор Ньютон. Кимой, как вам нравится отдыхать? Субъект. Я довольно тихая и необщительная душа, и мне нравятся две вещи. Когда я вне своей группы, я вожусь в саду и играю с животными. Доктор Ньютон. Вы действительно что-то выращиваете в мире душ? Субъект. Создание живых форм из энергии – это одно из наших важных упражнений здесь. Доктор Ньютон. Расскажите мне о том, как вы играете с животными. Субъект. У меня есть собака и кошка, а также лошадь. Это питомцы из моей прошлой жизни. Доктор Ньютон. Они просто появляются, когда вам захочется. Субъект. Нет, я должна позвать их, так как они обычно не живут в наших сферах здесь. Души, присматривающие за животными, приводят их ко мне. Мы называем эти души ловцами. Доктор Ньютон. Это означает, что ловец должен найти именно вашего питомца, а не того, кто просто создан из энергии, подобно растениям, которые вы создаете в своем саду. Субъект. Совершенно верно. Доктор Ньютон. Имеют ли животные душу Кимой? Субъект. Да, конечно, есть всевозможные разновидности. Доктор Ньютон. Чем разница между душами человека и животного? Субъект. Души живых существ обладают разными. Качествами. Души животных имеют более мелкие частички энергии. Меньший объем, и они не столь сложны и многоаспектны, как человеческие души. Доктор Ньютон. О каких еще различиях между душами людей и животных вы знаете? Субъект. Главное отличие, помимо размера и объема, в том, что души животных не побуждаемы своим эго. Они не обременены проблемами личности, как мы. Они также принимают окружающую их среду и сливаются с ней. Они пытаются контролировать ее подобно человеческим существам. Останавливается, затем продолжает. Нам есть чему поучиться у них. Доктор Ньютон. Вы сказали, что души животных имеют свое место обитания в мире душ. Как в таком случае вы можете общаться с ними, даже при помощи душ, присматривающих за ними? Субъект. Удивляясь моему вопросу, у них имеется сенсорная энергия на Земле, как и у нас. Мы сосуществуем физически. Так почему же мы не можем сообщаться ментально? Доктор Ньютон. Да, Кимой. Но вы сказали, что у них иная структура качеств, отличная от нашей разумной энергии. Субъект. Как и у моих растений, но я могу общаться с ними, если захочу. Доктор Ньютон. Вы упомянули, что играете со своей собакой. Может энергия растения стать энергией собаки? Субъект. Нет, потому что каждая форма жизни действительно относится к своей категории энергии, и эта энергия не переходит в другую физическую форму на одной и той же планете. Доктор Ньютон. Означает ли это, что кошка не может трансмигрировать в более высокие формы жизни, а человеческое существо не перейдет в будущем в более низкую форму жизни, скажем, в тело кошки? Субъект. Да, это так. Энергия создается и предназначается для определенных физических и ментальных форм. Доктор Ньютон. Как вы думаете, почему это так? Субъект. Смеется в ответ, я не знаю о высшем замысле, за исключением того, что смешение разных типов душ нецелесообразно. Доктор Ньютон. Скажите мне, Кимой, видите ли вы души ваших любимцев, объединенных в группы, подобные вашей собственной группе душ? Субъект. Как я уже говорила, я не бываю в их местах. Им нет надобности звать нас к себе. Я ничего не могу рассказать вам об этих зонах, за исключением того, что, по словам душ, ухаживающих за ними, они разбиты на большие группы по сферам их обитания в физическом мире. Наземные, водные и наживущие в воздухе. Доктор Ньютон. Связан ли кто-то из них между собой в мире душ? Субъект. Насколько мы можем понять киты, дельфины и тюлени вместе, также вороны и ястребы. Лошади и зебры и так далее у животных свои собственные контакты с сообществом душ, объединенных общностью вида, что нам не дано понимать, по крайней мере мне. Доктор Ньютон. Ну, субъект. Прерывает, я полагаю, что если бы нам нужно было знать, то нам рассказали бы. Доктор Ньютон. Хорошо, теперь давайте вернемся к тому, что вы играете со своими питомцами во время отдыха. Можете ли вы общаться с дикими животными, такими как волк? Субъект. Только если волк был одомашнен. Доктор Ньютон. Не могли бы вы объяснить это Кимой? Субъект. Нахмурилась, сосредоточенно думая, общение с животными должно быть продуктивным для нас в определенной обстановке, чтобы мы имели побуждение работать с теми или иными формами жизни. Моя собака на земле может быть в моем распоряжении в мире душ, там, где я воссоздаю мой дом и сад, потому что для нее естественно быть здесь. Наша взаимная любовь и уважение друг к другу на земле возобновляются здесь, потому что это хорошо. В этом есть что-то прекрасное для нас обеих. Видно, поэтому все это разрешено. Доктор Ньютон. Можете ли вы отличить душу одомашненного животного с земли от души дикого животного? Субъект. Я думаю, что да. Как я говорила, душ животных гораздо менее сложные, чем человеческие души. А домашние животные способны проявлять любовь и привязанность к людям, которая нужна нам. У душ диких животных этот аспект совсем не развит, и они вообще не очень понимают нас. Большинство из них нельзя и не нужно ограничивать просто из-за того, что мы обитаем в одной и той же среде. Доктор Ньютон. Вы думаете, что у диких животных больше потребности в свободе? Субъект. Может быть, но души всех живых существ, особенно мы, испытывают потребность в свободе выражения. Что касается душ домашних животных, они более склонны отказаться от некоторой свободы, чтобы обмениваться с людьми проявлениями любви, привязанности и защиты. Существует какая-то соразмерность в том, чтобы иметь своих питомцев? Доктор Ньютон. Кима, вы представляете это так, как если бы домашние животные существовали на земле, чтобы служить людям? Субъект. Это взаимоблагоприятные отношения, как я уже говорила. Те из нас, кто любит животных на земле, верят, что мы можем общаться с нашими любимцами на тонком плане. Когда мы, возвращаясь в мир душ, снова встречаем наших питомцев, и каждый из нас в чистом состоянии души, это становится для нас еще более очевидным фактом. Доктор Ньютон. Есть ли еще в мире душ кто-нибудь, кто также относится к душам животных? Субъект. Немногие разделяют мою любовь к животным. У меня есть друзья, которые не желают взаимодействовать с энергией животных, даже если они были связаны с ними на земле. Они заняты другой деятельностью во время отдыха. Останавливается и затем добавляет. И здесь они кое-что теряют. Души, ухаживающие за животными в мире душ, похоже являются специалистами в своем деле. Это не очень популярная специальность среди моих пациентов, но их работу очень высоко ценят любители животных. Эти души не считаются смотрителями за животными. Однажды я спросил субъекта знакомого с такого рода навыками и приемами о моей собаке по кличке Сократ, которую обожала на протяжении 15 лет вся наша семья. Мой вопрос заключался в том, что если ум моей души может создать дом и физическое тело для себя между жизнями, то не могу ли я воссоздать и мою собаку? И вот что мне ответили. Вы можете сделать это, если вы достигли мастерства в сотворении энергии. Но даже если вы обладаете этой способностью, ваша собака не будет точно такой же, как настоящая, которую может сделать для вас специалист. Душа, ухаживающая за животными, способна найти искру энергии души, которая не умерла вместе с Сократом, и восстановить вашу собаку точно в таком виде, как вы ей знали на земле. Ваш любимец узнает вас и сможет играть с вами, когда вы захотите, а затем уйдет. Несомненно, связанные с землей специалисты, ухаживающие за животными, являются душами, которые искусны в розыске и восстановлении сущности определенных более низких форм жизни. Они мне представляются творящими душами, которые имеют желание и способность. Поддерживать эти формы жизни для нас в мире душ из-за своей собственной любви к этим существам нашей планеты. Наше общение с животными на земле может быть связано с кармическими аспектами нашей прошлой жизни, и это могло бы быть другой. Причиной существования душ, ухаживающих за животными в мире душ. У меня была пациентка, которая активно борется за соблюдение прав животных и посвящала все свои прошлые жизни облегчению страданий животных, начиная с жизни в Австрии в начале 16 века. В той жизни она была маленьким мальчиком, семья которого поставляла мясо коров и свиней на рынок, что сильно его травмировало. Сегодня эта пациентка называет всех животных мои дети. В течение жизни и между жизнями она проводит свое свободное время с ними. Она также смешивается с их энергией вместе называемым пространством трансформации, чтобы лучше воспринимать их сознание. Кимы, по сути дела, имела в виду то же самое, когда однажды сказала во время сеанса. «Я захожу в это помещение, которое имеет поле запрограммированной энергии животных, и это дает мне возможность почувствовать то, что они чувствуют. Это позволяет мне понимать животных на земле. Для обеих этих душ такая деятельность является как учебным процессом, так и отдыхом». Пространство трансформации. В течение долгого периода обучения души могут изучать и практиковать различные виды искусственной деятельности. Одним из пространств такого рода обучения, о котором я писал в путешествиях души, является сфера трансформации душ. Многие души, как молодые, так и старые, могут многому научиться, вступая в эту сферу между своими жизнями. Молодые души могут выбрать то, что их заинтересует, а старые души могут продолжить оттачивать уже имеющиеся у них навыки. Когда я описываю это пространство людям, я использую аналогию с голографической платформой в космическом корабле из известного телевизионного сериала о межзвездных перелетах. Однако, хотя в концепциях есть сходства, пространство трансформации представляет собой нечто гораздо большее, чем комната имитации в телефильме. В пространстве трансформации, допущенные сюда, души без ограничений могут проникнуть внутрь энергии животных. Здесь душа может стать любым известным им одушевленным или неодушевленным объектом. С целью постичь сущность всего живого и неживого на Земле, души могут смешаться с самыми различными субстанциями. Сюда входят огонь, газ и жидкости. Они также могут стать совершенно аморфными, чтобы смешаться с определенным чувством или эмоцией, что позволяет стать единым с тем или иным состоянием. Я описываю пространство трансформации в разделе, посвященном отдыху, потому что обычно души начинают использовать это пространство просто для того, чтобы получить удовольствие от смены форм энергии. Однако многие души, с которыми я работал, предпочитают заниматься этими упражнениями в реальных физических условиях других миров. Это будет рассмотрено в следующей главе. Как я упоминал, вся эта деятельность может выходить далеко за пределы простого отдыха для большинства душ. Следующий короткий случай является иллюстрацией того, как пространство трансформации укрепляет ум души в процессе ментальной закалки. Случай 51. Доктор Ньютон, почему вы пришли в пространство трансформации? Субъект. Бывают периоды, когда я покидаю мою группу и хочу проверить, что это пространство может предложить. Я вхожу в имеющиеся здесь энергетические экраны, чтобы вести свою энергию в слой сострадания. Меня втягивает в этот энергетический поток. Это часть моей души. Доктор Ньютон, пожалуйста объясните, что это за поток энергии. Субъект. Это особые пояса очищенной энергии. Я смешиваюсь с поясом сострадания. Доктор Ньютон, кто создает для вас этот особенный пояс в этом пространстве? Субъект. Я не знаю. Я вступаю сюда и ментально концентрируюсь на том, что я хочу и получаю. С практикой эта энергия обретает больше силы, и я получаю больше блага. Доктор Ньютон. Я не пойму, зачем приходить в это место, чтобы испытать сострадание, если вы можете получить это, отправляясь на землю. Субъект. Да, но вы должны понять, что когда я отправляюсь на землю и посвящаю свою энергию исцелению других. Моя энергия к концу жизни в значительной степени утрачивает свою целостность. Это происходит от того, что как полноценный целитель, я не имею большого опыта. Доктор Ньютон. Но если вы находитесь здесь для такого рода восстановления сил, то опишите мне более точно, что вы делаете в пространстве трансформации. Субъект. Глубоко вздыхает. Я могу определить боль, но для того, чтобы рассеять ее в человеческом теле, я принимаю ее на себя. Это в конечном итоге лишает меня сил. Я оказываюсь больше губкой, нежели зеркалом света. Здесь я могу практиковаться в своем мастерстве. Доктор Ньютон. С помощью каких действий? Субъект. Я учусь управлять своей энергией, вместо того, чтобы вбирать в себя боль. Пояс энергии сострадания подобен бассейну, в котором я могу плавать, становясь частью эмоций. И это переживание настолько субъективно, что я не могу описать его вам. Это помогает мне вырабатывать спокойствие и хладнокровие посреди моря невзгод. Это изумительно. Это нечто живое. Выслушивая рассказы о пространстве трансформации, я прихожу к заключению, что души получают здесь эйфорический опыт. Являются ли эти психические бассейны концентрированной энергией, временно трансформирующей души, настоящими или симулированными, это с моей точки зрения спорный вопрос. Потому что мои пациенты, воспринимая мир душ как конечную реальность, это пространство называют реальностью измененной. Конечная реальность мира душ – единственный постоянный критерий, который помогает мне различать эти понятия. Рабочие модели реальности, которые временные в конце концов прекратят свое существование, являются иллюзорными. Вечный мир души, анализирующий и оценивающий этот процесс, представляется для моих субъектов постоянным состоянием сознания. Пространство трансформации создано для духовного развития. Танцы, музыка и игры. В мире еще есть люди, живущие в отдаленных уголках земли, которые устраивают духовные танцы и пения, что составляет важную часть их культурной жизни. Много лет назад мне как-то ночью в составе небольшой группы западных исследователей посчастливилось наблюдать и участвовать в пении и танцах в племени Лаху. Это народность, живущая в горах Бирмы вдоль границы с Таиландом. Мы были здесь первыми представителями Запада, которых допустили в это особо изолированное племя. Переход был трудным, через джунгли и горные цепи. И опыт был мистическим. Когда мои субъекты описывают то, как они выражают свое внутреннее существо в мире душ через танцевальные движения под музыку, я вспоминаю народ Лаху. Лаху анимисты верящие в то, что все природные явления имеют душу и проявляют личную духовную силу. В древние времена задолго до появления главных религий многие общества имели такую веру. Мои пациенты объясняют, что когда группы душ вовлекаются в такого рода отдых, в нем присутствуют элементы обрядности и восхваления священного источника. Так же, как в древних и современных культурах на земле, в мире душ души рассматривают эту форму выражения как средство усиления энергии. Эти движения вызывают у души воспоминания о ее пребывании на земле, в других мирах и о самом мире душ. Танцы и пение в унисон приносят чувство единства. Когда мои субъекты описывают свои впечатления от такой формы отдыха душ, это похоже на то, как если бы они погружались в воспоминания о духовном блаженстве. Они говорят о том, как звуки и ритмы арф, лир и колокольчиков выражают природу их души. Рассказы некоторых пациентов о барабанах, флейтах и танцах вокруг костра напоминают мне о моем посещении племени Лаху. Вот что рассказал один их них. Мы вовлекаемся в круговой танец, двигаясь изящно и гармонично вокруг огня в сопровождении веселых мелодий. Наши энергии вращаются по кругу, меняя ритм, и это подобно перемене настроений. Для нас это особое проявление глубины взаимоотношений друг с другом, которая порождена тысячами совместных жизней. Мы приходим поучаствовать в танце и пении в знак подтверждения наших связей и прочувствовать нашу коллективную мудрость. Другой субъект сообщил следующее о танцевальных движениях в мире душ. Сначала танец совершается на большой скорости, и затем он превращается в нечто иное. Мы начинаем двигаться по кругу, и затем темп ускоряться все больше и больше. Мы собираем всю эту силу, толкая ее впереди себя до тех пор, пока не начинаем напоминать один сплошной вихрь. Теперь танца как такового нет. Вместо него каскад вращающейся энергии, который представляет собой соединение наших душ. По мере того, как мы замедляем движение, можно наблюдать разделение нашей энергии. В конце этого танца мы уже ощущаем различия между нашими вибрационными энергетическими структурами. Некоторые души описывали подобные сцены как игру перекати поле. Это указывает на то, что существует лишь тонкая грань между духовными танцами и играми, каждая из которых интерпретируется индивидуально. Вот еще один пример. Когда мы танцуем, мы меняем обычную вытянутую грушевидную форму нашей энергии на форму, изогнутую в виде серпа, напоминающую молодую Луну. Мы движемся друг к другу из двух или четырех направлений, в зависимости от количества участников. Меняя наши формы из вогнутой выгнутую туда и назад, чтобы соответствовать душе, оказавшейся напротив нас, мы можем смешиваться и разъединяться с большой скоростью. Мы растягиваем и сплетаем наши энергии, раскачиваясь вперед и назад, как в парном танце. Танец души может также принять форму акробатики, о чем свидетельствует следующий рассказа. Моя группа особенно любит акробатику. Мы не совершаем гимнастических движений в человеческой форме, как некоторые. Мы сохраняем нашу овальную или удлиненную форму чистой энергии. Мы устанавливаем энергетическое поле, напоминающее батут, используемый в акробатике. Эти движения имеют элементы танца, что слишком трудно описать, но все это проделывается весело и радостно. Такие движения во время отдыха сближают нас. Я заметил, что эта деятельность может сопровождаться шуточными пародиями. Души, вовлеченные в такого рода развлечения, любят подшучивать друг над другом. Однако я не очень много слышал о душах, участвующих в целых спектаклях в качестве только отдыха. И это потому, что более серьезный аспект ролевых игр, хоть и не лишенный юмора, так часто используется во время просмотра прошлых жизней. Этого театра и так хватает для большинства душ. Другие виды отдыха, такие как искусство и создание музыкальных или художественных произведений, осуществляются спокойно и в индивидуальном порядке. Музыкой и скульптурой можно заниматься как в одиночку, так и коллективно. Использование энергии для формирования структурных объектов на самом деле не считается отдыхом. Это является составной частью целенаправленного обучения в классах, хотя, как мы видели, такая деятельность может иметь место и во время досуга. Музыка относится к особой категории, почти универсальной, к которой привлекаются все души. В отличие от Земли, где многие из нас не способны обучиться игре на музыкальных инструментах или пению, в мире душ мы, как души, можем заниматься этим без всяких усилий. Мои субъекты часто слышат здесь даже в пространствах не связанных с отдыхом мелодичные звуки. Во время отдыха души могут просто слушать музыку или вплетать ее в тонкую структуру драм-танцев и даже игр. В ходе моих исследований я убедился, что музыка больше всех остальных факторов оживляет. Душу звуками, которые нам даже неведомы до Земли. Кажется, в мире душ звуки, используемые для музыкальных сочинений, бесконечно разнообразны. Люди, находящиеся в состоянии глубокого гипноза, объясняют, что музыкальная мысль – это язык душ. Сочинение и передача гармоничных звуков, видимо, имеет отношение к формированию и выражению духовного языка. Гармония духовного звучания, как мне рассказывали, помимо музыкального общения, является строительным материалом энергии творения и объединения душ. Многие души наслаждаются пением в мире душ, но за все годы моих исследований мне с трудом удалось обнаружить душу, которая является музыкальным дирижером. Следующий субъект в многочисленных своих прошлых жизнях всегда был связан с музыкой в той или иной форме. В своей прошлой жизни он был итальянским оперным певцом в 30-х годах 20-го столетия. Случай 52. Доктор Ньютон. Как вы предпочитаете отдыхать в мире душ? Субъект. Создавать музыку. Доктор Ньютон. При помощи музыкальных инструментов. Субъект. Но это всегда имеется. Вы можете взять любой инструмент из воздуха и играть на нем. Но меня ничто так не удовлетворяет, как создание хора. Голос это самый прекрасный музыкальный инструмент. Доктор Ньютон. Послушайте, но у вас больше не имеется голосовых связок оперной звезды, так как живы. Субъект. Смеется надо мной, вы давно не были духом. Для этого не нужно человеческое тело. В действительности звуки, которые мы здесь создаем, легче имеют гораздо больший диапазон, чем на Земле. Доктор Ньютон. Здесь все могут брать высокие и низкие ноты. Субъект. С энтузиазмом, конечно, могут. Мы все можем иметь сопрано и баритон одновременно. Мои люди могут брать высокие и низкие ноты, и каждый всегда на высоте. Им просто нужен дирижер. Доктор Ньютон. Не могли бы вы описать то, что вы делаете? Субъект. Спокойно, без хвостоства, я музыкальный дирижер душ. Я руковожу пением, это моя страсть, мое искусство, и мне доставляет удовольствие отдавать это другим. Доктор Ньютон. Вы в этом отношении искуснее других душ, благодаря вашему музыкальному таланту в вашей прошлой жизни, где вы были оперным певцом. Субъект. Ну, я думаю, что одно связано с другим, но никто так не сосредоточен на музыке, как я. Некоторые души в музыкальных группах могут не обращать внимания на всю партитуру в целом. Улыбается, поскольку души обладают музыкальным даром, нужен дирижер, чтобы направлять всех этих виртуозов. В конце концов, это для них отдых. Они хотят повеселиться, а также сотворить прекрасную музыку. Доктор Ньютон. Итак, вы больше наслаждаетесь, работая с хорами, а не с оркестром. Субъект. Да, но мы комбинируем это, чтобы соединить голоса в стройный хор. Когда души прикасаются к инструментам и начинают звучать голоса, получается прекрасное пение. Это не просто отдельно звучащие ноты. Гармоничное смешение музыкальной энергии создает неописуемые звуки, которые разносятся по всему миру душ. Доктор Ньютон. В таком случае это совершенно отличается от работы с хором на земле. Субъект. Есть сходство, но здесь у вас столько талантов, потому что каждая душа обладает великолепными музыкальными способностями. Здесь присутствует высокая мотивация. Души любят эту форму отдыха, особенно если на земле они хотели петь, но у них не получалось ничего хорошего. Доктор Ньютон. Вы берете души из разных групп, чтобы иметь такой небесный хор? Субъект. Да, но многим группам нравится соревноваться в пении, в том, кто проявит больше всего новаторства. Доктор Ньютон. Если бы вам удалось заглянуть в души и распознать их более глубокие мотивы, то как бы вы объяснили, почему музыка так важна для них в мире душ? Субъект. Она переносит вас на новые ментальные уровни, приводя в движение вашу энергию, позволяя вам приходить в согласие с большим количеством других душ. Доктор Ньютон. Насколько большим хором вы управляете? Субъект. Глубоко вздыхая, диапазон их голосов колеблется. Вибрации изливаются во многих направлениях. Каждый берет невероятно высокие и низкие ноты без предупреждения, в то время как я борюсь с их ключами. И это полнейший восторг. Я завершу этот раздел об отдыхе и развлечениях душ перечислением наиболее популярных игр, в которые души играют в мире душ. Одна из причин, по которой я решил показать более непринужденную и веселую барану коллективной жизни души, заключается в том, чтобы проиллюстрировать различия между учебой и отдыхом в группах. Я уже рассматривал обособленность и замкнутость некоторых групп. Я не хочу, чтобы читатели решили, что это отражает ментальность типа чужой свой, которую мы часть встречаем в культурных группах на Земле. В мире душ отсутствует зависть, недоверие или предубеждение между группами душ. То, что молодые души центрируются вокруг своих собственных учебных групп, не означает, что эти души воспринимают себя совершенно отличными от других групп. Неприязненное отношение к другим непохожим на нас напрочь отсутствует в мире душ. Информация, которой я располагаю относительно того, как души из разных групп играют вместе, это один из способов, с помощью которого я могу продемонстрировать характер поведения души. Но все же на своих лекциях мне приходится проявлять осторожность, подробно описывая духовные игры. Есть люди, которые считают, что тема жизни после жизни слишком серьезна для таких легкомысленных забав. Некоторые даже заявляют, что мои рассказы об отдыхе умоляют все остальное, что я рассказываю о жизни души. Несмотря на эти критические замечания, я считаю более важным сообщить людям о том, что жизнь после жизни не настолько ужасающе серьезна и что там есть место веселью. Духовные игры, которых я узнал, никогда не навязываются душам их наставниками и не направляются капитанами команд. В действительности правила свободно интерпретируются. В этих играх имеются элементы шутливого состязания, но без эмоциональной агрессии, которую можно увидеть в спортивных соревнованиях на земле. Духовные игры проводятся не с целью победить соперника. Игры проходят энергично и в то же время легко. Наши гиды поощряют участие в играх как возможность поупражняться в перемещении энергии, развитии сноровки и в коллективной передаче мыслей. С другой стороны, у меня были субъекты, чьи группы не участвуют в играх в мире душ. Подобная обособленность групп всегда уважается. Это особенно верно в отношении более продвинутых душ, которые настолько поглощены другими формами работы с энергией, что коллективные игры могли бы отвлечь их от выполнения задач. Можно наблюдать интересную последовательность в описаниях игр, которые дают субъекты в состоянии гипноза. Как мы уносим с собой в мир душ-память об играх на земле, также по моему убеждению мы можем перенести определенные игры. Существующие в мире душ на землю, извлекая информацию, лежащую в подсознании, и использую ее уже для физического тела. Читатель может убедиться в наиболее вероятном источнике происхождения игр из приведенных ниже фрагментов бесед. Я начну свой список некоторых популярных игр с того, что представляется формой игры в салке. Мы гоняемся друг за другом, на большой скорости устремляя поток своей энергии по прямым линиям и затем на той же скорости делая резкий поворот. Более подвижные духи способны вернуться назад по собственным следам, остановиться и снова быстро начать гонку, успешно уклоняясь от преследователя. Простые варианты игры в салке и других игр могут сопровождаться музыкой и танцами. В таких случаях, особенно если играют молодые, души гоняются друг за другом в местах, которые они называют личными игровыми участками. Я люблю луга с деревьями, на которые можно забираться, и с высокой травой, по которой можно кататься, гоняясь друг за другом и играя в чехарду. Мы можем также схитрить и принять форму каких-нибудь объектов, чтобы было интереснее. Есть еще игра, о которой я немного слышал, и она напоминает мне игру «Быстрый мяч». Большое количество душ выстраиваются друг напротив друга и метают стрелы энергии. Кто-то узнает элементы волейбола в описаниях этой игры, называемой «удары молний», которая требует лов кости и умения быстро менять свое положение. В нашей игре «Удары молний» мы выстраиваемся в два длинных ряда друг напротив друга. Мы создаем шары энергии и бросаем их выше некой воображаемой линии или запускаем их низко по прямым траекториям в сторону расположенных напротив игроков. Мы должны оставаться на определенном участке, не снижая скорости наших движений. Поначалу легко уклониться и в то же время посылать свои собственные молнии. Затем темп ускоряется и кажется, что на нашем поле игры хлещет ливень или идет сильный град. Когда вокруг летают наши молнии, от них можно уклониться или их можно поймать и бросить назад. Нельзя, чтобы молния попала в игрока. Если же это произошло, он не выбывает из игры, просто старается быть более проворным. Мы чувствуем, как сложности каждой души переносятся в молниях, которые попадают в нас. Другая высокоскоростная игра чем-то сродни красным вездеходам или, возможно, буферным машинам, в которой души выстраиваются друг против друга в форме квадрата. Здесь они не отправляют одного игрока пробиваться через цепь рук, как это делается в красных вездеходах. Все души сразу бросаются друг на друга одновременно. Один субъект сказал, это игра столкновений, где мы отскакиваем друг от друга по цепной реакции вихревой энергии. Объекты кажутся средоточием большого количества концентрированной энергии. Другой пациент, который играет в эту игру, представил это следующим образом. Потоки энергии складываются таким образом, что каждый игрок получает интенсифицированный заряд сознания от всех других душ. Это в высшей степени бодрящая игра. Усиливается вся наша объединенная энергия. В конечном итоге, когда заряд энергии ослабевает, мы успокаиваемся и начинаем какой-нибудь фольклорный танец. Существует много тонких игр, которые очень трудно описать. Одна из них, о которой я, однако, слышал от ряда субъектов, называется «жемчужный мяч». Это что-то вроде игры в шарике в сочетании с символизмом драгоценных камней, о которых я рассказывал в главе шесть. Из случаев пятьдесят три можно увидеть, как проявление окрашенной энергии объектов, являющейся отражением их личной природы, не ограничивается лишь нашим посещением совета старейших. Случай пятьдесят три. Доктор Ньютон. Всем ли группам интересно играть в игры? Субъект? Вовсе нет. Моя группа любит веселье, и нам не нравится чересчур долго засиживаться в учебных классах. Кто-то находит нас немного дикими и недисциплинированными. В нашей группе имеется четыре души, которые играют не очень охотно, поэтому мы набираем души из других групп, чтобы сформировать нашу команду. Доктор Ньютон. Верно ли, что души могут принести в мир душ все игры, в которые они любили играть на Земле? Субъект. Колеблись. Видите ли, да. Но вы не увидите здесь все игры? Доктор Ньютон. Почему? Какие, например, игры вы не видите здесь? Субъект. Я не встречаю здесь игры в гольф, потому что она слишком эгоцентрирована, и в ней вы играете главным образом против себя. Теннис немного лучше, но я его не вижу, потому что она рассчитана на двух игроков, а это ограничивает. Доктор Ньютон. Означает ли это, что американский футбол популярен в мире душ? Субъект. Не совсем. Мы не играем в игры, в которых фигурируют лидеры типа защитника или капитана команды. Американский футбол слишком неуравновешенная игра с многочисленными комбинациями. Обычный футбол лучше. Это трудно объяснить. Нам нравятся групповые игры с большим количеством душ, где каждый находится в равной позиции и участвует в игре так же, как и все остальные. Я имею в виду движение. Доктор Ньютон. Я люблю плавание, но и его, наверное, я не увижу там. Субъект. Смеясь, ошибаетесь. Если вы не захотели отправляться на землю, чтобы насладиться этим. Вы, как дух, можете создать здесь видимость воды или площадки для гольфа. Все, что вам нужно, чтобы вернуть назад приятные воспоминания. Но участие вместе с вами в спортивных играх других душ – это уже больше вопрос коллективного интереса. Доктор Ньютон. Итак, вы различаете индивидуальный и коллективный отдых. Субъект. Да. Доктор Ньютон. Хорошо, тогда расскажите мне об игре, которая не похожа на спортивные игры, о которых мы уже говорили, и которая может быть не столь трудоемка и беззаботна, хотя относится все-таки к развлечению. Субъект. Задумчиво, ну. Это легко, это игра в жемчужный мяч. Большое количество душ садится в большой круг. Затем каждый из нас создает энергетический шар, размером с теннисный мяч, который выглядит подобно кристаллическому камню. Доктор Ньютон. Имеют ли эти шары какое-то особое значение? Субъект. Конечно, цвета энергии отражают личность души. Доктор Ньютон. Хорошо, что происходит дальше в этой игре. Субъект. Каждый держит свой мяч, и когда кто-то говорит. Вперед. Мы все мягко толкаем наши мячи в центр круга. Доктор Ньютон. Ударяются ли они друг от друга, как в игре с шариками? Субъект. Я думаю. В известной степени. Жемчужные мячи отскакивают друг от друга, излучая и разбрызгивая во все стороны разноцветные брызги. Но они не останавливаются. Мы продолжаем их перемещать. Доктор Ньютон. Я не уверен, что понял. Субъект перебивает и продолжает. Субъект. В конце концов, один из них приходит к вам. Во время каждого захода мой мяч получает соответствующий игрок, если у нас существует магнетическое притяжение. Доктор Ньютон. А что, если вы не получаете мяч от другого игрока? Субъект. Это происходит довольно часто. Мы проигрываем раунды с большим количеством групп, состоящих с различными игроками, в конечном итоге мяч возвращается ко мне. Доктор Ньютон. Должны ли получить мяч друг от друга каких-то два определенных игрока? Субъект. Нет. Игра в жемчужный мяч – это непрограммируемая игра. Может произойти что угодно. Доктор Ньютон. Что еще означает получение мяча от кого-то? Субъект. Это говорит вам, что вы можете быть так или иначе связаны с отправителем мяча. Жемчужный мяч – это сокровенная игра, полное ожидание и доверие друг к другу, потому что вы никогда не знаете, куда направится ваш мяч или что вы получите назад. Доктор Ньютон. После того, как вы получаете мяч, что вы делаете? Субъект смеется, вы ловите мяч, который летит к вам своими ладонями. Игра в жемчужный мяч дает вам возможность узнать о личных аспектах души, которая может иметь к вам особое отношение. Я часто принимал решения относительно общения с определенными людьми в будущих жизнях, основываясь на этой игре. В начале моих исследований я не имел представления о разнообразии духовных игр. Каждый из них имеет свои отличительные особенности, которые доставляют удовольствие. Когда я стал более информированным относительно духовных развлечений, мои субъекты стали чувствовать себя более расположенными снабжать меня подробностями об их любимых играх. Я узнал, что определенные игры соответствуют особенностям характера душ, которые играют в них. В конечном итоге я понял, что некоторые игры могут перерасти в учебные упражнения и что души из многих групп тяготеют к таким занятиям. В этом отношении я обратил особое внимание на одну игру. Я обнаружил, что игра в прятке имеет важные последствия для душ путешествующих в будущее, о которых мы поговорим в следующей главе. Эта игра предлагает заинтересованным душам множество уровней мастерства в обучении пространственным системам координат. Я стал обращать внимание на эту особенную игру после того, как услышал о появлении наставников в момент, когда игра становится более сложной. Мои пациенты называют их смотрителями игр. Это специальные инструкторы, которые выявляют те души, которые проявляют наибольший талант в путешествиях в другие измерения. Вот фрагмент из рассказа «Высоко продвинутой души», которая желает специализироваться на путешествиях. Игра в прятки в мире душ начинается как упражнение со светом и темнотой. Играя с более молодыми душами, мы усиливаем нашу энергию, показывая ее на расстоянии, и затем скрываем ее, когда дети поворачивают в нашу сторону. Мы блокируем и затем открываем нашу телепатическую энергию почти одновременно, чтобы смешать визуальные и ментальные сигналы. Вначале мы создаем врата света внутри колонн, возведенных из энергии, которые используются в качестве затемненных панелей, которые можно выстраивать параллельно или в виде горизонтальных линий. Позднее мы формируем из них беспорядочные геометрические структуры. Большинство молодых душ проходят через тяжелый период обучения, пытаясь обнаружить нас. Когда мы проносимся через врата, но они забавляются, потому что на этой стадии они еще считают эти занятия игрой. Некоторые становятся настолько искусными, что мы больше не можем провести их. Со временем эти души, те, кто желает продолжить, становятся стажерами и готовы к тому, чтобы вступить на нашу игровую площадку межпространственных зон, которые разделены энергетическими барьерами и вибрационно-пульсовыми частотами. Это нелегко, потому что стажеры должны научиться адаптироваться к различным волновым конфигурациям, которые существуют внутри каждого пространства, и быстро перестроить свою энергию, чтобы пройти через него. На этом этапе отпадает много душ, которые не желают продолжать. Эта работа – то же самое, что находится в зале зеркал. Души, подобные мне, которые отказываются выбывать из игры, потому что им нравится эта работа, должны теперь овладеть ментальными пространствами без структуры или формы. Они существуют как вакуумы между физическими пространствами. Часть меня все же рассматривает это обучение как отдых. Оно так захватывающее, что я не могу дождаться возвращения домой, чтобы снова заняться этими упражнениями с моими друзьями. Четыре основных типа душ. Прежде чем перейти к рассмотрению более продвинутых душ в следующей главе, я хочу перечислить главные типы душ из тех, которых я обнаружил в сообществах мира душ. Должно быть их гораздо больше, чем эти четыре категории душ. 1. Души, которые либо не способны, либо не желают функционировать индивидуально. Эти души обычно работают внутри коллективов и, похоже, никогда не покидают мир душ. Но даже в этом случае, как мне рассказывают, всем душам дается возможность поэкспериментировать как в физических, так и в ментальных вселенных. 2. Души, которые не желают воплощаться в физической форме. Кроме того, они могут не иметь необходимых для этого качеств световой энергии. Похоже, они работают только в ментальных мирах и с легкостью перемещаются между различными пространствами. Большая часть их талантов выходит за пределы понимания моих пациентов. 3. Души, которые воплощаются только в физических мирах. Я чувствую, что некоторые из них обладают способностью обучаться в ментальных сферах между жизнями, но не склонны делать это. Их не привлекают межпространственные путешествия даже во время отдыха. Довольно большое количество моих пациентов входит в эту категорию. 4. Души, имеющие способность и желание функционировать во всех типах физической и ментальной среды. Это не обязательно дает им больше знания, чем имеют другие типы душ. Однако широкий диапазон их практического опыта и способностей позволяет им использовать различные специальные возможности для выполнения особо ответственных задач. Глава 8. Продвинутые души. Окончание курса. В жизни души однажды наступает время, когда она готова покинуть свою первичную группу душ. Мой следующий субъект после нескольких тысяч лет воплощения на Земле достигло уровня 3. Ее очень взволновали воспоминания об этом недавно, давнем событии в мире душ. Символические описания завершающего этапа образовательного процесса покажутся читателю очень знакомыми. В ее нынешней жизни она обучает детей с ослабленными способностями. Случай 54. Доктор Ньютон. Вы выглядите очень счастливой в ожидании встречи со своим советом. Субъект. Да, я освободилась от последней своей телесной брони. Доктор Ньютон. Телесной брони. Субъект. Да, моей защитной брони, за которой я пряталась от возможной боли. У меня ушли столетия на то, чтобы научиться доверять людям, быть открытыми с теми, кто склонен причинять мне боль из-за их собственного гнева. Это было мое последнее главное препятствие. Доктор Ньютон. Почему для вас это было таким трудным делом? Субъект. Я больше отождествляла себя со своими эмоциями, чем со своей духовной силой. Это порождало у меня сомнение и неуверенность в моих отношениях с другими, кого я воспринимала сильнее и умнее себя, хотя это и не соответствовало действительности. Доктор Ньютон. Если это последнее препятствие было связано с самоотождествлением, как вы воспринимаете себя в настоящее время? Субъект. В конечном счете я использовала цветочный канат, чтобы подняться из бездны боли и обиды. Я больше не трачу попусту свою энергию. Пауза. Самоопределение не обходится без физических и ментальных испытаний. В течение последней тысячи лет я стала значительно лучше поддерживать проявление своей индивидуальности в каждой жизни. В неблагоприятных условиях и относится к себе как к человеческому существу, которое не может быть вытеснено другими. Мне больше не требуется телесная броня, чтобы достичь этого. Доктор Ньютон. Что члены вашего совета говорят вам о ваших позитивных действиях в связи с самоопределением? Субъект. Они удовлетворены, что я выдержала это трудное испытание, что я не позволила этим неблагоприятным условиям определять мое видение себя, ту, кто я есть на самом деле. Они очень довольны тем, что я достигла высшего уровня моих возможностей благодаря терпению и старанию. Доктор Ньютон. Почему, по-вашему, вам пришлось пройти через столь многое в ваших жизнях на Земле? Субъект. Как могла бы я учить других, если бы сама не прошла сквозь огонь испытаний, чтобы стать сильнее? Доктор Ньютон. Ну? Субъект прерывает меня из-за внезапно осенившей ее мысли, связанной с моим последним вопросом. Субъект. Ах. У них для меня сюрприз. О, как я счастлива. Примечание. В этот момент субъект расплакался от счастья в предвкушении прекрасной сцены. Открывшийся ее мысленному взору, а я воспользовался находящимися всегда под рукой салфетками, чтобы успокоить ее, и мы продолжили. Доктор Ньютон. Переместитесь вперед и расскажите мне, что это за сюрприз. Субъект. Переполненное чувствами, настало время окончания учебы. Мы собираемся в храме. Эйру, мой гид, находится здесь же с председателем моего совета. Мастера, наставники и ученики собрались отовсюду. Доктор Ньютон. Не могли бы вы немного прерваться для меня? Сколько учителей и учеников вы видите? Субъект. Торопливо, ах. Примерно 12 учителей может быть, 40 учеников. Доктор Ньютон. Есть ли среди учеников кто-нибудь из вашей первоначальной группы? Субъект. Пауза настроя. Сюда привели много учеников из других групп, которые уже готовы. Большинство из них мне не знакомы. Доктор Ньютон. Я заметил некоторое колебание в ваших словах. Где остальные члены вашей группы? Субъект. С сожалению, они еще не готовы. Доктор Ньютон. Какой основной цвет всех этих учеников вокруг вас? Субъект. Яркий и насыщенный желтый. Вы не представляете, сколько времени понадобилось нам, чтобы попасть сюда. Доктор Ньютон. Возможно. Почему бы вам не описать, что происходит там? Субъект. Глубоко вздыхает, все в праздничном настроении, как на выездном вечере. Мы все выстраиваемся и вплываем. И я сажусь впереди. Эйру с гордостью улыбается, глядя на меня. Учителя говорят несколько слов о нашем нелегком труде. Затем произносят наши имена. Доктор Ньютон. Индивидуально. Субъект. Да. Я слышу свое имя Айри. Я выплываю вперед, чтобы получить свиток с напечатанным на нем моим именем. Доктор Ньютон. Что еще содержится в этом свитке? Субъект. Скромно это больше о личном. О достижении, на которые у меня ушло больше всего времени. И о том, как я добилась их. Доктор Ньютон. Значит, это в каком-то смысле больше, чем просто диплом. Это своего рода рекомендательное письмо, в котором отмечены ваши достижения. Субъект. Тихо, да. Доктор Ньютон. Надеты ли на ком-нибудь специальные мантии и головные уборы? Субъект. Быстро, нет. Затем улыбаясь, ах. Понимаю. Вы дразните меня. Доктор Ньютон. Ну, может быть, немного. Скажите мне, Айри, что происходит после этих церемоний? Субъект. Мы толпимся, говорим о наших новых заданиях. И у меня есть возможность встретиться кое с кем из тех душ, кто также имеет отношение к моей специальности. Мы снова встретимся в новых классах, где наилучшим образом будут использованы наши способности. Продвижение на промежуточные уровни. Когда я работаю с субъектами, которые переходят в группу уровня 3, поначалу может показаться непонятным, почему они регулярно видят себя покидающими и возвращающимися к своей первоначальной группе. Во время гипноза не каждый способен, увидев какую-то сцену в своем уме, быстро связать этот эпизод с общей картиной их духовной жизни. Задача посредника-гипнотизера – действовать медленно и позволить сцене раскрыться естественно. Пациент, который еще не завершил свое обучение внутри своей группы, но уже начал понемногу отходить от нее, сказал мне, «Я начинаю чувствовать себя немного оторванным от своей семьи. Вокруг меня новые души, с которыми я раньше не работал. Единство первичной группы душ сохраняется навечно. Независимо от того, перешла ли душа на другой уровень, она никогда не теряет связи со своими старыми товарищами. Первичные группы начинают свое существование вместе и остаются тесно связанными на протяжении сотен воплощений. У меня были души, которые оставались со своей первичной группой в течение 50 тысяч лет. Прежде чем они оказались готовыми перейти на промежуточные уровни, и гораздо меньше процент душ достиг этого состояния развития за 5 тысяч лет. Достигнув уровня 3, души, как я обнаружил, начинают продвигаться гораздо быстрее, приближаясь к продвинутым уровням. Каждая душа, проявляя на своем пути разнообразие талантов, развивается со своей определенной скоростью. Я заметил, что когда души начинают тратить меньше времени на отдых и общение, они работают тяжелее и становятся более сосредоточенными на усовершенствовании определенных навыков, вносят таким образом свой вклад в космическое сознание. Вместе с достижением уровня 3 происходит также изменение и в поведении души. Эти души начали теперь расширять свои возможности, выходя за пределы своей первичной группы. Прогрессирующие души не игнорируют все, что они узнали раньше, просто теперь они настолько погрузились в свою новую задачу, что она стала всепоглощающей целью. Эти души в восторге от того, что они способны сделать и хотят достичь еще большего мастерства. К тому времени, когда они достигают в своем развитии порога уровня 4, переход завершен. В процессе этого перехода души, еще недавно находившиеся на уровне 3, начинают замечать, что они больше не ограничены рамками одного класса. Их старые друзья знают о том, что происходит, но похоже, что существует негласное правило не задавать им слишком много вопросов по поводу их отсутствия. Я отсылаю читателей к опыту души Левини в случае 32. Переход происходит медленно, в соответствии с практикой проявления бесконечной заботы, которая столь очевидна во всех духовных занятиях. Одинаково мыслящие души распределяются в специализирующуюся на чем-то новую группу с учетом различных факторов. Тремя наиболее очевидными элементами в вопросе специализации души являются талант, прошлые поступки и личное желание. Я ожидал, что потребности мира душ могут быть другим важным элементом, но я не получил такой информации. Я предполагаю, что когда души достигают промежуточных уровней обучения, они вступают в различные гильдии или цеха. Однако я бы не уподоблял их средневековым гильдиям ремесленников, которые называли тайными школами. Это были эксклюзивные и довольно секретные организации, доступные лишь их членам. Хотя и в мире душ существуют элементы секретности в отношении душ, отобранных для специального обучения, это ни в коем случае не является проявлением элитарности. Новые души, стремящиеся попасть в ту или иную специализированную группу, всегда радушно принимаются. Эти более специализированные души в новых группах вначале довольно свободно связаны друг с другом. Я определил их как независимые учебные группы. Обучение начинается медленно и происходит периодически с различными учителями-специалистами. Это позволяет их наставникам иметь время для оценки душ. Души, которые, например, проверяют воду, могут покинуть группу этой специализации, в то время как другие многообещающие кандидаты могут пополнить ее. Эта практика противоположна тому, как формируются долгосрочные первичные группы душ. Обучение становится более интенсивным по мере того, как эти новые группы показывают свою способность справляться с заданиями. На этих ранних этапах, пока души понемногу отделяются от своих первичных групп, они могут сохранять своих основных гидов и участвовать в жизни своей первичной группы. Независимое обучение рассчитано на самостоятельную работу души над своей задачей, что еще больше проявляется на уровнях 4 и 5. В предыдущих главах было перечислено большое количество специализаций душ. Мастера сновидений, искатели потерянных душ, хранители нейтралитета, мастера реконструкции. Инкубационные матери, души-архивариусы, проявляющие заботу о животных, музыкальные дирижеры, инструкторы по играм. Некоторые специализации пересекаются. Например, инструкторы по играм, обучающие других совершать путешествия, могут также быть душами-исследователями. Изучающими новые места для отдыха и развлечений и другие более серьезные планетарные аспекты энергетических занятий. В этой главе я приведу другие примеры специализации душ. Я уверен, что читатели узнают, какая специальность может быть близка их собственным наклонностям. Однако кажется, что нет определенного пути, который в конечном итоге привел бы душу в ряды членов Совета Старейших. Похоже, старейшие имеют за своей спиной множество различных специальностей. Думаю, что большинство людей чувствует, что, вероятно, учителя-гиды, проходя свой внутренний путь, достигают такой позиции. Конечно, естественно, что положения гида представляются обычному пациенту главной специальностью. Однако я знаю, что это представление окрашено тем фактом, что, имея гидов, все мои субъекты в то же время мало общаются с продвинутыми душами других специальностей. Могу себе только представить, какие еще не подающиеся словесному описанию специализации предлагаются душам. Когда я обсуждаю тему специализации в своих лекциях, многие люди говорят, что им кажется, будто все души готовятся стать учителями-гидами. У меня тоже была такая мысль в начале моей исследовательской работы. В конце концов я узнал, что хотя учительская деятельность является ведущей специальностью в мире душ, это не означает, что большинство душ становятся большими учителями. Но поскольку обучение столь жизненно важно для душ, я начну с категории учителей, которую не рассматривал раньше. Специализации. Детские учителя. В путешествиях души я обсуждал деятельность начинающих и старших обучающих гидов, и мои субъекты засвидетельствовали деятельность своих гидов в этой книге. Однако там не было представлено достаточной информации о продвинутых душах, которые являются учителями совершенно новых душ. Их называют детскими или ясельными учителями, ухаживающими за детьми, потому что молодые души, с которыми они работают, еще даже не начали воплощаться. В случае 26 в главе 5 я приводил свежие воспоминания очень молодой души, воплотившейся на земле, которая объясняла, что после того, как новая душа появляется на свет, ей не предлагают тут же принять физическое воплощение. Земля настолько трудная школа обучения, что многим новым душам дается время для того, чтобы приспособиться к планетарной жизни, не воплощаясь. Вот рассказ одного из таких субъектов. «Я помню время, когда я был очень молодой душой и впервые пришел на Землю вместе с парой своих друзей. Мы летали вокруг как духи, чтобы оценить свою способность и возможность приноровиться к этому месту, в сопровождении нашего учителя. Нам показывали, как собирать магнетические вибрации этой планеты и смешивать их с нашей собственной. Нам нужно было почувствовать, что это будет значить для нас находиться здесь в физической форме. Я убежден, что значительное большинство моих пациентов склонны обучаться на учителей-гидов. Потому что они боготворят своих собственных гидов, которые имеют такое сильное влияние на их текущее развитие и хотят подражать им. Конечно, нынешние устремления души и их специализация в конечном итоге могут не совпадать. Учителя должны знать, как правильно общаться. Однако искусная в этом отношении душа может не иметь способности работать с умом души, пытающимся объединиться со многими человеческими эго во всех их физических телах. Ясельные учителя, которые работают с очень молодыми душами, вовсе не обязательно становятся гидами для основных групп душ по многим причинам. Работа с детскими душами трудна, потому что многие молодые души не способны перейти к воплощениям и требуют специальных дополнительных занятий. Субъект 28 кое-что рассказал о таких учителях и новоявленных душах, и мы рассмотрим это более подробно в случае 55. Продолжая в этой главе разговор о продвинутых душах, я нахожу, что их объяснение о цветовой гамме душ и всего окружении очень помогает выяснить многие вопросы. Человек из случаев 55 выходит в своем развитии на уровень 4. И он только что закончил рассказывать мне о множестве желто-синих огней в его собственной специализированной группе, состоящей из трех душ. Я собирался продолжить наш разговор, как у меня возник один вопрос, который, как оказалось, положил начало новой линии исследования. В случае 55. Доктор Ньютон. Это единственная цевета, которую вы видите поблизости. Субъект. Нет, здесь еще 11 детей, энергия которых белого цвета. Они толпятся слева от нас. Их энергия имеет небольшие размеры, более короткую энергетическую схему и довольно рассеяно. Молодые души очень энергичные и живые. Примечание. В этот момент мой субъект пришел в волнение, узнав в одной из этих душ своего ребенка в его нынешней жизни. Я позволил ему насладиться этим моментом, и затем мы продолжили. Доктор Ньютон. Сильно ли различаются эти 11 душ по интенсивности света? Субъект. Не очень. Очень невинные и застенчивые дети имеют приглушенный свет. У нас сейчас нет такого. Доктор Ньютон. В каких вы отношениях с этими душами? Субъект. Мне помогают в их обучении двое коллег, которых давно не видел, потому что они из других групп. Доктор Ньютон. Объединяет ли вас троих общее прошлое на Земле, которое подготовило вас к этому первому учительскому заданию? Субъект. Ну, мы были учителями, праведными людьми-целителями. И все такое прочее в наших прошлых жизнях. Для такого рода работы требуется чувствительность и большое терпение. Останавливается и затем задумчиво добавляет. Вы знаете, учителя могут учиться у учеников. Доктор Ньютон. Я уверен, что это так. Скажите, где вы сейчас находитесь вместе с детьми в мире душ? Субъект. Нас послали в нейтральные зоны для обучения, потому что детям помешало бы соседство с обычными учебными классами. Доктор Ньютон. Что происходит в данный момент? Субъект. Смеется, они носятся здесь во всех направлениях, увлеченные больше проказами, чем учебой. Все изменится, когда они начнут воплощаться. Вот сокращенный рассказ женщины, которая работает с душами, только начавшими воплощаться. Я сейчас занята семью оболтусами. Им нравится быть гуляками во время их воплощений. Они просто хотят оставаться детьми и не принимать жизнь серьезно. Они обожают земные удовольствия и не хотят иметь дело с трудностями. Их главный интерес – красиво выглядеть в следующей жизни. Аленд, мой старший гид, оставил их со мной, и я не часто его вижу. Я признаю, что мой подход чрезвычайно мягкий. Я проявляю по отношению к ним много нежности и любви. Некоторые другие учителя говорят, что я ужасно порчу их. Я знаю об учителях, которые выражают свое разочарование и становятся очень строгими со своими молодыми учениками, особенно с имеющими большой потенциал. Совет старейших интересуется моими методами обучения. Они хотят проверить мою теорию все дозволенности, которую я применяю больше, чем систему порицания или тяжелых нагрузок. Моя идея воспитания заключается в том, что когда эти ребячьи души действительно начинают развиваться, они скорее достигают зрелости. Потому что их самоуверенность не была поколеблена слишком большим количеством трудных уроков и слишком быстрыми срывами. Мастера этики. Долгое время я считал, что этические наставления являются составной частью всего процесса обучения, а не отдельной темой или специализацией. В следующем случае представлен 26-летний муж Чина из Детройта, субъект уровня 5, духовное имя которого Эндирада. Сначала я не хотел принимать его. Обычно я не принимаю пациентов моложе 30 лет, потому что я не думаю, что средний молодой человек уже прошел достаточно много развилок на своем жизненном пути. Их амнезия, блоки памяти могут быть слишком прочными. Вдобавок велика вероятность того, что их духовные гиды могут во время сеанса гипноза создавать препятствия, чувствуя, что их ученикам слишком рано видеть определенные кармические пути. Эндирада был исключением, и я рад, что он отверг мои возражения. Этот пациент прислал мне письмо, в котором заявил. Я очень хочу ощутить мою бессмертную сущность, потому что я давно уже чувствую, что мое знание некоторых вещей и мои навыки выходят за рамки того, чем я мог бы обладать в своем возрасте. Я слышу подобные заявления от многих молодых людей и в большинстве случаев во время сеанса мы убеждались, что их уровень развития совсем не тот, который они себе представляли. С этим пациентом было все иначе. Когда я увидел Эндирада, я был поражен его глубиной бдительностью и самоконтролем, качествами, которые я считаю необычными для людей его возраста. Во время сеанса я обнаружил, что Эндирада впервые пришел на Землю в эпоху подъема Вавилона, что я полагал довольно поздно для такого субъекта, душа которого имеет энергию синего цвета. Но он рассказал мне, что его воплощения начались в темном спокойном мире с разумными, хотя не эмоциональными формами жизни, которые вымирали как раса. Этот мир был посвящен разуму и логике. В конечном итоге Эндирада попросил о том, чтобы его послали в более светлый мир, где он мог бы воплощаться в качестве более чувствительного существа. Ему предложили Землю. Рассматривая его опыт обучения в духовных классах мира душ, я узнал, что Эндирада интересуется тем, как планетарная магнетическая энергия воздействует на разумное поведение в определенных мирах. Его самое последнее задание в процессе обучения в мире душ было создание мозговой ткани для маленькой кошки. Эндирада объяснил это так. Я устанавливаю энергетическую структуру на экране и изучаю поведенческие модели реакции. Я должен следить за тем, чтобы не вставить 12-вольтовую батарейку в 6-вольтовую систему. Я решил, что он учился на мастера дизайна. Меня ожидал сюрприз. Случай 56. Доктор Ньютон. Эндирада, мы говорили о вашей работе в мире душ в качестве учителя. Вы также немного рассказали о ваших занятиях по энерготворению мыслительных процессов низких форм жизни. Это позволяет мне заключить, что вы готовитесь стать специалистом как по обучению, так и по дизайну. Субъект. Смеется ни то, ни другое. Я учусь быть мастером этики. Доктор Ньютон. Как? А как же насчет этих двух тем ваших занятий, которых мы только что говорили? Субъект. Они предложили их мне в качестве подготовки, чтобы я мог быть более успешным мастером этики. Это моя страсть – работать с нравственными нормами разумных существ. Доктор Ньютон. Но разве учет морали ценностей и норм поведения не лежат в основе работы всех обучающих гидов? Субъект. Да, но нравственные принципы в их отношении к объективным ценностям столь существенны для развития людей, что можно специализироваться в этой области. Мастера этики, как правило, присутствуют на каждом совете старейших. Доктор Ньютон. Почему вы так много времени провели в другом мире, прежде чем прийти на Землю? Субъект. Изучать моральные нормы разных разумных обществ – это хорошая практика для любого мастера этики. Доктор Ньютон. Хорошо, Эндерадо. Скажите мне, сколько учеников с Земли дали вам, когда в промежутках между жизнями вы занимались своим истинным призванием? Субъект. Сначала только двоих. Доктор Ньютон. Я полагаю, что это были очень молодые души. Субъект. Да, но затем это изменилось, и теперь у меня 18 душ среднего уровня развития. Доктор Ньютон. Почему вам позволили работать с душами уровня 3, если вы сами еще не закончили воплощаться на Земле? Субъект. С этим как раз и связано мое нынешнее задание. Я еще недостаточно опытен в том, чтобы помогать очень обеспокоенным, менее развитым душам. Поэтому они пока не дают мне действительно сложных случаев. Я могу дать совет более зрелым душам, потому что я совсем недавно находился в их положении. Доктор Ньютон. Работаете ли вы со своими учениками в обеих мирах, в мире души и на Земле? Субъект. Твердо не во время их воплощения на Земле. Это прерогатива их обучающих гидов. Я работаю с ними только в мире душ. Доктор Ньютон. Почему по-вашему этика служит проверочным тестом для человеческого общества? Субъект. Прежде всего потому, что человеческие существа могут очень легко отступить от моральных норм поведения, всячески оправдывая свои действия. Доктор Ньютон. Согласны ли вы с тем, что это происходит потому, что средний человек-прагматик, придерживающийся убеждения, что цель оправдывает средства, если хочешь индивидуально преуспеть? Субъект. Да, и для людей это что-то противоположное принципу универсализма. Доктор Ньютон. Видите ли вы какое-нибудь решение конфликта между универсализмом и жестким индивидуализмом в установках человека? Субъект. Работа во имя улучшения мира ведет в конечном итоге к избавлению от нетерпимости по отношению к тем, кто отличается от нас. Потребность в личном статусе и элитарности является конфликтной потому, что она приравнивается к счастью. Доктор Ньютон. Итак, вы видите нашу дилемму как конфликт между тем, чтобы поставить выше всего желание личного счастья и индивидуальные цели, и тем, чтобы переключиться на облегчение страданий других людей. Субъект. Для многих на нашей планете дилемма связана с их эгоизмом. Доктор Ньютон. Не могли бы вы поподробнее остановиться на этом? Вы хотите сказать, что люди по своей природе не являются расой терпимых, справедливых и щедрых людей? Субъект. В среднем у людей существует эта дилемма, хотя многие не считают, что эгоцентризм это их проблема. Приход на Землю это серьезная проверка, и поэтому моя работа столь трудна здесь. Урок Земли для души, если говорить о нравственности и этике, заключается в том, чтобы быть помещенным в тело существа, чьи инстинкты, чья природа взывают к персональному выживанию. Проблемы других уже вторичны. Доктор Ньютон. Вы не видите в людях хорошую природу, связанную с совестью души. Субъект. Конечно, в этом и заключается основная часть моей работы – развивать эту добрую сторону, чтобы в конце концов она естественно проявлялась в различных трудных обстоятельствах на Земле. Доктор Ньютон. Обязательно ли потребность человека самоутвердиться противостоит стремлению проявлять заботу о других людях на этой планете? Субъект. Личные идеалы и ценности могут привести к счастью в обществе в целом, если праведный ум души станет доминирующей силой в проявлении нашего «я». Доктор Ньютон. Из тех советов, которые вы даете своим ученикам перед их возвращением на Землю, какой самый ценный? Субъект. Усмехается, они подобны скакунам, поэтому я предупреждаю их о необходимости проявлять терпение и задавать себе правильный темп. Энергия, которая контролирует человеческое тело, должна распределяться очень внимательно. Они сейчас обучаются поддерживать тонкий нравственный баланс в своих поступках и поведении. Когда они живут в таком плотном физическом мире, как Земля, они, чтобы достичь успеха, должны предохраняться от опасности быть поглощенными им. После сеанса с этим пациентом я стал размышлять о том, что многие физиологи считают. Будто чрезвычайно развитая сенсорная система человека является естественным следствием нашего примитивного прошлого. Агрессия и уклончивое поведение всегда были средствами выживания для людей со времен каменного века. На нынешней ступени развития наш мозг еще не полностью контролирует телесные реакции. Находясь в состоянии сильного эмоционального стресса, мы склонны утрачивать здравый смысл и рациональность. Юнг говорит нам. Рациональное и рациональное существуют бок о бок, и здоровые люди осознают работу обеих сил внутри себя. Нам следует рассматривать наши ментальные неврозы и физические заболевания как подсознательные ценностные модели. Большинство из нас начинает свой путь с множества глупейших ошибок, и к концу жизни мы становимся умнее. Идея повторных воплощений заключается в том, что в конце концов мы поймем все правильно и наша жизнь будет успешной с самого начала. В этих наших поисках мы часто бываем побуждаемы нашим эго и забываем, что то, что хорошо для нас, обычно бывает хорошим и для других людей. К сожалению, философ Кант был прав, сделав следующее утверждение. Если мы верим в бессмертие души, сотворенной божественным источником, это предполагает свободу воли, которая может и не предусматривать нравственное поведение. Имеется большая потребность в мастерах нравственности. Можно сказать, что есть объяснение дурным поступкам людей. Это происходит из-за того, что в человеческом существе уживаются неразвитая душа и обеспокоенный человеческий ум. В силу этих причин наша свободная воля, наше стремление сделать положительный выбор может натолкнуться на препятствие. Я пытался показать, что в мире душ-души не используют этот аргумент как законное оправдание недостаточного контроля над эмоциями в физическом теле. Наше решение измениться к лучшему проявляется в том, что мы остаемся в процессе непрерывного развития, чтобы стать лучше, чем мы есть. Наши духовные гиды когда-то, прежде чем достичь своего нынешнего положения, находились в такой же ситуации, что и мы. Мы получаем множество физических тел, и все они несовершенны. Вместо того, чтобы быть одержимым своим телом, которое существует на протяжении лишь одной жизни, концентрируйтесь на развитии я вашей души и положитесь на свою духовную силу. Если мы будем это делать, наша способность контактировать с другими людьми разовьется и в конечном итоге позрешит дилемму нравственных отличий, о которой рассказала нам душа Эндирада. Мастера гармонии. Эта сфера деятельности ДУ включает в себя много подгрупп. Однако, имея доступ к умам столь многих людей, я действительно вижу взаимозависимость и связь всех сфер деятельности душ. Души в общей категории мастеров гармонии, или душ гармонизаторов, часто воплощаются как очень коммуникабельные личности, работающие в самых различных областях жизни. Между воплощениями они, как мне рассказывают, работают как восстановители энергии, подорванных на земле. Воплощения мастера гармонии могут быть государственными деятелями, проповедниками, вдохновляющими других людей посланниками, посредниками, художниками, музыкантами и писателями. Как правило, это те души, которые уравновешивают энергию планетарных событий, связанных с взаимоотношениями людей. Они могут быть общественными деятелями или частными лицами, действующими за кулисами мировых событий. Эти души не являются целителями в традиционном смысле слова, работающими с отдельными людьми. Потому что мастера гармонии функционируют в более широких масштабах, пытаясь рассеять негативную энергию. В своей первой книге я писал о мудрецах, которые являются в высшей степени продвинутыми душами и все еще воплощаются на земле, хотя для их собственного развития этого уже не требуется. Мне рассказывали, что они мастера речи, способные высказываться таким образом, что вибрации их слов глубоко затрагивают людей. Эти мудрые существа находятся здесь потому, что их миссия – физически помогать человечеству. Они ненавязчиво скромны и не жаждут внимания публики. Из того, что я знаю, я могу заключить, что их на земле небольшое количество. Эти высокоразвитые старые души, находящиеся среди нас, считаются активными наблюдателями. Они обращаются к тем тенденциям в жизни общества и людей, которые, на их взгляд, требуют особого внимания. По этой причине я поместил их в категорию душ-гармонизаторов. Мои субъекты полагают, что эти мудрецы каким-то образом связаны с другой группой специалистов по гармонизации в мире душ, которых они называют наблюдателями. Эти существа не воплощаются, но получают информацию из многих источников об условиях на Земле и в других мирах. Я располагаю некоторыми ценными сведениями о них. То, что мне известно, исходит от тех немногих пациентов, которые узнали о них в процессе своего собственного обучения в качестве душ-гармонизаторов. По-видимому, наблюдатели снабжают информацией других гармонизаторов, которые, соответственно, стараются смягчить влияние социальных и физических сил, создающих хаос и беспорядок на Земле. Следующий случай относится к душе уровня 5 по имени Лэриен, которая учится быть гармонизатором. Случай 57. Доктор Ньютон. Лэриен, не могли бы вы рассказать что-нибудь о том, это значит заниматься гармонизацией? Субъект. Я новичок в этом, но постараюсь объяснить. Я учусь гармонизировать противоречивую энергию Земли, чтобы помочь людям. Доктор Ньютон. Вы имеете в виду геофизические элементы Земли, такие явления, как ветры, пожары, землетрясения. Субъект. Этим занимается кое-кто из моих друзей, но это не моя сфера. Доктор Ньютон. Ну хорошо, прежде чем обратиться к вашим задачам, скажите, что изучают ваши друзья. Субъект. Эти планетарные реставраторы смягчают разрушительные последствия природных физических сил, которые порождают большое количество негативной энергии. Доктор Ньютон. Почему силы, существующие в мире душ, не предотвращают эти природные стихийные бедствия, спасая таким образом людей от горя и страданий? Субъект. Качает головой, тогда бы они не были природными катастрофами, которые являются частью условий жизни на Земле. Планетарный гармонизатор не вмешивается в действие этих сил, даже если бы он обладал такой способностью. Доктор Ньютон. В таком случае в чем заключается их функция? Субъект. Наполнять обеспокоенных людей элементами гармоничной энергии, чтобы нейтрализовать большую концентрацию негативной энергии. Они работают с полярностью и магнетической силой, чтобы помочь им восстановиться. Усмехается, мы называем их пылесосами. Доктор Ньютон. Хорошо, Лэриен, в чем заключается ваша работа? Субъект. Я пытаюсь внести свой вклад в катастрофические явления, вызванные прямыми действиями людей. Доктор Ньютон. Сколько еще учеников в вашей специальной группе? Субъект. Четверо. Доктор Ньютон. Планируете ли вы и ваши товарищи остановить войны? Субъект. Смущенно, я думаю, что не точно выразился. Наши занятия не имеют целью оказывать давление на умы людей, которые провоцируют человеческие страдания. Доктор Ньютон. Почему? Вы хотите сказать, что как гармонизирующая душа вы бы не хотели так или иначе повлиять на психопатическую тенденцию Гитлера к разрушению? Субъект. Ум психопата закрыт для доводов разума. Я учусь поддерживать позитивную энергию в более спокойных людях, которые могут изменить события в мире. Доктор Ньютон. Не оказывается ли таким образом давление на свободную волю людей, на причинно-следственную связь и на весь процесс естественных кармических влияний? Субъект. Пауза. Уже существуют все условия и обстоятельства для проявления причинно-следственных связей. Мы хотим обеспечить более разумное мышление, посылая волны позитивной энергии нужным людям. Мы не предопределяем решения. Мы стараемся создать спокойную атмосферу для диалога. Доктор Ньютон. Знаете, Лерриен, мне кажется, что вы занимаете промежуточную позицию, пытаясь повлиять и в то же время не вмешиваться. Субъект. В таком случае я не сумел донести до вас мысль. Может быть, если я побольше расскажу о том, что я делаю в настоящее время, вы увидите разницу и я учусь регулировать свой энергетический луч. Чтобы рассеивать и перестраивать силы негативной человеческой энергии, ежедневно производимой на Земле. Это подобно открытию плотины, чтобы снабдить необходимой водой долину. Доктор Ньютон. Я еще не могу сказать, убедила ли это меня, но, пожалуйста, продолжайте. Субъект. Терпеливо, наша небольшая группа направляется в огромное здание, где мы практикуем все это. Эрлет очень искусный инструктор, и она сразу же замечает все наши ошибки. В конечном итоге мы надеемся сгладить огромные массы разрушительных энергетических структур на Земле. Доктор Ньютон. Что происходит в этом здании? Субъект. Оно обеспечивает геометрическую базу для определенных вибраций и перепадов частоты, чтобы воспроизвести переменчивые волны человеческой мысли в больших группах. Все это хорошенько взбалтывается и перемешивается для нас. И мы должны сгладить и выровнять эту энергию. Доктор Ньютон. Чтобы стимулировать проявление гармонической мысли. Субъект. До мысли и взаимодействия. Мы также изучаем вокальные звуки и анализируем их значения, те звуки, которые влияют на негативную мысль. Мы хотим помочь людям, которые хотят помочь себе. Это не является прямым вмешательством. Доктор Ньютон. Хорошо, Лэриен, но когда вы как гармонизирующая душа обретете мастерство, какой силой вы будете обладать? Субъект. Мы будем посылать восстановительную энергию, чтобы противостоять всеобщему разочарованию. Мелодия гармонизации проникает в различные зоны Земли, неся информацию о грядущем улучшении, и мы являемся посланниками надежды. Прослушав рассказы большого количества гармонизирующих душ, я пришел к убеждению, что те духовные мастера, которые задумали эту лабораторию хаоса, которую мы называем Землей, не просто привели все это в движение, а затем удалились. Существуют высшие существа, которые проявляют о нас заботу и охраняют нас. Откровенно говоря, большую часть своей жизни я не верил в то, что это может быть правдой. В рассказах гармонизирующих душ есть один общий лейтмотив. Они желают дать людям средства, благодаря которым они сами могли бы помочь себе, но они не являются совестью человеческих существ и никак не ограничивают нашу свободную волю. Мы были сотворены и посланы на Землю для решения различных проблем в рамках разумной формы жизни, живя в сложных условиях, включающих и страдания, и великую красоту и надежду. Именно это соотношение энергии должны мы увидеть в нашей повседневной реальности. Есть старая китайская поговорка, которая гласит «Мы внимательно подсчитываем наше несчастье, а благословение принимаем почти бездумно. Мастера конструирования – это сфера деятельности также многогранна, и для меня она представляет две главных категории душ. В рамках геофизической среды функционируют души, занимающиеся чисто строительной деятельностью, и те, кто творят живые вещи. Насколько я могу судить по имеющейся у меня информации, обучающиеся мастерству проектирования назначаются работать в физической Вселенной, часто с необитаемыми планетами, находящимися в процессе охлаждения после своего рождения из звезд. Души, занимающиеся созданием форм жизни, работают с мирами, где только начинает развиваться новая жизнь. Я начну с рассмотрения деятельности душ-конструкторов, которые обучаются использовать энергию для конструирования планетарной геологии. Я представляю их как архитекторов-строителей рельефа поверхности, которые работают составными частями, формируя особенности планетарной топографии. Это включает в себя горы, водные массы, атмосферу и климат. Хотя конструкторы связаны с душами, занимающимися ландшафтом, растениями, деревьями и живыми существами, эта работа считается отдельной разновидностью конструкторской деятельности. Вероятно, ориентированные на конструирование души начинают свои специальные занятия в мире душ с возведения объектов, которые они знали в жизни. Случай 58. Доктор Ньютон. Сколько душ было в вашей первичной группе? Субъект. 21. Большинство из нас сейчас рассеялось. Доктор Ньютон. Означает ли это, что вы почти не видите членов вашей первичной группы? Субъект. Задумчиво нет. Это не так. Мы просто рассеяны вокруг. Большинство из нас больше не работает вместе. Оживленно. Иногда я встречаюсь с моими старыми друзьями. Доктор Ньютон. Остался ли кто-нибудь из членов вашей группы с вами? Субъект. 3. И еще двое остались. Доктор Ньютон. Сколько душ в вашей новой группе? Субъект. Сейчас 8, и мы слышали, что будет еще одна. Доктор Ньютон. Мне интересно узнать, как происходило это изменение вашего положения. Можете ли вы рассказать, чем был для вас переход из первичной группы в эту? Субъект. Длинная пауза, но вначале я заметил, что один гид начал появляться на наших занятиях. Мы узнали, что его зовут Батек. Его пригласил понаблюдать за нами мой гид Айриу. Доктор Ньютон. Заглядывал ли он к вам случайно в любой момент ваших занятий? Субъект. Нет, он приходил только, когда мы занимались конструированием. Доктор Ньютон. И в чем тогда заключалась ваша конструкторская работа? Субъект. Это использование энергии для конструирования. Мне нравится лепить из материи практические вещи. Доктор Ньютон. Понимаю. Ну, мы еще вернемся к этому. А сейчас скажите мне, участвовал ли Батек в занятиях вашей первичной группы? Субъект. Нет, он был просто наблюдателем. Он внимательно наблюдал за каждым из нас во время этих занятий. Время от времени он спрашивал кого-нибудь из нас, как наши успехи в работе и не чувствуем ли мы. Склонность к такому виду деятельности. Доктор Ньютон. Вкратце опишите мне, как вы воспринимали Батека в то время и как он относился к вам. Субъект. Он мне сразу понравился. Я думаю, он видел, что я действительно получаю удовольствие от того, что мы делали. Доктор Ньютон. И как дальше складывались ваши взаимоотношения? Субъект. Через некоторое время, спустя три жизни, некоторым из нас предложили посещать вместе с ним новую группу, которая в то время только формировалась. Я помню, что Хаент хотела идти со мной, чтобы мы могли остаться вместе. Доктор Ньютон. Хаент – это некто важный для вас. Субъект. Да это близкая мне родственная душа. Доктор Ньютон. Перешла ли она вместе с вами в вашу новую группу? Субъект. Нет, Хаент не приглянулась это сугубо конструкторская работа. И поэтому она присоединилась к другой формировавшейся тогда группе. Доктор Ньютон. Что Хаент не устраивала в вашей новой группе? Субъект. Скажу вам так. Я люблю обрабатывать энергию. Разделять и формировать ее, экспериментировать с плоскостями и геометрическими телами, возводя блоки материи. Доктор Ньютон. А Хаент – субъект. С гордостью Хаент привлекает конструирование прекрасных элементов, окружающие обстановки, подходящих для жизни. У нее замечательно получаются пейзажи. В то время, как я могу возводить цепи гор, ее больше интересуют растения и деревья, растущие в горах. Доктор Ньютон. Я хочу получше разобраться в этом. Отправляетесь ли вы просто в физический мир и возводите гору с кем-нибудь вроде Хаент, кто концентрируется на жизненных формах, деревьях и так далее? Субъект. Нет. Мы работаем с формирующимися физическими мирами и приводим в действие геологические силы, которые приведут к формированию гор. Мои конструкторские проекты не должны сами по себе воплощаться в жизнь. Также и Хаент не создает лес взрослых деревьев в мирах, пригодных для жизни. Ее люди проектируют клетки, которые могли бы в конечном итоге вырасти в деревья, которые им хочется вырастить. Доктор Ньютон. Означает ли это, что ваша группа и группа Хаент работают отдельно? Субъект. Глубоко вздыхает. Нет. Она работает рядом. Доктор Ньютон. Как это происходит во вновь сформированной группе? Субъект. Я не думаю, что я когда-нибудь полностью отойду от своей старой группы. Мы дополняли друг друга самым различным образом. На протяжении тысяч лет мы помогали друг другу во всех наших жизнях. Теперь. Ну, получается довольно странное смешение новых людей. Все мы испытываем одинаковые чувства по отношению к своим старым группам. У всех нас разное прошлое и разный опыт, и к этому нужно привыкнуть. Доктор Ньютон. Может быть такое, что между членами вашей новой группы происходит соперничество? Субъект. Усмехается. Нет. Не совсем. У нас у всех один и тот же мотив. Помогать друг другу внести свой вклад. Наши привычки подразнивать и подшучивать в основном отошли в прошлое. Здесь все серьезны. У каждого свой талант, идеи, методы. Мы можем видеть, что Ботек пытается объединить нас, и мы учимся обращать внимание на способности каждого. Это большая честь быть здесь, но все же у нас есть слабости. Доктор Ньютон. Какие же у вас? Субъект. Я боюсь экспериментировать со своей силой. Я люблю работать в комфортных условиях, когда я знаю, что могу мастерски сконструировать что-то. Один из моих новых друзей – полная противоположность мне. Он создает какое-нибудь хорошее планетарное вещество и затем ни с того ни с сего придумывает что-то совершенно эксцентричное. Например, он может так закрутить атмосферу, что никакая форма жизни не сможет даже вздохнуть. Он все разом портит различными сложными проектами, которые не в состоянии осуществить. Доктор Ньютон. Объясните, как лично вы начинаете работать с проектом на ваших занятиях? Субъект. Сначала я визуализирую то, что я хочу. Я тщательно выстраиваю все в уме, чтобы получить ясный план. В нашей новой группе мы учимся как использовать энергию соответствующего качества в правильной композиции большого масштаба. Мы с Айрио выполняем эту работу по частям, в то время как Батек хочет, чтобы все было взаимосвязано и цельно. Доктор Ньютон. Поэтому взаимодействие элементов энергии важно как для формы, так и для равновесия в вашей работе. Субъект. Именно. Световая энергия начинает свой процесс, но должна быть гармония в проекте, и он должен быть практичным. Неожиданно рассмеялся. Доктор Ньютон. Почему вы смеетесь? Субъект. Я думал о нашем с Хаент конструкторском проекте. Мы работали над ним в наше свободное время. Хаент и я подшучивали друг над другом, над тем, что мы слишком важничаем. Она бросила мне вызов, предложив построить маленькую версию изысканной церкви, в которой мы венчались в одной из наших прошлых жизней. Я был тогда камнерезом в средневековой Франции. Доктор Ньютон. Вы приняли ее вызов? Субъект. Все еще смеясь, да, при условии, что она поможет мне. Доктор Ньютон. Честно ли это? Доктор Ньютон. Я имею в виду, что она ведь не специалист по строительству. Субъект. Да не специалист. Но она согласилась попытаться воссоздать витражные окна и скульптуры, которые она любила. Она желала красоты, а я желал функциональности. Какое сочетание? Я начал с того, что использовал плоские лучи энергии для стен и неплохо справился с соединительными арками. Но своды и купол. Это было просто бедствие. Я позвал БТК, и он все исправил. Доктор Ньютон. Часто задаваемый вопрос. Но все это иллюзия. Субъект. Смеясь, вы так уверены в этом. Это здание простоит столько, сколько нам захочется. Доктор Ньютон. И что потом? Субъект. Оно исчезнет. Доктор Ньютон. Итак, на каком этапе своего обучения вы находитесь? Субъект. Сейчас я занимаюсь созданием частичек энергии для каменных форм планетарного масштаба. Доктор Ньютон. Именно на это направлено сейчас ваше основное внимание. Субъект. Нет, я должен еще экспериментировать главным образом в одиночку со множеством небольших моделей топографии, чтобы научиться, как объединять все элементы материи. Случается много ошибок, но мне нравится учиться. Только все это происходит очень медленно. Кто дает душам силу манипулировать материей? Мои субъекты говорят, что они имеют недостаточно развитые способности, которые подпитываются их учителями, являющимися для них непосредственным источником силы. Они верят, что эти мастера получают свою силу из еще более высокого источника. Но обычные души проявляют лишь незначительные аспекты этой великой мощи. Я провел годы споре сам с собой относительно творения, пытаясь в то же время соединить различные фрагменты информации о космосе, которую я получал от душ конструкторов. Я пришел к заключению, что волны разумной энергии создают субатомные частицы материи, и именно частота этих волн побуждает материю реагировать желаемым образом. Астрономов смущает тот факт, что существует некая неизвестная форма энергии, пополняющая тотальную плотность нашей Вселенной и действующая против земного тяготения, чтобы расширить пустое космическое пространство. Мне сообщали, что музыкальный резонанс волн разумной энергии, видимо, играет некую роль в космологии. Многие мои субъекты объясняют, что гармоники связаны с ритмическими характеристиками энергетических нот, у которых имеются соотношения и размеры. Субъекты, являющиеся конструирующими душами, говорят, что эти проекты имеют отношение к формированию геометрических форм, которые свободно перемещаются подобно гибким моделям, и это вноси определенный вклад в строительство элементов живой Вселенной. Геометрия космоса была описана одним из моих пациентов в главе 5 в разделе «Духовная среда» и в случае 44. Мастера конструирования имеют огромное влияние на творение. Мне рассказывали, что они способны соединять Вселенные, которые, казалось, не имеют ни начала, ни конца, настаивая на осуществлении своей цели в безграничной окружающей среде. Если развить до логического конца эту идею, то мы придем к заключению, что эти мастера, или великие мастера, могут быть способны создавать вращающиеся газовые облака галактической материи, в которых начинается процесс формирования звезд, планет и впоследствии жизни в такой Вселенной. Я уверен, что за процессом формирования одушевленных и неодушевленных объектов стоит разумная мысль. Об этом свидетельствуют души, использующие свою световую энергию для размышлений. Конструирование и затем манипулирование молекулами и клеточными структурами живой материи, имеющие те физические характеристики, которые они желают видеть в конечной форме. Из последнего случая я узнал, что художественная душа-дизайнер Хаент создавала взрослые деревья в мире душ, чтобы увидеть приемлем ли конечный продукт, и затем возвращалась назад, к росткам и затем к клеткам дерева. Таков процесс создания материи для практического использования. Я также приводил пример такого рода энергетического упражнения в случае 35, где описывалось создание и переделка мыши. Следующий случай – это еще один пример душ, которые работают живыми организмами. Эти конструирующие души являются биологами и ботаниками мира душ, и они рассказывают, что жизнь существует на миллиардах планет. В моей картотеке большое количество душ, которые воплощались в других мирах, и душ, которые путешествовали в самые разные неизвестные миры для учебы и отдыха между своими воплощениями на Земле. Случай 59. Это необычный случай, касается конструирующей, души по имени Кала. В ходе сеанса она рассказывала мне о своем недавнем задании. Ей необходимо было решить проблему с экосистемой, которая не могла выправиться в процессе эволюционной адаптации. До этого случая я не предполагал, что души возвращаются на ту или иную планету, чтобы внести изменения и поправки в существующую среду, поскольку это означало бы, что их проект был ошибочным. Поэтому для меня было откровением узнать, что опыт Калы был связан с изменением молекулярного состава уже существующего творения в контролируемом эксперименте. Когда пациенты описывают свой опыт жизни в других мирах, я пытаюсь узнать о месте расположения галактики, размере планеты, орбите, расстоянии от ее звезды, составе атмосферы, гравитации и топографии. Я полагаю, что мое прошлое увлечение астрономией создает дополнительный стимул для уточнения этих деталей. Тем не менее, многим пациентам не очень нравится отвечать на астрономические вопросы, которые, по их мнению, неуместны и уводят в сторону. В нашей физической вселенной мы знаем о существовании 100 миллиардов галактик. Каждый из этих серебристых островов, отстоящий от других на расстояние многих световых лет, перемещается в темном море космоса и включает в себя бесчисленные миллиарды солнц и планет, на которых с определенной долей вероятности существует жизнь. Поскольку мои астрономические вопросы не имеют особого значения для большинства моих субъектов и миры, о которых они рассказывают, находятся очень далеко от квадранта Земли в космосе, я часто просто продолжал беседу на другие темы. Калла пыталась объяснить мне, что ее занятия по конструкторскому творчеству проходили на планете, которая значительно удалена от Земли. Она назвала этот мир Джаспер и сказала, что он находится в двойной бинарной звездной системе и вращается вокруг близко расположенной горячей желтой звезды, имея в отдалении большую тускло-красную звезду. Мне также рассказали, что Джаспер немного больше Земли, но имеет океаны меньшего размера. Калла добавила также, что этот мир был субтропическим, с четырьмя лунами. После некоторого колебания Калла согласилась обсудить свою работу со странным существом, который имеет некоторое странное сходство с животными на Земле. Как правило, пациенты, имеющие опыт работы на других планетах, не очень охотно дают мне информацию, которую они считают конфиденциальной. Я уже упоминал о таком моменте раньше, когда рассматривал другие области исследования мира душ. Субъекты замолкают, когда чувствуют, что им не следует раскрывать знания, веренные им, или если в текущей жизни они не должны вспоминать о нем. Это особенно касается других цивилизаций. Я всегда огорчаюсь, когда слышу такие заявления, как «Ни вам, ни мне не полагается знать о подобных местах». В случае с Каллой я объяснил, насколько важно для нас обоих знать о возможностях души, и что я не просто любопытствующий исследователь. Чтобы обойти блоки пациента, мешающие ему рассказывать о других мирах, я могу прибегнуть к еще одному приему, задав вопрос. Есть ли такие необычные формы жизни, которые вам очень нравятся? Многим душам, путешествующим для работы или развлечения, трудно в таком случае удержаться от рассказа. Доктор Ньютон. Кала, я бы хотел побольше поговорить о вашем задании на Джаспере. Я думаю, это поможет мне понять вашу специализацию. Почему бы вам не начать с описания вашего урока и того, как представлен проект на Джаспере? Субъект. Нас шестеро, и мы получили задание работать в этом мире с некоторыми старшими мастерами конструирования. Потому что буйный рост некоторых растений угрожает нарушить систему питания маленьких животных. Доктор Ньютон. Итак, проблема на Джаспере связана главным образом с экосистемой. Субъект. Да это изобилие виноградных лос. Прожорливых кустарников, напоминающих виноград. Их быстрый рост убивает растения, которые необходимы для пропитания. Осталось мало места на поверхности планеты для жизни некоторых существ Джаспера. Доктор Ньютон. А они не могут есть виноград? Субъект. Нет, и поэтому мы отправились на Джаспер с заданием. Доктор Ньютон. Слишком поспешно. А избавить планету от этих виноградников? Субъект. Нет, они как раз подходят для этой планеты и ее почвы. Доктор Ньютон. Ну тогда в чем заключается задание? Субъект. Создать животное, которое будет поедать этот виноград, чтобы держать под контролем распространение этого кустарника, заглушающего слишком много другой растительности. Доктор Ньютон. Какое животное? Субъект. Смеясь, это Ренуцула. Доктор Ньютон. Как вы собираетесь создать животное, которое не зародилось на Джаспере с самого начала? Субъект. Организовав соответствующую мутацию у существующего маленького четвероногого животного и ускорив его рост? Доктор Ньютон. Кало, вы можете менять генетические коды ДНК одного животного, чтобы создать другое? Субъект. Я не могу сделать это сама. Мы используем комбинированную энергию нашего учебного класса плюс искусные действия двух старших, которые сопровождают нас в этом путешествии. Доктор Ньютон. Вы используете свою энергию для изменения молекулярного состава организма с целью перехитрить процесс естественного отбора. Субъект. Да, расширить зоны обитания группы этих маленьких животных. Мы изменяем существующие виды и увеличиваем их в размерах, чтобы они выжили. Поскольку у нас нет времени дожи. Даться результатов естественного отбора, мы ускоряем также и рост четвероногих животных. Доктор Ньютон. Вы ускоряете мутацию так, чтобы ренуцула появилась сразу, или вы увеличиваете размер самого существа. Субъект. И то, и другое. Мы хотим, чтобы ренуцула была большой, и чтобы это эволюционное изменение произошло за одно поколение. Доктор Ньютон. Сколько земных лет уходит на это? Субъект. Пауза ну. 50 лет или около того. Для нас это как один день. Доктор Ньютон. Что вы делаете с этим маленьким животным, которое не ренуцулой? Субъект. Мы оставляем ноги и покрытое шерстью туловище, но все это будет крупнее. Доктор Ньютон. Расскажите мне о конечном результате. Как выглядит ренуцула? Субъект. Смеясь, гум. Большой изогнутый нос, достигающий подбородка. Большие губы. Огромные челюсти. Массивный лоб. Ходит на четырех ногах с копытами. Размером примерно с лошадь. Доктор Ньютон. Вы сказали, что вы оставили шерсть изначального животного. Субъект. Да, она покрывает все тело ренуцулы. Длинная, рыжевато-коричневая. Доктор Ньютон. Какой у этого животного мозг? Больше или меньше, чем у лошади? Субъект. Ренуцула умнее лошади. Доктор Ньютон. Она напоминает существо из детской книжки Дерасеуса. Субъект. Усмехается, вот поэтому так забавно думать о нем. Доктор Ньютон. Явилась ли ренуцула чем-то новым на Джаспере? Субъект. Да, потому что она во много раз больше изначального животного и имеет другие отличия, такие как огромные челюсти и сильное тело. Она действительно поедает виноград. Ренуцула понятливое существо, не хищное, не прожорливое, как первоначальный оригинал. Именно этого и хотели старшие души. Доктор Ньютон. Как на этой планете происходит воспроизводство? Быстро ли размножается ренуцула? Субъект. Нет, потомство они воспроизводят медленно. Поэтому нам пришлось создать достаточно большое количество ренуцул после того, как мы запрограммировали желаемые генетические характеристики. Доктор Ньютон. Вам известно, как закончился этот эксперимент? Субъект. Джаспер сейчас стал более сбалансированным миром травоядных. Мы хотели, чтобы другие животные также могли нормально существовать. Виноградники же теперь под контролем. Доктор Ньютон. Планируете ли вы в конечном итоге создать высокоразвитую разумную жизнь на Джаспере? Субъект. Туманно, возможно, старшие души и планируют. Я не знаю. Исследователи. Я считаю, что большинство людей, которые обретают опыт в различных условиях за пределами мира душ между своими воплощениями, являются душами-исследователями. Это могут быть души, чье личное развитие требует глубинного опыта пребывания в других мирах, или души, просто путешествующие для отдыха. У меня также были пациенты, которые между жизнями выполняли задания, предусматривающие путешествия. Обучающиеся души исследователи путешествуют в физические и ментальные миры нашей Вселенной и даже в другие измерения. Из собранных мной описаний я составил себе представление об уже достигших совершенства душах исследователях, как о высокоспециализированных невоплощающихся существах, которые выискивают места, подходящие для обучения менее опытных душ, и затем приводят их сюда. Этика их работы заключается в исследовании. Когда души, которые все еще воплощаются на Земле, совершают путешествия из мира душ в другие места, кажется, что они перемещаются из пункта в пункт без каких-либо остановок в пути. Мои пациенты говорят, что они не воспринимают свое путешествие как долгое или короткое. Приведенные ниже фрагменты иллюстрируют этот момент. При переходе из мира душ в физический мир кажется, будто открывается дверь, и вы видите стены некоего прохода, выводящего на ту сторону. Затем открывается другая дверь, и вы там. Когда я перехожу в другое измерение, в ментальный мир, я, подобно неподвижной детали, проплываю через телевизионный экран в магнетические зоны, состоящие из чистой мысли. Пустоты состоят из больших пульсирующих полей энергии. Я чувствую силу этой энергии больше, чем когда я отправляюсь в материальную вселенную, потому что мы должны приспособить резонанс нашей волны к существующим условиям, чтобы было легче пройти. Я хочу сохранить свою энергию в плотном состоянии, чтобы не потеряться. Эти путешествия происходят не то, чтобы моментально, но очень быстро. Большинство исследующих другие миры душ, с которыми я работаю, имеют инструкторов. Также я обнаружил, что субъекты, совершающие межпространственные путешествия, не обязательно продвинутые души. Мы видели это на примере игры в прятки. Такие души любят риск и приключения, и им нравится оказываться в различных сложных обстоятельствах и пробовать новые формы самовыражения. Мне рассказывали о существовании в таких условиях, когда разумные существа живут в блоках материи, настолько плотной, что по описаниям субъектов, она напоминает смесь серебра и свинца. Другие рассказывают о царствах, выглядящих как сияющие стеклянные поверхности среди кристаллических башен. Существуют физические миры, состоящие из огня, воды, льда или газа, где процветают все типы разумной жизни. Эти сферы, внутри которых перемещаются души исследователи, имеют светлую постельную или темную среду. Однако темная среда обитания не содержит в себе ничего настораживающего, ассоциирующего у людей с чем-то мрачным. Души исследователей не так сильно выделяют полярность света и темноты в своих путешествиях, как другие факторы. Это могут быть беспокойная или безмятежная среда, слабая или сильная плотность, физическая или ментальная среда и условия чистого или грубого разума. Путешествующие души, которые перемещаются в различные сферы космического сознания, должны научиться выравнивать свою энергию в соответствии с симметрией местных условий. Гиды и исследователи могут отправляться вместе с душами в короткие путешествия на более высокие пространственные уровни, чтобы поднять их сознание. Как представляется многим субъектам, эти путешествия длятся недолго, чтобы не слишком ошеломлять молодые души. В последней главе в разделе, посвященном восстановительной деятельности и отдыху, я говорил, что путешествия душ часто связаны с их специализацией. Души с земли обычно совершают путешествия в физические миры, и они могут длиться от нескольких дней до сотен лет по земному исчислению. Я получаю много информации о других мирах из бесед о периодах отдыха и развлечения моих субъектов между жизнями. Обычно они более охотно делятся подробностями о своих развлекательных путешествиях в другие миры, о чем свидетельствует приведенный ниже случай. Случай 60. Доктор Ньютон. Какой деятельностью вы в основном занимаетесь между жизнями, когда не изучаете свои кармические уроки вместе со своей группой? Субъект. Ну, я путешествую. Но это довольно часто носит личный характер. Я не думаю, что мне следует говорить о такого рода вещах. Доктор Ньютон. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя неудобно, рассказывая о том, о чем, по-вашему, вам не следует говорить. Пауза. Позвольте мне лишь спросить, путешествуете ли вы в какое-нибудь экзотическое место, о котором у вас остаются самые приятные воспоминания. Субъект. Быстро реагирует, расплываясь в широкой улыбке. Одов Бруйель. Доктор Ньютон. Понижая голос, вы воплощаетесь в этом мире. Субъект. Нет, я не воплощаюсь в теле, я отправляюсь в Бруйель, чтобы восстановить свой дух. И мне нравится путешествовать в это место, потому что оно похоже на Землю, но без людей. Доктор Ньютон. Обнадеживающим тоном, понимаю, вы главным образом хотите там отдохнуть и развлечься. Но, может быть, вы расскажите мне о физических аспектах Бруйели сравнительно с Землей. Субъект. Бруйель меньше Земли и холодней, потому что Солнце находится дальше. Там есть горы, деревья, цветы и свежая вода, но нет океанов. Доктор Ньютон. Кто привел вас в Бруйель? Субъект. Мастер-навигатор по имени Джамму. Доктор Ньютон. Может он быть душой, подобный исследователю, который является специалистом по путешествиям или подобным вашему собственному гиду. Субъект. Джамму хороший исследователь. Мы называем их навигаторами. Пауза. Но наши гиды могут также приходить вместе с нами, если они хотят. Доктор Ньютон. Я все понял. Скажите мне, обычно вы отправляетесь один или с кем-то из членов вашей группы. Субъект. Мы можем путешествовать в одиночку, но навигаторы, как правило, берут с собой несколько членов разных групп. Доктор Ньютон. Что вы думаете о Джамму? Субъект. Более раскованно, Джамму нравится вести группы тех, кто хочет отдохнуть от своей обычной деятельности. Он говорит, что это дает нам перспективу. Доктор Ньютон. Это кажется интересным. Я знаю, что вам хочется рассказать, почему Бруйель вам нравится. Поэтому давайте поговорим о жизни животных на этой планете. Субъект. Ах, там нет рыб, лягушек, змей, никаких земноводных. Доктор Ньютон. Как? Почему, по-вашему, это так? Субъект. Пауза и далее с некоторым смущением. Я не знаю, что и как, кроме того, что приходящие сюда желают заниматься особым наземным животным. Которое является. Замолкает. Доктор Ньютон. Уговаривая животным, которое вам запомнилось. Субъект. Смеется нашим любимым животным. Это Ардер. Оно подобно маленькому медведю с кошачьими чертами. Обхватив себя руками, Ардер – замечательное, пушистое, приятное, миролюбивое животное, которое на самом деле вовсе и не животное, насколько мы его знаем. Доктор Ньютон. А что это такое? Субъект. Ардер очень разумный и нежный. Доктор Ньютон. Чем отличается их разум от человеческого? Субъект. Трудно сказать. Он не выше и не ниже человеческого. Просто другой. Доктор Ньютон. В чем самое большое отличие? Субъект. У них напрочь отсутствует склонность к конфликтам или конкуренции. По этой причине нас приводят в это мирное место, чтобы мы обрели надежду на лучшее будущее на Земле, узнали, какой могла бы быть Земля, если бы мы все действовали единодушно. Доктор Ньютон. Чем вы и ваши друзья занимаетесь на Бруйоле? Субъект. Мы приходим сюда и играем с этими нежными существами, у которых, похоже, есть связь с нуждающимися в отдыхе душами с Земли. Мы незначительно материализуем нашу энергию, чтобы взаимодействовать с ордером. Доктор Ньютон. Не могли бы вы подробнее остановиться на этом процессе? Субъект. Ну. Мы принимаем прозрачные человеческие формы, чтобы обнимать их. Мы вплываем в их ум. Так таинственно и тонко. После нашей жизни в столь тревожном физическом мире, как Земля, они исцеляют нас в этих условиях. Ордер действует на нас успокаивающе и побуждает нас увидеть возможности человеческого тела. Условия для отдыха и восстановления энергии являются как объектом исследований для путешествующих душ, так и просто качествами необычных жизненных форм. Находясь в трансе, мои субъекты испытывают большую симпатию по отношению к неиспорченным планетам, похожим на Землю, но без людей. Они рассматривают эти места как свои особые игровые площадки. Пациентов, вспоминающих о путешествиях в ментальные миры, у меня было далеко не так много. И это естественно. Мы существа, привыкшие к свету и физическим пространствам. В следующем отрывке приводится еще один пример взаимодействия с иными жизненными формами исключительно для отдыха и развлечения. Мы отправились вместо квиглисов. Они размером с выхухоль, толстые и пушистые, и лоб у них как у носатых дельфинов. У квиглисов большие круглые уши и прямые усы. Коэффициент интеллектуальности у них возможно такой же, как у умной собаки. Они преданные и жизнерадостные животные, которые любят нас. Их планета древняя и мистическая Земля, на которой невысокие холмы чередуются с долинами, украшенными цветами и маленькими изящными деревьями. Здесь очень красочны и имеются источники свежей воды. Мы отдыхаем и играем в этом мире совершенного покоя. Если нам снится, что мы высокие гиганты, маленькие эльфы или имеем тела водных или воздушных существ, то, возможно, эти сны отражают нашу подсознательную память о предыдущих воплощениях в других мирах. Однако может быть и так, что мы были так или иначе связаны с подобными существами во время наших развлекательных путешествий в экзотические миры. Значительная часть мифологических образов, странных существ, также может произрастать из этих воспоминаний. Следует добавить, что большинству людей снится, что они способны летать. Это, возможно, больше связано с воспоминаниями о наших полетах в развоплощенном состоянии, чем с фактом нашего воплощения в теле крылатого существа в одной из предыдущих жизней. Чтобы получше разобраться в симбиозных отношениях между земной душой и существами, представляющими другие формы жизни. Давайте рассмотрим следующий отрывок из рассказа одного из моих субъектов, который является гибридной душой. Подробнее ознакомиться с гибридами читатели могут в моем комментарии к случаю 20 в главе 4. В приведенном ниже фрагменте субъект, погрузившись в приятные воспоминания, испытывает ностальгические чувства. Иногда гибридные души рассказывают мне, что о том, что в промежутках между жизнями души исследователи берут их с собой в мир, похожий на тот, где они имели свои первые физические воплощения. Между своими жизнями на Земле я посещаю водный мир, называемый энтариум, который кажется таким успокоительно тихим после трудной жизни на Земле. Энтариум имеет только один континент, размером с Исландию. Я посещаю его вместе с несколькими моими друзьями, которые также тяготеют к воде. Нас приводит сюда один гид-исследователь, который знаком с этим регионом. Здесь мы присоединяемся к критинам, немного похожим на китов. Они телепаты и представляют собой долговечную расу, и они не возражают против наших периодических посещений и ментального общения с ними. Иногда они собираются в определенных местах, чтобы телепатически общаться с разумными водными формами жизни, существующими на двух других планетах вокруг звезд, находящихся в галактическом соседстве с Энтариумом. Больше всего мне нравится в этом месте единство и гармония мысли с кретинами, что восстанавливает мой ум и напоминает мне о моей первоначальной планете. Несомненно, кретины способны коллективно проецировать объединенную мысль в другие миры, зная особые точки пересечения в магнетическом энергетическом поясе вокруг их планеты. Эти вихревые участки, подобные энергетическим линиям Земли, о которых мы говорили в главе 4, по всей видимости, подзаряжают телепатическую силу кретинов и служат каналами передачи информации, способствующими межзвездному общению. Этот случай и сотни других позволили мне прийти к заключению, что все на Земле и во Вселенной, несомненно, связано волнами мысли с миром душ. Это справедливо также и в отношении других окружающих нас пространств. Многосложная прогрессия разума со всеми элементами материи представляет собой стройную симфонию, в основе которой определенный план вселенского сознания. В предыдущей главе я объяснял, как некоторые развлекательные игры используются в учебных целях для душ, интересующихся исследованиями. Более опытные занимаются межпространственными путешествиями. Один из моих субъектов, исследователей-стажеров, рассказывал. Мне говорили, что для того, чтобы стать исследователем, я должен буду узнать о многих реальностях. Начав с путешествий в физические миры, а затем в ментальные, совершая межпространственные путешествия. Чтобы познакомить читателя с межпространственной жизнью, я выбрал необычный случай одного пациента из Японии, который, находясь в состоянии глубокого гипноза, рассказал мне, что его душа изначально существовала в другом пространстве. Его духовное имя Канна. Случай 61. Канна – японский ученый, который приехал в США много лет назад для получения дальнейшего образования. В настоящее время он предпочитает уединяться в лабораториях. У него слабая иммунная система, слабое место пациентов, являющихся гибридными душами. На этих людей негативно влияет отсутствие большого опыта воплощения в человеческом теле, а также слишком большое количество переносимых из жизни в жизнь особенностей их изначального существования в других мирах. Как я уже говорил, гибридной душе может понадобиться много земных воплощений, прежде чем из ее памяти сотрутся энергетические структуры их старых тел. Я начал наш сеанс с Канна с обычной регрессией в период, когда он был в очреве матери. Для регрессиониста это наиболее удобный момент для установления контакта с душой пациента. Находясь в очреве матери, мой субъект сообщил, что он испытывал беспокойство по поводу предстоящего рождения, поскольку его предыдущее земное воплощение имело место лет 300 назад в Индии. Я продолжил регрессию Канна до сцены смерти в его прошлой жизни в Индии, и после этого мы перешли в мир душ. Диалог начинается с момента встречи Канна с его гидом Файнис. Доктор Ньютон. Что Файнис говорит вам? Субъект. Она говорит. С возвращением. Как тебе понравилась прогулка? Доктор Ньютон. И что вы ответили? Субъект. Должна ли она была быть такой ужасной? Доктор Ньютон. Она согласна с вашей оценкой жизни в Индии? Субъект. Файнис напоминает мне о том, что я добровольно решил начать жизнь на Земле с трудностей, потому что я хотел получить полное впечатление о разрушительной планете. Я был самым нищим среди нищих в Индии и жил в ужасающей бедности. Доктор Ньютон. Вы хотели иметь такие страдания в своей первой жизни на Земле? Субъект. Жизнь была ужасной, и я не очень-то хорошо наладил ее. Когда одна бездетная семья забрала мою дочь против моей воли, заплатив за мою лачугу ее владельцу, я совершенно потерял голову и не мог больше ничем заниматься. Канна беспокойно задвигался в кресле, вновь переживая моменты после своей предыдущей смерти. Что это за планета? Люди продают детей. Доктор Ньютон. Я еще не знал о гибридной природе души Канна и сделал неправильные выводы. Похоже, это было очень трудное первое воплощение молодой души на Земле. Субъект. Кто вам сказал, что я был молодой душой? Доктор Ньютон. Сожалею, Канна. Я пришел к выводу, что сейчас у вас только второе воплощение на Земле. Субъект. Это так, но я из другого измерения. Доктор Ньютон. Изумленно, О, и что вы можете рассказать о нем? Субъект. У нас не было физических миров, как в этом пространстве. Я воплощался в ментальном мире. Доктор Ньютон. Как вы выглядели в этом мире? Субъект. У меня было удлиненное текучее тело, мягкое без скелетной структуры. Мы были скорее прозрачными формами серебристого света. Доктор Ньютон. Вы предпочитали какой-то определенный пол? Субъект. Мы все были гермафродитами. Доктор Ньютон. Канна, пожалуйста, объясните разницу между путешествием ваше изначальное измерение из мира душ и путешествием в нашу Вселенную. Субъект. В моем измерении передвижение подобно прохождению через мягкие полупрозрачные волокна света. Вхождение в вашу Вселенную подобно преодолению густого тяжелого влажного тумана. Доктор Ньютон. А каково впервые оказаться на Земле по сравнению с вашим старым миром? Субъект. Словно к ногам привязан бетонный блок. Первое, что вы замечаете, это тяжелый вес плотной энергии здесь по сравнению с ментальным миром. Пауза. Это не просто тяжеловесно. Это грубо. Тяжко. Эта жизнь в Индии была для меня настоящей встряской. Доктор Ньютон. Не чувствуете ли вы сейчас немного лучше, акклиматизировались ли вы? Субъект. Не очень уверена, в какой-то степени. Но еще достав точно трудно. Доктор Ньютон. Могу понять. Канна. Какой аспект человеческого ума представляется вам наиболее затруднительным? Субъект. Резко экс, импульсивное поведение, физическая реакция на все без аналитических рассуждений. Существует опасность оказаться в контакте с плохим типом человеческого существа, слишком вероломным. Я не могу иметь дело с этим. Доктор Ньютон. Канна весь покрылся испариной, и прежде чем продолжить, я немного успокаиваю его, расскажите мне о вашем ментальном мире. У него есть название. Субъект. Пауза. Я не могу воспроизвести его своим голосом. Погружается в воспоминания. Мы плаваем в море спокойных ментальных потоков. Мягких. Игривых. Все совсем не так, как на Земле. Доктор Ньютон. Тогда зачем вы пришли сюда? Субъект. Глубоко вздохнув, я учусь быть исследователем-учителем. Большинство моих спутников ограничиваются одним пространством. Я в конце концов сказал Файнис, что хотел бы расширить свой опыт, побывав в более трудном мире, в совершенно другой зоне существования. Она сказала мне, что один ее старший товарищ рекомендовал другое измерение, имеющее активный физический мир, о котором известно, что оттуда выходят энергичные проницательные души с саркастическим смехом, если вы пройдете через уроки. Речь шла о Земле. Доктор Ньютон. Были ли у вас другие варианты? Субъект. Пожимает плечами. Гиды не дают вам много вариантов в таких ситуациях. Файнис сказала, что когда я завершу свою работу на Земле, я укреплю свои силы и заколюсь так, как не смогут мои друзья, отказавшиеся от этих заданий. Она сказала, что Земля будет так же и интересна для меня, и я принял этот вариант. Доктор Ньютон. Пришел ли вместе с вами в наше измерение кто-нибудь из ваших друзей? Субъект. Нет, я был единственным, кто выбрал его, и я чуть не отказался снова возвращаться в эту жизнь. Мои товарищи считают, что я очень смел. Они знают, что раз я взялся за это, то стану успешным путешественником. Доктор Ньютон. Давайте поговорим о путешествиях. Как межпространственный путешественник. Вы, возможно, знаете о том, существует ли предельное количество пространств вокруг нашей физической вселенной? Субъект. Категорически, я не знаю. Доктор Ньютон. Внимательно, хорошо. Расположено ли ваше пространство рядом с нашим? Субъект. Нет. Мне необходимо пересечь три других измерения, чтобы попасть сюда. Доктор Ньютон. Канна, было бы здорово, если бы вы попытались описать мне, что вы видите, когда пересекаете эти знакомые вам пространства в своих путешествиях. Субъект. Первое пространство – это сфера, наполненная красками, энергичными всплесками света, звука и энергии. Я думаю, оно находится еще в стадии становления. Следующее пространство черное и пустое. Мы называем его неиспользуемой сферой. Далее следует прекрасное измерение, которое представляет собой как физические, так и ментальные миры, для которых характерны спокойные эмоции, нежные элементы и проницательность, и острота ума. Это пространство превосходит и мое первоначальное измерение и вашу вселенную. Доктор Ньютон. Она теперь и ваша вселенная, Канна. Расскажите мне, много ли времени занимает переход через четыре измерения? Субъект. Нет, все происходит быстро, как если бы частички воздуха проникали через фильтр. Доктор Ньютон. Можете ли вы мне обрисовать структурную взаимосвязь этих пространств с миром душ? Вы описывали эти измерения как сферы. Давайте с этого и начнем. Субъект. Долгая пауза, я немногое могу вам рассказать. Все находится в круге с миром душ в центре. Каждая из этих вселенных представляется мне сферой, связанной как по цепочке со следующей. Доктор Ньютон. Не дождавшись более подробной информации, как у вас сейчас складываются дела в нашей вселенной, Канна. Субъект. Потирая рукой лоб. Лучше. Я учусь как равномерно и позитивно высвобождать свою энергию без истощения своих запасов. Это помогает мне находиться без людей длительные промежутки времени. Я надеюсь действительно продвинуться вперед за несколько жизней, но также ожидаю с нетерпением окончания своей работы здесь на земле. Прежде чем оставить царство душ исследователей, я должен добавить, что такого рода обучение позволяет узнать об особенностях разумной энергии. Мне жаль, что я не могу больше узнать о качествах этой энергии в ментальных мирах. Кое-какая информация приходит от тех душ, которые имеют опыт существования в физических мирах, считающихся также и ментальными, о чем свидетельствует приведенный ниже отрывок. Мы посещаем вулканический газовый мир Крайен, где обучаемся посредством ассимиляции. Это ментальный мир с внешними физическими атрибутами. Члены нашей группы исследователей плавают как капли жидкой энергии в море газообразных субстанций. Мы метаморфны и способны менять очертания и форму, становясь крошечными существами, чья жизнь концентрируется вокруг чистой мысли. Здесь имеется абсолютное вибрационное единообразие в отличие от Земли. Души, которые занимаются межпространственными путешествиями, рассказывают, что их движения распространяются внутрь и вовне изогнутых сфер, связанных между собой зонами, которые открываются и закрываются с помощью вибрационной настройки. Исследователи-стажеры должны обучиться этому искусству. Согласно отчетам моих субъектов, межпространственные путешественники должны также знать поверхностные границы зон, связывающих Вселенные, подобно путешественникам, определяющим местонахождение пункта назначения между горными хребтами. Души рассказывают о точках-линиях и поверхностях в многопространственном космосе, что указывает на более крупные структурные объекты. Я полагаю, что измерения, имеющие геометрические объекты, требуют гиперпространства, чтобы уместить их в себе. Однако души и исследователи перемешаются так быстро в некоторых гиперпространствах, что мне кажется, скорость времени и направления путешествия едва ли носят фиксированный характер. Обучение душ и исследователей, видимо, действительно обширно и значительно. Глава 9. Круг судьбы. Смотровой зал будущих жизней. Место выбора будущей жизни воспринимается как сфера, имеющая высококонцентрированные силовые поля в виде сверкающего энергетических экранов. Как я уже упоминал в разделе о духовных библиотеках, место выбора жизни называется кругом судьбы, где мы впервые созерцаем наше будущее тело. Большинство субъектов воспринимают этот круг как круглый куполообразный театр с панорамными экранами во всю высоту ширину стен, которые окружают их со всех сторон, когда они сами находятся в затененной смотровой зоне. Некоторые видят экраны на двух или трех стенах, в то время как сами они стоят или сидят на возвышении. С этого наблюдательного пункта души могут смотреть вверх прямо вперед и вниз на экраны, которые просто огромны по сравнению с теми, которые можно увидеть в других учебных центрах мира душ. Круг показывает сцены будущих событий людей, с которыми душа столкнется в предстоящей жизни. Некоторые пациенты рассказывают, что каждый экран отражает сцены детства-отрочества, зрелости и старости тел, которые они обозревают в то время, как другие говорят, что все экраны показывают им одновременно одну и ту же сцену. Сама конструкция экранной комнаты задумана таким образом, чтобы душа могла как наблюдать за действиями, так и участвовать в них, как в библиотеке. Мне действительно кажется, что в круге судьбы люди решают входить в экраны значительно чаше, чем в других учебных центрах. Они хотят по-настоящему ощутить фрагменты будущих событий в тех или иных телах, прежде чем принимать окончательное решение. Вовлекаться в сцену или просто обозревать ее – это всегда решает индивидуальная душа. Что касается более детального управления, то в круге имеются контрольные пульты управления для регулирования действий. Люди называют эту процедуру сканированием линии времени, а более продвинутые субъекты говорят, что они могут контролировать последовательность событий мысленно. Можно также приостанавливать действия в тех фрагментах будущей жизни, которые душа хочет рассмотреть более внимательно. Я не могу утверждать, что всем моим субъектам кажется, что то, что они видят, было откорректировано для их блага. И что у них меньше контроля над тем, что они могут созерцать, чем, скажем, в библиотеке. Более того, у меня сложилось впечатление, что рассматривая свое будущее, они чаще видят ранний период будущей жизни, чем поздний. Это может быть из-за предвзятости субъекта, так как ранние годы его жизни бывают уже позади к моменту нашего сеанса. Ключевой период для обозрения будущей жизни, как правило, приходится на возраст между 8 и 12 годами, когда человек впервые сталкивается с жизненным выбором. Многие рассказывают, что какие-то годы им демонстрируют очень подробно, тогда как другие лишь остаются за кадром. «Контрольный пульт управления, похоже, здесь не помогает, но это никогда не расстраивает моих субъектов». Я убежден, что их нынешняя амнезия также имеет определенное значение. Один 41-летний мужчина так сказал. «Мне показали мое нынешнее тело в возрасте 4, 16 и 28 лет, но я думаю, что мою память о дальнейших событиях блокировали. Во время просмотра экран то меркнет, то оживает, как отлив и прилив. Одна женщина использовала соответствующую метафору, описывая свои впечатления. Когда экраны оживают, они напоминают трехмерный аквариум. Когда я просматриваю жизнь, это подобно тому, как если бы я сделала глубокий вдох и ушла под воду. Люди – места события. Все очень быстро проплывает у вас перед глазами, словно вы тонете. Затем вы возвращаетесь на поверхность. Когда вы действительно переживаете в своей жизни сцену, которую вам показывают, она отражает именно то время, когда человек находится под водой. Во многих отношениях оживление воспоминаний моих субъектов об их последнем пребывании в пространстве выбора жизни и их осмысления своего выбора тела. Это один из самых терапевтических и информативных аспектов моих сеансов гипноза. Моя клиническая работа значительно улучшается, когда пациент возвращается в круг, потому что это существенно для его текущей жизни. Предлагая читателям более полную картину этого процесса, я надеюсь, что они смогут более высоко оценить важность каждой жизни, которую мы выбираем. В этой главе я представлю еще одну специальность, присущую некоторым душам. Это мастера времени, которые являются координаторами, регулирующими прошлое, настоящее и будущее людей и событий. Мастера времени – это искусные эксперты, которые, похоже, действительно управляют течением событий в нашем театре жизни. Продвинутые души являются членами единого товарищества проектировщиков, планирующего будущие события, в состав которого входят гиды, архивариусы и старейшие. Большой процент моих субъектов никогда не видел мастеров времени в экранном пространстве. Некоторым пациентам кажется, что они одни в круге, не считая киномеханика. Другие вступают в круг в сопровождение личного гида или, возможно, старейшего, являющихся единственными известными субъектом, советчиками, помогающими им в выборе жизни. Что касается нашего собственного участия в этом процессе, то многие души к этому моменту уже имеют представление о характере своего будущего воплощения. Наши гиды и члены совета старейших помогли нам детализировать наши идеи вопросами о том, какой мы хотим видеть свою будущую жизнь и какой тип человеческого тела по-нашему лучше всего подойдет нам. Тем не менее, мы оказываемся не совсем готовы к тем вариантам, которые нам предлагаются в пространстве выбора жизни. У обычной души они могут вызвать удивление или даже опасение. Мастера времени в круге судьбы остаются как бы в тени, где-то на заднем плане этого пространства выбора жизни, но сопровождающие нас гиды могут с ними консультироваться. Даже если мои пациенты видели этих мастеров, они, как правило, не вступали с ними в контакт во время просмотра. Поэтому мой следующий случай является нетипичным. Случай 62. Доктор Ньютон. Пожалуйста, обрисуйте, что происходит, когда вы вступаете в сферу выбора жизни. Субъект. Нас встречают два существа, которые будут работать с моим гидом Файомом. Он, похоже, хорошо их знает. Доктор Ньютон. Вы всякий раз видите их в этом месте перед выбором новой жизни. Субъект. Нет, только когда предстоящая жизнь должна быть особенно трудной, что означает некоторое количество сложных вариантов будущих тел. Доктор Ньютон. Что вы имеете в виду? Больше, чем обычно количество вариантов или более сложные тела? Субъект. Обычно мне предлагают лишь пару тел, и это облегчает мою задачу. Доктор Ньютон. Вам известны имена этих двух специалистов, которые беседуют с Файомом? Субъект. Вздрогнув, нет. Мне не полагается это знать. Мы не можем. Так легко познакомиться здесь с этими мастерами времени. Поэтому Файом сопровождает меня. Доктор Ньютон. Понимаю. Поэтому опишите, насколько это возможно, что из себя представляют эти мастера времени, предлагающих вам варианты жизни. Субъект. Успокоившись, хорошо. Первый имеет мужской облик и действует более строго и жестко. Я знаю, что его задача помочь мне выбрать определенное тело, наиболее полезное для меня. Это тело максимально обеспечит меня опытом, необходимым мне в моей будущей жизни. Доктор Ньютон. Однако, из всего того, что я слышал, у меня сложилось впечатление о руководителях Кольца как о довольно спокойных и ненавязчивых существах. Субъект. Ну. Да, это так, но среди предлагаемых вариантов всегда есть более предпочтительное тело, которое на взгляд планировщиков является наилучшим. Они особо выделяют этот вариант при просмотре. Пауза. Они знают, что я в первый раз просматриваю эти варианты, и они хотят, чтобы я сделал наилучший выбор. Доктор Ньютон. Ясно. Теперь не могли бы вы рассказать о втором мастере. Субъект. Улыбаясь, это женщина, и она мягче. Более гибкая. Она хочет, чтобы я принял тело, в котором я буду чувствовать себя более комфортно изнутри. Она как бы смягчает ситуацию и, обращаясь к первому мастеру, говорит, что времени предостаточно для того, чтобы выучить мои уроки. У меня такое чувство, что они как бы намеренно подыгрывают друг другу, для моего же блага. Доктор Ньютон. Что-то вроде перекрестного допроса хорошего и плохого полицейских. Субъект. Смеется. Может быть, у меня адвокат в обоих лагерях в лице Файома, который придерживается срединного пути. Доктор Ньютон. То есть, Фаем своего рода арбитр. Субъект. Нет, это не так. Фаем не снисходителен ни строк, когда я обдумываю свой выбор. И мне совершенно ясно, что выбор тела остается за мной, потому что я и буду жить с ним. Разражается смехом. Ха! У меня получился каламбур. Доктор Ньютон. Да похоже на это. Мы действительно вынуждены жить с принятыми нами решениями. И прежде чем продолжить, расскажите, как вы выбирали свое тело перед вашей предыдущей жизнью. Субъект. В своей предыдущей жизни я выбрал трудный путь в теле женщины, которая должна была умереть в течение двух лет. Волны прошлых событий все же неизгладимы и существуют, например, в духовных библиотеках. Но если настоящее и будущее тоже существуют в настоящем времени, как можно изменить будущее, в то время как настоящее нельзя? Не является ли это невозможным парадоксом? В квантовой механике, если рассмотреть частицы света, то кажется, будто они исчезают в одном месте и мгновенно появляются в совершенно другом. Если каждое событие во времени существует в волнах возможностей, возможно ли, что прошлые события получают определенные вечные качества? В то время как будущие события все еще не зафиксированы и могут подвергаться изменениям? Я убежден, что да. Однако в течение многих лет слыша рассказы людей об их выборах будущих жизней, я не думаю, что у души имеется неограниченное количество альтернатив будущего. Эти возможности варьируются лишь настолько, насколько мы можем извлечь из них уроки. Например, в случае 29 Эми Созерцая прошлую жизнь в духовной библиотеке указала на то, что круг альтернативных самоубийств у вариантов постепенно сужался. Планировщики имеют дело с вариантами наших жизней типа «что было бы если бы». Мастерам времени и другим известна меньшая или большая вероятность событий, которые еще не произошли в рамках главного плана. В круге мы не просто изучаем альтернативные варианты временной последовательности будущих событий. Скорее мы изучаем предлагаемые нам альтернативные тела, которые будут существовать в контексте этих событий. Эти тела получат рождение в рамках примерно одного и того же времени. Изучение наиболее вероятной цепочки событий, связанных с рассматриваемыми телами, подобно предварительному просмотру рекламных роликов кинофильмов. Когда души просматривают те особые сцены, на которые мастера времени желают обратить их внимание, некоторым из них кажется, что они играют в шахматы и еще не знают всех возможных ходов, которые необходимо совершить, чтобы достичь желаемой цели. Обычно душам открываются лишь фрагменты основной, базовой линии будущей жизни, или круговой линии, как ее называют некоторые пациенты. Круговая линия представляет основополагающий вероятный курс жизни для каждого рассматриваемого тела. Душа, которая готовится к воплощению, знает, что один шахматный ход, одно самое пустяковое изменение в игре, которую они наблюдают, может повлиять на результат. Мне кажется интригующим то, что в большинстве случаев душам не раскрывают никаких потенциально серьезных результатов их будущей жизни. Они знают, что есть много других возможных ходов на шахматной доске жизни, которые могут меняться в любой момент игры. Откровенно говоря, именно это делает игру интересной для большинства душ. Изменения в жизни обусловлены нашей свободной волей в отношении определенных действий. Эта обусловленность является частью законов кармы. Карма представляет собой возможность, но она также предполагает силу духа и выносливость, потому что игра приносит не только личные победы, но и неудачи и потери. Отчеты различных субъектов о том, что происходит в экранных пространствах, хорошо согласуются между собой. От их рассказов просто захватывает дух. Все же находясь в круге, субъекты в состоянии гипноза не могут обозревать события последующего этапа жизни в их нынешнем теле. Конечно, это может затемнить картину созерцаемой душами жизни. Исходя из опыта моего исследования мира душ, я предпочитаю не заниматься прогрессией в будущее в гипнотерапевтических сеансах, за исключением сцен в экранных пространствах. Иногда и за пределами круга субъекта озаряют кратковременные сцены будущих событий с его участием. Обычно в таких случаях я не пытаюсь извлечь из них больше информации. Тем более, что эти сцены будущего фрагментарные неустойчивы, так как люди видят лишь единичный вариант, который может измениться к тому моменту. Когда наступит реальное время событий, учитывая целый ряд новых обстоятельств и решений, базирующихся на складывающемся ходе истории, ведущем к этим событиям. Экранные пространства полезны для тех душ, которые намерены принять тот или иной обет в будущей жизни. Многим созерцание определенных аспектов их будущего придает уверенность. Тем не менее, некоторые встревоженные души рассказывают, что они отказываются вовлекаться в течение событий на экранах. Чтобы непосредственно ощутить тело, опасаясь потерять самообладание, когда придется заключать трудный жизненный контракт. Более отважные души видят предназначение экранного пространства в том, чтобы наоборот поощрить души, потому что им позволяется проверить воду перед прыжком. Пример своеобразной и непростой подготовки к испытанию – это выбор гомосексуального тела. Поскольку такого рода предрасположенность по своей сути биологическая не воспринята в результате влияния социума и среды, души принимают эти тела по двум основным причинам. Как я уже говорил, многие души на уровне ХАИ-2 выбирают тело определенного пола в 75% случаев, потому что они хорошо чувствуют себя в теле мужчины или женщины. Я нахожу, что мои пациенты гомосексуальной ориентации начали процесс перехода к выбору другого пола в своих жизнях, что отражает продвижение в развитии души. Решение стать геем или лесбиянкой представляет собой одно из средств, позволяющих начать этот переход в данной жизни. Таким образом, их нынешний пол может быть для них чем-то новым, и мужчина гей может чувствовать себя так, как если бы он в действительности был в теле женщины. Вторым и значительно более важным фактором, определившим решение души принять гомосексуальную ориентацию, является намерение существовать в обществе, настроенном против них. Обычно мои пациенты гомосексуальной ориентации уже не молодые или неопытные души. Если они не хотят скрывать свою ориентацию, то это означает, что такие люди изначально приняли решение жить жизнью, в которой они двигались бы против общего течения, против культуры с жесткими стереотипами. Они должны пройти через это и подняться над публичным осуждением, чтобы утвердиться в самооценке и самоопределении. Это требует смелости и решимости, что я и наблюдаю в моих пациентах, вернувшихся к моменту выбора жизни в кольце, когда они принимали эти решения. Чтобы проиллюстрировать все это, я упомяну об одном моем пациенте, мужчине гомосексуальной ориентации, который когда-то был императрицей в Китае. Нынешнее его воплощение было первым после той жизни исполненной роскоши и власти, спустя длительный промежуток времени. Эта душа по имени Джимона рассказала, что в том воплощении она имела тело потрясающе красивой женщины, невероятно бога, той, которую буквально носили на руках, в соответствии с ее рангом. Она потакала всем своим слабостям в этой жизни, не доверяла никому из своего окружения из-за дворцовых интриг, низкопоклонства и лести своих подчиненных. В пространстве выбора жизни у Джимони перед ее нынешней жизнью предложили три варианта. Вот что сказал мой пациент о принятом им решении. В двух вариантах из трех были женщины, а в одном прекрасный молодой мужчина, который, как мне сказали, был внутри женщины. Одна женщина была очень худощава, почти болезненна и должна была вести спокойную жизнь верной жены и матери. Другая женщина имела шикарное тело и была предназначена так или иначе причинять беспокойство обществу. Она также была эмоционально холодна. Я решил стать мужчиной, потому что тогда мне пришлось бы иметь дело с жизнью гомосексуалиста. Я знал, что если я смогу преодолеть стыд перед обществом, это компенсирует лести низкопоклонства в моей жизни императрицы. Выбор этих вариантов происходил в соответствии с обычным процессом выбора тела. Жизнь женщины, привлекательной для общества, была бы просто продолжением прошлой жизни моего пациента в качестве общественно значимой фигуры, эгоцентричной и окруженной завистниками. Домохозяйка – это был бы неплохой выбор. Средний вариант, в котором Джимона научилась бы смиренно и терпеливо принимать жизненные испытания в убогих условиях. Но это опять была бы женщина, и Джимона захотела прервать длительный цикл воплощений в женских телах. Вариант воплощения в теле мужчины гея, по словам Джимоны, самый трудный, хотя в материальном отношении он более обеспечен, чем был бы в теле женщины среднего достатка. Нас не очень-то информируют во время процесса выбора, но более старые души знают, что среди всех вариантов часто бывает какой-то один очень заманчивый, но не очень подходящий в смысле получения урока. Он сделал такой выбор не потому, что был принужден остановиться на мужчине, имеющем гомосексуальную ориентацию, а потому что в данном случае предстояло более суровое испытание. Мой пациент сказал мне, «Многие люди в моей жизни относились ко мне с отвращением. Мне нужно было испытать подобную дискриминацию, чтобы почувствовать себя беззащитным и уязвимым. Одним моментом, который я заметил в процессе выбора тел, является то, что более продвинутые души способны сопоставить различные варианты тел за короткий промежуток времени их демонстрации. Менее продвинутые души также принимают тело, сознавая, что вместе с ним они выбирают наилучший вариант действий. Они доверяют процессу выбора больше, чем себе». Один пациент сказал, «Для меня получение нового тела подобно примерке нового готового костюма, который хочешь приобрести и надеешься, что его не понадобится переделывать». Мастера времени. «Крайне редко среди моих пациентов попадаются проходящие обучения мастера времени, и я высоко ценю эти случаи. Поскольку со временем связаны некоторые другие специализации душ, я должен быть осторожен, чтобы ошибочно не сделать преждевременных заключений во время сеанса». Например, души-архивариусы помогают другим душам в поиске их прошлых историй и альтернативных вариантов этих событий. Таким образом, они действуют больше как историки и хроникеры, чем как мастера времени, которые бы проследили временную последовательность график времени, событий ближайшего будущего для рассматриваемых тел в пространстве выбора жизни. Как и в случае других специализаций, здесь, я уверен, также происходит наложение со специализациями мастеров, имеющих отношение к координации времени, необходимой для тех или иных душ. Поэтому мои пациенты часто объединяют их со специализацией планировщиков. Мастера времени, являющиеся стажерами, многого еще не знают, так, по крайней мере, они говорят. Когда я исследую эзотерические аспекты занятий душ, всегда возникает необходимость различать обычно возникающую блокировку информации, которой я не должен знать, и действительное незнание моими продвинутыми субъектами тех или иных аспектов. Читатели могут удивиться, почему я не задавал других важных вопросов в случаях, представленных в данной книге. Я действительно пытался, но не получал ответа. Иногда и специализирующиеся стажеры, и я можем положить начало информации, которая вначале кажется случайной, но потом быстро раскручивается. Так произошло в случае с душой по имени Эбайдем, который является инженером в его нынешней жизни. Я начинаю диалог с памятного момента нашего сеанса. Случай 63. Д. Эрен. Эбайдем, не можете ли вы рассказать мне, что является наиболее сложной задачей для вас, как для души в ваших занятиях между жизнями? Субъект. Я изучаю время на планете Земля. Д. Ньютон. Для чего? Субъект. Я хочу стать мастером в этом искусстве, путешествуя по шкалам времени, пытаясь понять циклы в жизни людей, живущих в физическом мире, чтобы помогать планировщикам содействовать душам в процессе выбора жизни. Д. Ньютон. Как вы продвигаетесь в своей программе? Субъект. Вздыхает очень медленно. Я лишь начинающий и нуждаюсь в поддержке многих руководителей. Д. Ньютон. Почему вас выбрали для обучения по этой специальности? Субъект. Мне очень трудно объяснить вам это, потому что я не думаю, что я действительно заслужил это. Я предполагаю, что все это началось потому, что мне очень нравится манипулировать энергией, и у меня это получалось довольно неплохо на наших занятиях. Д. Ньютон. Ну а как же другие, которые также успешно создают вещи, манипулируя энергией на занятиях по созиданию? Субъект. Оживленно это другое, мы созидаем. Не так. Д. Ньютон. Чем отличается ваша работа? Субъект. Чтобы работать со временем, вам нужно научиться пространственному манипулированию. Вы начинаете с моделей, а затем приступаете к настоящим вещам. Д. Ньютон. С какого рода моделей? Субъект. Мечтательно, ах. Огромный бассейн. С вращающейся жидкой энергией. Разжижающийся в тех промежутках, где события в минимальных объемах стимулируются для нас. Промежутки открыты. Вы видите неоновые лампы, излучающие мерцающий свет. Можно вступать. Останавливается, это действительно трудно объяснить. Д. Ньютон. Все хорошо, обойдем. Я бы хотел поговорить о том, где вы сейчас работаете, кто обучает вас, а также немного о практическом искусстве мастеров времени, как ими становятся. Субъект. Тихо, занятия, связанные со временем, проводятся в храме. Усмехается, мы называем его храмом времени, где учителя наставляют относительно применения последовательных циклов энергии в работе с событиями. Д. Ньютон. Что это за последовательные циклы? Субъект. Шкалы или линии времени существуют как последовательность энергии событий, которые находятся в движении. Д. Ньютон. Расскажите мне, как вы манипулируете энергией в шкалах времени. Субъект. Временем управляют, жимая и растягивая частицы энергии внутри объединенного поля и регулирование его течения это. Словно игра с резиновыми лентами. Д. Ньютон. Можете ли вы менять события в прошлом, настоящем и будущем? Это ли вы имеете в виду, когда говорите о манипулировании? Субъект. Долгая пауза? Нет, я могу лишь следить за последовательностью энергий. Мы действуем как? Разбойники, которые входят и выходят из этих последовательностей, которые мы можем назвать дорогами, ускоряясь и замедляясь. Сжимаясь, наша энергия ускоряет нас, а расширяясь замедляет. То же самое происходит с событиями и людьми, которые появляются в этих последовательностях, как станции на дорогах. Мы ничего не создаем. Общее между нами это то, что мы наблюдатели. Д. Ньютон. В таком случае, кто создает последовательности времени? Субъект. Раздраженно, откуда мне знать? Я лишь пытаюсь действовать внутри системы. Д. Ньютон. Я просто спросил обойдем. Вы очень многое прояснили для меня. Скажите, какова цель ваших действий в качестве обучающегося мастера времени? Субъект. Нам даются задания по отдельным событиям. И все человеческие решения относительно того или иного события имеют значение. Наша практическая работа связана с течениями человеческой мысли и действий, которые соединяются в реке времени. Д. Я бы назвал эти явления путями действий и памяти об этих действиях. Субъект. Согласен. Частицы энергии действительно затрагивают память. Д. Ньютон. Каким образом? Субъект. Энергия является носителем мысли и памяти внутри последовательностей, и они никогда не бывают забытыми. Канал, с помощью которого воспринимается время, начинается с мысли формирования идеи, далее следует событие и в конце – память о событии. Д. Ньютон. Как все это записывается в последовательности? Субъект. С помощью вибрационного тона каждой записанной частицы энергии. Это то, что мы получаем обратно. Д. Ньютон. Могут ли последовательности существовать во всех типах альтернативных реальностей? Субъект. Пауза – да. Перекрываясь и переплетаясь. Это делает поиск интересным, если кто-то способен найти их. Можно наблюдать за всем и восстанавливать что угодно для учебы. Д. Ньютон. Я хотел бы получше разобраться с этим байдем. Субъект. Здесь я могу рассказать вам многое. Частицы энергии, которые являются частью причинного фактора возникновения событий во времени, связаны с многочисленными альтернативными вертикальной слэш-частотными структурами. Мы созерцаем всю эту человеческую историю как полезную для будущих воплощений людей. Д. Ньютон. Расскажите мне, что вы думаете об альтернативных возможностях, связанных с событиями. Субъект. Долгая пауза. Мы исследуем степень продуктивности событий. События плохие, получшие и очень хорошие. Проигрываются до тех пор, пока не перестают быть продуктивными. Глубоко вздыхает. В любом случае, я еще новичок в этом. Я изучаю события, уже имевшие место в прошлом. Д. Ньютон. Итак, вы утверждаете, что все, что потенциально может существовать во времени, не обязательно существует, если для людей нет ничего поучительного в их существовании. Субъект. Пауза. Ах. Да существуют подобные ситуации, ведущие к сходным решениям, и через некоторое время различия в событиях столь незначительны, что они не могут быть продуктивными в плане извлечения уроков. Д. Ньютон. Из всего, что вы рассказали мне об Айдем, я сделал вывод, что вы еще не очень много занимаетесь будущим временем. Поэтому, кем вы себя видите? Субъект. Я считаю себя археологом во времени. Мои задания связаны с изучением людей и событий прошлого и настоящего. Будущее темно. Последовательности неясны. Нет, сейчас я являюсь археологом во времени. Д. Ньютон. Когда на самом деле начались ваши занятия в этой области? Субъект. Когда мой класс собрали для обучения в этом храме? Д. Ньютон. Сколько душ в вашем классе? Субъект. Нас шестеро. Пауза затем добавляет, я никого раньше не знал. Д. Ньютон. Эбайдем, расскажите мне о ваших первых занятиях. Конечно, вы ясно можете себе это представить. Субъект. Меня послали в мир, известный как Гелат. Это физический мир, по своей географии напоминающий Землю. Здесь когда-то существовала великая технически высоко развитая цивилизация, и гелатианцы были способны путешествовать на другие планеты, что привело их к гибели. На Гелате сейчас нет разумных форм жизни. Д. Ньютон. Я не понимаю, почему вас отправили в этот мертвый мир. Субъект. Он не мертвый, скорее пустой, безжизненный. Когда мы прибыли для обучения, мы приняли прозрачную форму, напоминавшую гуманоидную внешность старых гелатианцев. Смеется. Д. Ньютон. Расскажите мне о них. Субъект. Я только что представил их. Они были желтовато-зелеными людьми, очень высокими и гибкими, словно без суставов. У них были большие многофасетные глаза, как у насекомых. Д. Ньютон. Как народ, что они собой представляют? Субъект. Гелатианцы были мудрыми и в то же время глупыми, подобно всем остальным. Они уверовали в свою непобедимость. Д. Ньютон. Но какова цель вашего прихода сюда? Не осталось ли все это в прошлом? Субъект. Вы не понимаете? Их шкалы времени все еще существуют. Мы приходим сюда, чтобы практиковать пересечение и скрещивание на материале старой истории этого места. Это довольно экзотический мир с полуразрушенными космическими платформами, еще окружающими планету. На самой планете можно увидеть огромные сферические жилища, которые теперь пусты и почти раз валились. Их древние учебные залы поросли растениями, и разрушенные остатки когда-то великой цивилизации беспорядочно рассеяны по поверхности. Д. Ньютон. И чем вы и пятеро ваших товарищей занимаетесь? Субъект. Мы излучаем нашу энергию. И проплываем через коридоры их прошлого времени. Один из учителей помогает нам отрегулировать наши вибрации для пересечения с определенными периодами истории гелата. Получается фрагментарно, потому что мы еще не опытны в этом. Но определенные картины их могущества проявляются достаточно ярко и живо. Д. Ньютон. Значит, ничто из прошлого никогда по-настоящему не бывает утеряно. Субъект. Нет. Хотя гелатианцы уже исчезли. Все, что они делали до известной степени, еще живо. Их триумфы. Их закат. Мы можем изучать их ошибки. Я могу восстановить людей, разговаривавших в определенные моменты. О чем они думали, прежде чем оказались покорены другой расой и ассимилировались в их культуре далеко отсюда. У гелатианцев был музыкальный язык, который плывет среди их разрушенных космических кораблей и опустошенных улиц. Д. Ньютон. Какова ваша конечная цель и байдем? Субъект. Когда я приобрету мастерство, я буду выполнять функции консультанта-планировщиков, которые конструируют различные ситуации для людей. Помогать душам, занимающимся исследованиями в библиотеках. Содействовать координации выбора жизни в круге и так далее. Такого рода деятельность. Д. Ньютон. Эбайдем, у меня к вам вопрос личного характера. Мог бы я, находясь в мире душ, вернуться назад в мой родной город, каким он был в моем детстве, и увидеть картины прошлого, себя со своей семьей и друзьями. Я не имею в виду воссоздание всего этого в мире душ, но именно возвращение назад на землю в развоплощенном состоянии, как вы посещали Гелат. Субъект. Улыбается, конечно. Хотя вам может понадобиться некоторая помощь со стороны талантливого учителя, прежде чем вы что-то уловите. Только не пытайтесь что-то подправить или изменить. Ухмыляясь, помните, что вы будете лишь призраком. Свободная воля. На одной из моих лекций в Ванкувере некая женщина в отчаянии вскочила и прокричала из зала. Вы, новоиспеченные гуру Нью Эйджа, говорите нам, что с одной стороны у нас имеется свобода воли и мы можем делать свой выбор в жизни. Но что с другой стороны, нам предопределено следовать определенному плану из-за кармы прошлой жизни. Что это такое? У меня нет свободы воли в моей жизни, потому что я отдана на милость сил, которые находятся вне моего контроля. Моя жизнь – сплошное несчастье. После лекции я подсел к этой женщине на несколько минут и узнал, что недавно ее 19-летний сын был сбит на мотоцикле. Люди думают, что свобода воли и судьба – противостоящие друг другу силы. Они не понимают, что судьба представляет собой итоговую сумму наших действий, совершавшихся нами на протяжении тысячелетий в многочисленных воплощениях. Во всех этих жизнях у нас была свобода выбора. Наша текущая жизнь представляет весь прошлый опыт, как приятный, так и неприятный. И таким образом мы имеем на лицо результат всех наших прошлых решений. Мы занимаем определенное тело по многим причинам. Молодой мотоциклист, по признанию его матери, жил ради скорости и получал особый кайф в опасных ситуациях. Поскольку в этом разделе, посвященном времени, мы подошли вплотную к шансам и возможностям будущего, уместно более детально рассмотреть варианты свободной воли. Реинкарнация не имела бы никакого смысла, если бы вся жизнь была бы предопределена. Еще раньше говоря о шкалах времени, я предположил, что будущее может существовать во многих реальностях. Люди, имеющие предчувствие относительно будущего, могут быть правы или могут ошибаться. Если кто-то видит себя убитым в каком-то месте и в какое-то время, но это не произошло, значит человек избежал наиболее ужасного варианта из всех альтернативных возможностей. Аргумент в пользу детерминизма в противоположность свободе воли заключается в том, что один источник или группа высших существ ответственна за то, чтобы планета Земля была населена людьми, страдающими от болезней, голода и страха. Мы живем в мире, в котором происходят землетрясения, ураганы, потопы, пожары и другие природные стихийные бедствия, над которыми у нас нет контроля. Я уже не раз говорил, что Земля считается душами очень трудной школой. Великий урок Земли в том, чтобы преодолеть как планетарные так и личные разрушительные силы в жизни, окрепнуть в практических усилиях и двигаться дальше. Мы хорошо экипированы всем необходимым для того, чтобы позаботиться о себе. Временами карма может показаться возмездием наказанием, но во всем присутствует справедливость и равновесие, которое мы можем не усмотреть, испытывая печаль или страдание. Страх появляется, когда мы отделяем себя от нашей духовной силы. О многих сложностях своей жизни мы знали заранее и выбрали их по серьезным причинам. Душа не считает случайными несчастья, затрагивающие наши тела, как я уже пытался показать на примере многих случаев, таких как случай 62 с женщиной из Амарила, которая погибла от шальной пули. Чистая воля нашего истинного Я имеет силу противостоять слабостям нашего характера, особенно в неблагоприятных условиях. Мы вольны изменить свою жизнь после каких-либо несчастий, если мы желаем взять на себя ответственность за это. Более важным, чем сами проверочные события в нашей жизни, является наша реакция на них и то, как мы управляемся с их последствиями. В этом заключается основная причина сознательного забвения. Я уже отмечал, что обычно душе не показывают все альтернативы возможных будущих событий в предстоящей жизни. И для этого есть серьезные основания, несмотря на спонтанные вспышки духовной памяти, которые случаются у некоторых людей. Амнезия позволяет нам проявлять свою свободную волю и самоутверждаться без давления подсознательной памяти о том, что мы созерцали в экранном пространстве. Хотя мы можем выбирать из тех картин нашей будущей жизни, которые нам демонстрируют, мои случаи свидетельствуют о том, что нам будет дана возможность заново просмотреть все наши главные альтернативы после того, как закончится жизнь. Я могу привести короткий, но очень показательный пример проявления свободной воли, который показывает, как даже раз воплощенные души могут удивиться неожиданному решению, могущему изменить вероятный результат в жизни. У меня был пациент, которого убили в сражении при Геттисбурге в 1863 году. Он был молодым новобранцем союзной армии, звали его Джон, и жил он в маленькой общине недалеко от Геттисбурга. Ему было всего лишь 16, но вместе со своей возлюбленной по имени Роуз он уже вел разговоры об их будущей свадьбе. За ночь до начала трехдневного сражения офицер союзной армии в поисках молодого нестроевого солдата, который был бы хорошим наездником и мог бы перевозить депеши, заехал в местечко, где жил Джон. Джон не собирался участвовать в войне из-за своего возраста, а также потому, что должен был помогать матери по хозяйству. Офицер обнаружил Джона и спешно объяснил ему безотлагательность задания, обещая, что сразу же после битвы он сможет вернуться домой. Джон был прекрасным наездником и импульсивно согласился на предложение офицера, потому что, как он выразился, «я не хотел упустить возможность поучаствовать в захватывающем приключении». Ему нужно было отправиться на задание немедленно, и он не успел даже ни с кем попрощаться. Джон был убит на следующий же день. Даже когда он витал над своим распростертым на земле телом, он не мог поверить своим глазам. Вернувшись в свою духовную группу, Джон встретился с Роуз, с той ее частью, которую она не взяла с собой на землю. В тот момент, когда она увидела Джона, она прокричала, «Почему ты вернулся? Мы ведь должны были пожениться». Эти родственные души быстро сообразили, что Джон резко выбрал путь, который отклонялся от курса его предполагаемой жизни. Но даже в этом случае каждый путь имеет какую-то кармическую пользу, как в случае короткого армейского опыта Джона. Я спросил этого субъекта, показывали ли ему в экранном пространстве те сцены, которые должны были иметь место в Геттисборге. Он ответил, «Нет, я принял то, что они показали мне о моей жизни до 16 лет, потому что я знал, что у них были серьезные основания раскрывать мне лишь то, что мне нужно было знать до этой жизни». Я доверяю решениям моих гидов. Джону юному солдату не показали возможность его гибели в Геттисборге, и это очень типичная ситуация. Но как быть с теми случаями, когда преждевременная смерть имеет такую высокую степень вероятности в жизни? Что планировщики должны дать нам возможность добровольно выбрать данное тело с целью получения благоприятного для себя опыта? Мне известны регрессионисты, у которых было множество случаев с героическими душами, добровольно согласившимися участвовать в Холокосте нацистской Германии. И среди моих пациентов определенно имеются подобные души. Возможно, потому что многие из этих душ после лагерей смерти получили новые жизни в Америке. Здесь имеются возможности любого рода несчастий. Иногда души бывают подготовлены к тому, что ждет их впереди, благодаря посещению репетиций накануне воплощения. Об этом свидетельствует следующее высказывание пациента. «Я помню, как проходил мимо большой группы душ в подготовительном классе, которых собрали в помещении, напоминающем амфитеатр. Они все слушали оратора, который говорил им о ценности жизни, даже если они собирались отправиться на землю лишь на короткое время. Все они добровольно решили стать жертвами некоего бедствия, в котором должны вместе погибнуть. Им предложили ментально подготовиться и с максимальной пользой провести имевшееся у них время, и сказали, что если они желают, они могут иметь более продолжительную жизнь». Случай 64. Здесь приводится случай эвтаназии, легкой и безболезненной смерти субъекта по имени Сэнди. Это еще один пример, в котором душе показывают сцену смерти в ее будущей жизни. Как часто бывает с душами, которые должны увидеть свою смерть в предстоящей жизни, добровольное согласие является частью контракта. Во время предварительного собеседования я узнал, что Сэнди была тесно связана со своим братом Кейтом, и что они были членами одной большой семьи. Они росли вместе, и, будучи старшей сестрой, она должна была заботиться о нем как мать. Кейт был горячим сорванцом, и, словно ходя по лезвию бритвы, он носился на скоростных автомобилях и имел столкновение с блюстителями порядка. Сэнди рассказала мне, что Кейт жил так, словно искал смерти. Она добавила, что Кейт причинил боль не одному человеку, будучи непостоянным и капризным, но у него было хорошее сердце, а его жажда жить полной жизнью здесь и сейчас была просто заразительной. У Сэнди всегда было предчувствие, что Кейт умрет молодым. Когда ему было 27, у него обнаружили амиотрофический латеральный склероз АЛС, и два года спустя он умер. АЛС представляет собой болезнь, выражающуюся в дегенерации мышечных тканей, приводящую за два года к полной атрофии мышц. Ближе к концу многие пациенты не могут обойтись без аппарата для искусственного дыхания, и они получают большие дозы морфия, чтобы преодолеть мучительную боль. Когда Сэнди во время нашего сеанса вернулась в свою группу, мы обнаружили, что брат и сестра были компаньонами. Кейт был весельчаком и проказником в их группе, и в своих многочисленных прошлых воплощениях он довольно беспечно относился к чувствам других людей. Проконсультировавшись со своим гидом и с членами группы, Кейт признал, что ему необходимо научиться смирению, чтобы прогрессировать дальше. Являясь безрассудно смелой душой, Кейт попросила жизни, у которой ему был бы брошен мощный вызов, требующий развития смирения, вместо того, чтобы растягивать этот урок на долгие годы и жизни. Его предупредили, что ускоренные уроки жизни могут быть чрезвычайно суровыми. Кейт сказал, что он готов. В круге выбора жизни он обнаружил, что ему придется добровольно принять атлетическое тело, которое окажется неподвижным из-за АЛС, и это было горьким открытием. Сэнди сказала, что в какой-то момент в пространстве выбора жизни ее брат почти отказался. Именно с этого момента и привожу наш диалог с ней во время сеанса. Доктор Ньютон. Пожалуйста, расскажите, как можно больше реакции Кейта на тело, которое ему предложили. Субъект. Очень серьезно, ему показали самое худшее, его тело да и вовремя болезни. Как он лишается своей свободы и становится полностью зависимым от нас. Они ничего не скрыли от него. Кейт увидел, что в самом начале болезни он сокрушается и сожалеет, затем испытывает ужасный гнев. Но если ему удастся преодолеть все это, урок будет усвоен. Доктор Ньютон. Переключаясь вместе с Сэнди с текущего времени в мир душ, ну и как усвоил он урок? Субъект. Пода. Ближе к концу Кейт успокоился, принял и оценил все то, что мы для него делали. Доктор Ньютон. Можете ли вы что-нибудь рассказать о том, как Кейт готовился к этой жизни с вами? Субъект. После долгой паузы я понял по лицу моей пациентки, что она уступила моей просьбе, я расскажу вам. Хорошо поговорить об этом. Я еще никому не рассказывала. Субъект начинает плакать, и я пытаюсь удержать ее внимание. Доктор Ньютон. Мы можем не затрагивать эту тему, если она причиняет вам боль. Субъект. Нет, я хочу. Делает глубокий вдох. Когда мы готовились прийти в эту жизнь, я должна была стать старшим ребенком в Н.А. Шея семье, поэтому я пришла первой. Мы долго беседовали непосредственно перед моим воплощением. Кейт сказал, что он был готов принять страдания. Но в момент наступления полной атрофии, когда он уже не мог больше терпеть, я должна буду отключить систему его искусственного питания и освободить его. Доктор Ньютон. Вы собирались сделать это в больнице. Субъект. Мы планировали это еще в мире душ, но потом, слава богу, его отправили домой, где он провел последние семь недель своей жизни, и это облегчило осуществление нашего плана. Доктор Ньютон. Это было связано с болью. Определенно Кейт получал обезболивающие средства. Субъект. Помочь мог только Морфий. Последние семь недель были ужасными, даже с респиратором и обезболивающими средствами. Его легкие были настолько поражены, что к концу он уже совершенно не мог двигаться и говорить. Доктор Ньютон. Понимаю. Расскажите мне о плане, который вы и Кейт задумали в мире душ перед вашим воплощением. Субъект вздыхает. Мы начали нашу подготовку или репетицию с того, что создали кровати-систему для искусственного поддержания жизни, которую Кейт видел в экранном пространстве. Он запомнил все детали. Затем мы стали тренироваться, потому что я думала, что мне придется обхитрить докторов и медсестер. Я работала с аппаратурой и заранее изучила самые первые симптомы его надвигающейся болезни. В процессе нашей подготовки мы повторили сигналы, которые Кейт должен был подать мне, когда почувствует, что готов освободиться от своего страдания. В заключение он взял с меня обещание, что я сохраню мужество и в финальные моменты не позволю ничему отвлечь себя от принятого решения. Я с готовностью дала ему это обещание. После того, как Сэнди вернулась в свое обычное сознание, мы обсудили ее роль в смерти брата. Она сказала, что когда появился особый запах-запах смерти, исходящий из горла Кейт, она поняла, что надо быть наготове. Я должен добавить, что этот телесный сигнал не обязательно означал, что Кейт собирался сразу же умереть. Почти машинально Сэнди прошептала на ухо брату. «Кейт, ты готов уйти!» Тогда и пришел предварительно оговоренный сигнал. В этот момент Кейт с трудом разжал веки и трижды издал громкий звук, в знак согласия. Спокойно она отсоединила систему жизненного обеспечения Кейта. Когда чуть позже пришел доктор, он нашел систему вновь подключенной и констатировал смерть Кейт. Весь остаток этого дня она не чувствовала свою вину. Но ночью, когда Сэнди уже лежала в постели, в ее уме зародилось сомнение относительно правильности ее автоматических реакций. После мучительных раздумий она в конце концов задремала. Вскоре ей во сне пришел Кейт. С улыбкой благодарности он сообщил Сэнди, что она все сделала великолепно и что он любит ее. Несколько недель спустя Сэнди медитировала и имела видение, в котором ее брат сидел на скамейке и беседовал с двумя монахами, одетыми в широкие одежды. Кейт повернулся к ней, рассмеялся и сказал. «Поработай еще немного, Томсис. С точки зрения ярых религиозных фанатов, жизнь этого человека принадлежала не ему, а только Богу. Хотя это и верно, что мы получаем наши тела в результате акта божественного творения, жизнь каждого принадлежит в конечном итоге самому человеку, душе. Право на смерть является сегодня темой горячих дебатов в юридических кругах. Особенно, когда это касается участия докторов в добровольном уходе из жизни тяжело и безнадежно больных. Одни утверждают, что если смерть является завершающим актом жизненной драмы, и мы желаем, чтобы этот последний акт отразил наши собственные убеждения, которых мы придерживались в течение жизни, мы должны иметь это право, независимо от религиозных или моральных взглядов большинства. Противоположная точка зрения заключается в том, что если жизнь является даром-хранителями которого мы являемся, на нас возложены определенные моральные обязательства, независимо от наших чувств. Зная, как наши души выбирают жизнь и вольны вносить изменения в течение этой жизни, я убежден, что мы, несомненно, имеем право выбирать смерть, когда не осталось никаких признаков жизни и нет никакой возможности исцелиться. Нам не предначертано продлевать процесс деградации нашего человеческого облика. Следующий случай дает более убедительный пример проявления свободы воли. Случай 65. Эмили было около 50, когда она пришла ко мне на прием, озабоченная смыслом и целью своей жизни. На протяжении ряда лет, воспитывая своих детей, Эмили работала на полставки секретарем. Недовольная этой ролью, она снова вернулась к учебе и решила получить специальность медсестры, работающей со старыми людьми. Во время обучения она обнаружила, что ей нравится ухаживать за пожилыми, потому что они более склонны беседовать о своей судьбе. Эмили всегда привлекала духовность. Она рассказала мне, что тот факт, что ее воспитывал строгий, скорее жестокий и чрезмерно набожный отец, породил ей интерес к менее структурированным аспектам духовности. Хотя она стала сертифицированной медсестрой за два года до нашей встречи, Эмили не работала по новой специальности, сомневаясь в своей компетенции. Благодаря удачному браку с состоятельным и заботливым мужем, ей нетрудно было переключиться на добровольную неоплачиваемую работу без давления и ответственности. «Когда на начальных этапах нашего сеанса я направил ее в прошлую жизнь, мы обнаружили, что ее звали Сестрой Милосердия, поскольку она была монахиней в Новой Англии. Орден Сестер Милосердия хотел, чтобы она приняла должность Верховной Матери, но она отказалась из-за страха перед руководящей работой и чувства собственной неполноценности. И действительно другие прошлые жизни Эмили, которые мы чуть позднее просмотрели вместе с ней, демонстрировали одну и ту же модель жизни в качестве священников и монахинь в монастырской среде. Она заметила, «Я была способна служить Богу, не слишком вовлекаясь в дела и проблемы внешнего мира. Меня часто спрашивают, не навязывают ли нам планировщики по тем или иным причинам определенные жизни. Этот случай представляет собой хороший пример того, насколько снисходительными могут быть наши гиды, пока мы по-настоящему не подготовимся к большим испытаниям». В течение последних 500 лет все жизни Эмили были связаны с религиозными системами того или иного характера. Ей было хорошо в этих жизнях, и она не хотела серьезных перемен. Со стилем ее последних жизней и связана ее растерянность в жизни нынешней. Наш диалог в этом случае приводится с момента ее второй встречи с советом старейших после жизни в качестве сестры милосердия, иными словами, она была уже готова вступить в ее нынешнюю жизнь. Вторая встреча с советом в промежутке между жизнями обычно происходит непосредственно перед нашим посещением круга. И я знаю, что предстоящая жизнь будет связана с возможностью осуществить важные перемены. Какие старейшие и в каком количестве соберутся на втором совете, зависит от того, какого характера жизни и тела будут предложены душе. Доктор Ньютон. Когда вы приходите на вторую встречу с советом, его состав тот же, что был во время первой встречи. Субъект. Нет, я вижу только двоих. Моего председателя и члена совета, который, похоже, имеет особый интерес к тому, что мне будет предложено для следующей жизни. Доктор Ньютон. Ну, поскольку мы уже говорили о вашем первом совете, состоявшемся после жизни в качестве сестры милосердия. Просто кратко опишите мне, что происходит здесь накануне вашего посещения пространства выбора жизни. Субъект. Они хотят знать, достаточно и серьезно ли я подумала о продолжении привычного стиля жизни, которого я придерживалась последние 500 лет, и готова ли я влиться в большое общество. Доктор Ньютон. Расстроило бы их, если бы вы снова обратились к религиозной жизни. Субъект. Нет, они слишком мудры. Просто им было бы ясно, что я еще не готова к принятию новых обязательств. Они очень мягки со мной. Мне напомнили, что моя самодисциплина и вера вызывают восхищение, и я многому уже научилась. Но слишком длительное повторение одного и того же на протяжении многих жизней может затормозить мое развитие. Доктор Ньютон. Много ли вы рисковали до этих последних 500 лет, до всех этих религиозных жизней? Субъект. Смеется, я долгое время предпринимала различные пути. Я была. Чрезмерно. Скажем, целебат, безбрачие, воздержание от сексуального общения был чужд мне. Доктор Ньютон. Итак, после того, как вы прожили жизнь в качестве сестры милосердия, пришло время подвести следующий цикл выбора жизни к золотой середине, внести равновесие в ваше существование на Земле. Субъект. Да, и я сказала им, что я готова к переменам. Примечание. В главе бы я уже обсуждал возможность перемещения назад и вперед во время собрания совета. В данном случае я перенес субъекта вперед, в сцену выбора жизни, для лучшего терапевтического эффекта. То, что следует дальше, является частью терапевтического процесса, который я начал с того, что дал выход личному конфликту и полностью выявил его. Я хочу, чтобы эта пациентка увидела возможность, предоставленную ей ее духовными планировщиками для того, чтобы она смело продвигалась вперед с более ясным самоосознанием. Доктор Ньютон. Мы сейчас находимся в месте, где вы впервые созерцаете ваше нынешнее тело. Находится ли кто-то с вами, или вы одна? Субъект. Со мной второй член совета, и я чувствую еще чье-то присутствие. Кого я не вижу? Возможно, это координирующий мастер времени. Доктор Ньютон. После краткого обсуждения других вариантов предложенных тел, почему вас привлекло тело Эмили? Субъект. Я вошла в экран, чтобы почувствовать длину волны этого мозга. И как смешиваются наши вибрации? Неплохое смешение. Ее таланты и чувствительность хорошо подходят мне. Доктор Ньютон. Поддерживая и укрепляя, и так вы видите, что планировщики все учли. Субъект. Вода. Доктор Ньютон. Какой аспект вашей будущей жизни в качестве Эмили представляется вам самым значительным? Субъект. Долгая пауза. Мне трудно ответить на этот вопрос. Я вижу ее конфликты, это мои собственные, проявляющиеся в том, что она разрывается между тем, что она делает, и тем, чем она хотела бы заниматься. Я не вижу себя в качестве медсестры. Доктор Ньютон. Поскольку вы сейчас являетесь квалифицированной медсестрой, может ли быть так, что вам на самом деле показывают больше, но в данный момент ваша духовная память об этих деталях блокирована. Потому что планировщики не хотят ограничивать вашу свободную волю в принятии решения на таком важном перекрестке вашего жизненного пути. Субъект. Может быть, я не уверена. Пауза. Ах. Нам не положено заранее видеть наши занятия. Мы можем увидеть. Настроение. Позиции и чувства в различные промежутки жизни определенного тела. Доктор Ньютон. Хорошо, я хочу, чтобы вы запомнили свои чувства, связанные с вашим телом, и рассказали мне, каким образом, как личность, вы можете преуспеть в нем. Субъект. Долгая пауза, ухаживая за людьми. Доктор Ньютон. И чем это говорит вам? Субъект. Молчит, раздумывая. Доктор Ньютон. И находясь в сфере выбора жизни, считаете ли вы, что понимание относительно Эмили, которое у вас теперь имеется? Достаточно для того, чтобы принять эту личность и двигаться вперед, внося свой вклад в жизнь. Субъект. Да. В этот момент нашего сеанса Эмили поняла, что в просмотре этих событий прошлого в круге вместе со мной сейчас и в том, что у нее имеется свобода воли для изменения своей жизни, существуют элементы синхронности. Некоторые путешествия в круг дают нам больше подробностей о будущей жизни, чем другие путешествия. Эмили увидела, что она не случайно попала в дом к излишне строгому в религиозном отношении отцу. Это отвратило ее от старых поведенческих штампов и подвело к новым способам мышления. Она увидела, что ее свободное право принимать новые решения и полагаться на свою интуицию позволяет ей заняться поисками. Неопределенность в жизни часто является следствием шаблонов и пристрастий прошлой жизни. Старый внутренний страх Эмили перед принятием ответственных постов в церкви из-за чувства собственной неполноценности снова всплыл на поверхность в ее нынешней профессиональной жизни. Когда перед ней открылся свободный путь в области медицины, это также смутило ее. Почему он казался одновременно правильным и ошибочным? Планируя откорректировать свой жизненный путь, Эмили увязла в подсознательных сомнениях относительно своей компетенции, достигших пика в ее прошлой жизни в качестве сестры милосердия. Через шесть месяцев после нашей встречи я получил письмо от Эмили, в котором она сообщила, что устроилась на работу в приют и довольна. В этом месте требовались сестры, которые с готовностью давали бы духовную поддержку пациентам, помогая им справиться с чувством беспомощности, одиночества и депрессии. Эмили написала, что она чувствует себя духовно реализованной. Осветив эту ситуацию, я, возможно, не набрал много очков, так как Эмили начала свой поиск еще до нашего сеанса. Ей требовался лишь побудительный толчок, чтобы продолжить свой путь. Сегодня, в возрасте около 50 лет, она, наконец, реализовала свой путь. Этот случай представлен не для того, чтобы каким-то образом оговорители очернить традиционную религию или священнослужителей. Предположив, что душа Эмили будто бы впустую потратила 500 лет, воплощаясь в телах священников и монахов. Это были благоприятные годы, когда она действовала, следуя своему духовному побуждению. Сегодня те же побуждения реализуются другими способами. Перемена является знаком кармы, действующей через проявление свободы воли в неожиданных поправках своего жизненного курса. Поиск своего истинного «я» связан с нашим внутренним «я» и вносит чувство и смысл в то, что вы делаете в жизни. Души молодых. Потери ребенка. Круг представляет цикл жизни, смерти и перерождения. Для души дети играют жизненно важную роль в возобновлении их жизни. Каков духовный подтекст преждевременной гибели полноценного организма, который едва начал свое существование? Немало убитых горем родителей писало мне, вопрошая о смысле преждевременной смерти их детей, и на эти письма всегда трудно отвечать. Те из нас, кто не прошел через горестную утрату ребенка, могут лишь в своем воображении представлять боль, которую испытывают эти родители. Некоторые родители, потерявшие ребенка, впадают в крайность, ошибочно решая, что их ужасная утрата является результатом кармического долга, который они должны заплатить за какие-то проступки в своей прошлой жизни, связанные с насилием по отношению к детям. Если умерший ребенок был подростком или старше, кармические силы, которые приводят его к смерти, обычно имеют непосредственное отношение не столько к родителям, сколько к молодому человеку. Более того, даже когда смерть более юного по возрасту ребенка кармически связана с родителями, этот урок не означает автоматически, что они причиняли страдания детям в своей прошлой жизни. Урок может быть результатом многих других элементов, включая элемент косвенного действия. Одна из моих пациенток, которая пришла ко мне примерно через год после смерти ее восьмилетней дочери, рассказала мне следующее во время сеанса. Я была богатой Матроной в Лондоне в девятнадцатом веке и обращала мало внимания на страдания беспризорных детей на улицах моего города. Их положение меня не волновало, потому что они не были моими детьми. Я считала, что за них должны были отвечать их родители или государство, а ко мне они не имели никакого отношения, хотя у меня было предостаточно денег, чтобы поддержать сиротские приюты и общество по защите незамужних матерей. Я знала, что эти службы пытались свести концы с концами, но я ничего не делала. Между жизнями я решила внести изменения в свое положение. Я согласилась испытать мучительное страдание из-за утраты моего горячо любимого ребенка. Боже, что это за боль, но это учит меня состраданию. Информация о душе и детской смертности пришла ко мне через многие годы, и она может быть утешительной для матерей, которые испытывают раскаяние по поводу своих сознательных и невольных действий, повлекших за собой утрату нерожденного ребенка. Это касается как выкидышей, так и абортов. Пожалуйста, во время моего обзора этого материала помните, что кармические причины и следствия, касающиеся событий прошлых жизней, отличаются в каждом отдельном случае взаимоотношений родителей и ребенка. Я намерен представить читателям некоторую основную информацию о молодых, которую я получил из рассказов моих многочисленных субъектов. Сразу скажу, что я ни разу не встречал случаи, когда душа входила в плод в течение первых трех месяцев беременности матери. Причина, по которой души не начинают сложный процесс соединения с плодом раньше трехмесячного возраста, заключается в том, что на этой стадии у плода еще не имеется достаточно мозговой ткани, с которой они могли бы работать. У меня есть очень хорошая знакомая, которая работает в родильном отделении главной больницы в Орегоне. Когда она услышала, как я выступил с этим утверждением по национальному радио, она позвонила и сказала, «Майкл, почему ты не хочешь позволить этим маленьким существам иметь душу?» Она определенно расстроилась из-за вопроса о том, кто имеет и кто не имеет душу в случае, если ребенок не родился в срок. Я начал свой ответ с того, что я не создаю правила, и поэтому, пожалуйста, не убивайте глашатая. Я полагаю, что эта женщина, занимающаяся новорожденными и сталкивающаяся с многочисленными случаями неудачного исхода, чувствовала, что с момента зачатия плод, имеющий душу, получит больше духовной поддержки и утешения, чем если у него нет души. Я сказал своей знакомой, что существует вселенское сознание любви, которое окружает всех нерожденных детей. Творческая сила существования никогда не отделяется от какой бы то ни было формы жизненной энергии. Плод может быть живым индивидуальным существом и не имея бессмертную личность души. Если у матери случился выкидыш в течение первых трех месяцев, любящие духовные силы всегда оказываются рядом, чтобы утешить эту мать и позаботиться о ребенке. Субъекты рассказывали мне, что даже в случаях, когда выкидыш случается между четвертым и девятым месяцами. Эти заботливые души могут оказать поддержку ребенку и матери более прямым физическим способом с помощью энергии. Души знают заранее о вероятности рождения ребенка в срок. Например, если беременная женщина теряет своего ребенка, скажем, на седьмом месяце из-за того, что она упала с лестницы, это не означает стопроцентно, что женщине было предопределено упасть. Наверняка имелась и другая возможность. Именно в этот день, в конкретный момент времени, она могла решить в последнюю минуту не спускаться с лестницы. Однако, если молодая незамужняя девушка забеременела и решила сделать аборт, велика вероятность того, что здесь присутствует важный вероятностный фактор выбора. Объяснения причинности в этих двух случаях, конечно, гипотетические. Тем не менее, различные сценарии важных событий нашей жизни бывают известны заранее, когда мы выбираем определенное тело в круге. Все имеет кармические последствия и смысл для нас. Душам не предлагаются тела наугад. Когда мать по той или иной причине теряет своего ребенка, я заметил, что довольно велик шанс того, что душа этого ребенка вернется к этой же матери вместе с ее следующим ребенком. Если же эта мать больше не собирается или не может иметь детей, душа может вернуться к другому члену семьи, потому что так было задумано изначально. Когда жизнь бывает такой короткой, души называют ее заправочной жизнью, и она также имеет смысл для родителей. Вот пример, иллюстрирующий этот момент. Я присоединилась к плоду на четвертом месяце для трехмесячного существования. За это время моей матери нужно почувствовать энергию моей души, чтобы знать, что давать и терять жизнь, это очень глубокая вещь. Я не хочу, чтобы печаль утраты удержала ее от того, чтобы попытаться еще раз. Мы знали, что этот плод не родится в срок, но у нее имелась возможность успешно родить второго ребенка после меня, и я хотела сотрудничать с ней. Она не знает, что я уже была однажды ее нерожденным сыном, и теперь я ее дочь. Я думаю, что смогла смягчить ее горечь утраты, посылая ей утешительные мысли в тиши ночей между ее двумя беременностями. Как я уже упоминал в главе 7 в разделе о родственных душах, когда младенцы и маленькие дети умирают, их души, как правило, не уходят в мир душ в одиночестве. Духовные гиды, особые души, заботящиеся о молодых, или компаньоны душ этих детей, нередко встречают их прямо на уровне земли. Если родителей убивают вместе с их маленькими детьми, они остаются вместе, чем свидетельствует следующий отрывок. После того, как меня и моего сына убили бандиты, Швеция, 1842, я пыталась утешить его, поднимаясь вместе с ним. Поскольку сын был так молод, он поначалу был совершенно дезориентирован и растерян. Я крепко держала его и говорила ему, как сильно я люблю его и что мы идем домой. Когда мы поднялись вместе с ним, я сказала, что нас скоро встретят наши друзья, после чего мы расстанемся на какое-то время, а затем снова соединимся. Новое партнерство души и тела. Процесс соединения души с еще не рожденным ребенком, подходящее завершение всех историй, которые я представил в этой книге. Душа готова начать новое воплощение, предвкушая свежую увлекательную роль в предстоящей жизни. Установление контакта между физическим умом и эфирным, необходимое для вступления нового человеческого существа в мир. Может протекать гладко или бурно на ранних стадиях адаптации и регулировки в детстве. Но в любом случае именно конечный результат и то, как мы завершим свое путешествие, имеет самое большое значение. В течение нашей жизни душа и тело настолько сплетаются, что двойственность проявления может смутить нас и заставить задуматься о том, кем же мы на самом деле являемся. Сложности взаимодействия между телом и душой отражают процесс длительного эволюционного развития, уходящего корнями возможно. Во времена Плейстацена, когда гоминоиды два этой планеты были выбраны в качестве существ, подходящих для соединения с душой. Наш современный мозг все еще имеет древние разделы, отвечающие за выживание. Некоторые люди, как, например, Клайди из Случаи 36, рассказывают о том, что им приходится соприкасаться с примитивными разделами мозга, когда они входят в плод. Эти участки мозга контролируют наши интуитивные физические реакции, имеющие скорее инстинктивную и эмоциональную природу, чем интеллектуальную. Некоторые из моих пациентов рассказывали, что в некоторых случаях мозг, с которым они соединялись, казался более примитивным, чем все остальные. Два хоминоид американизм. Гоминиды атлат. Хоумо человек, семейство отряда приматов. Ключает человека современного типа хоумо сейпианс и ископаемых людей. Пятикантропов, неандертальцев, австралопитеков. Эго определяется как наше «я», которое считается духовной субстанцией, на которую накладывается опыт. Этот дух мог бы определять душу, но здесь существует эго, имеющее отношение к мозгу и воспринимающее внешний мир через чувства, обуславливающие его действия и реакции. Именно с этим функциональным организмом, созданным до появления души, должна соединиться душа в теле матери. В известном смысле здесь действуют два эго, и это представляется для меня совершенно очевидным во время регрессии. Когда я помещаю моих субъектов в круг и затем переношу в период их соединение с плодом. Именно в этом плоде начинается сотрудничество тела и души. Кажется, что душа и мозг нового тела начинают свое взаимодействие как два отдельных индивидуальных существа и в конечном итоге становятся одним умом. Некоторых людей беспокоит то, что идея сосуществования двух существ или двойственность тела и духа. По сути означает, что в то время как природа души остается бессмертной, временная личность тела умирает. Но все же именно душа, взаимодействуя с умом тела, создает уникальную личность единого я. Хотя физический организм тела умирает, душа никогда не забывает тело, которое она занимала и которое давало ей возможность приобрести опыт существования на земле в определенное время и в определенном месте. Мы уже видели, как души могут помнить и воссоздавать тот или иной свой облик из прошлых воплощений. Каждое физическое тело имеет свою собственную уникальную цель и понятие идей и суждения любого человеческого ума, напрямую связаны с душой, которая занимает это тело. Я постарался показать в главах 3 и 4, насколько более рационально работают с другими. Физиологи не знают, почему сильная эмоция может у одной личности вызвать иррациональное поведение, а у другой логические действия. На мой взгляд, ответ лежит в душе. Обозревая вместе с пациентом сотрудничество тела и души на начальном этапе, когда тело пациента было еще в зачаточном состоянии. Я часто слышу от субъектов высказывания о том, что мозговая структура плода точно отрегулирована или немного спутана. Высказывания души уровня 5 относительно вхождения в тело очень поучительны в смысле привязанностей. Не существует двух совершенно одинаковых мозгов. Когда я первоначально вошел в лоно моей матери, я мягко соприкоснулся с мозгом. Я плавал, ища, исследуя, изучая. Это подобно осмосу. Мне с самого начала ясно, легко или трудно будет взаимодействовать с этим мозгом. Во время беременности я получаю от моей матери больше эмоциональных чувств, чем ее прямых мыслей. Таким образом, я узнаю, является ли ребенок желанным или нет, и от этого зависит начало пути ребенка, хорошее или плохое. Когда я вхожу в плод нежеланного ребенка, я могу изменить положение дел в позитивную сторону с помощью энергии. Когда я был молодой душой, я обычно не мог справиться с отчуждением между родителем и ребенком, и я испытывал чувство разлуки. Я работал с детьми на протяжении тысячелетий и могу справляться с любого рода ребенком, которого мне дают, так что мы оба вместе достигаем наилучшей формы. Мне слишком многое нужно сделать в жизни, поэтому я не могу позволить, чтобы недостаточно совершенное тело тормозило меня. Когда души достигают уровня 3, они в своем большинстве способны быстро приспособиться, оказавшись внутри плода. Один субъект очень прямо выразился на этот счет. Когда сложная высокопродвинутая душа соединяется с инертным мозгом, это подобно тому, как если бы скаковую лошадь запрягли в одну упряжку с рабочей лошадью. Обычно мои пациенты выражают свое мнение о теле в более почтительном тоне. Всегда существуют кармические причины для всех предлагаемых комбинаций души и тела. Кроме того, высокий коэффициент интеллектуальности не является показателем продвинутой души. Не низкий коэффициент, а беспокоенный нерациональный ум создает проблемы для менее опытной души. Что касается сочетаний тела и души, то различные варианты предлагаются нам для того, чтобы мы имели больше разнообразных жизненных проектов. Процесс выбора тела в круге никогда не совершается для того, чтобы вовлечь нас в какие-то неподходящие для нас комбинации. Сфера выбора жизни не представляет собой место распродажи товаров по сниженным ценам. Планировщики не заинтересованы в том, чтобы огорошить ничего не подозревающую душу телом низкого качества. Каждая комбинация тела и души имеет смысл для обоих эго. Доставляя радость душе как средство физического и ментального выражения, тело в формировании гармоничного единения тела и души, чтобы они функционировали как единое целое. Приведенные ниже фрагменты иллюстрируют такое сотрудничество. Я очень непостоянная душа, имеющая склонность действовать стремительно и быстро, и я предпочитаю агрессивные тела с темпераментом, соответствующим моим наклонностям. Мы называем такого рода комбинации зеркальных образов дубль-дубль. Я могу вообще никогда знать, что спокойные тела с невоинственным умом действительно успокаивают меня, но тогда я становлюсь очень ленивым и самодовольным. Я хорошо себя чувствую в эмоционально холодных телах. Я также люблю аналитический ум, чтобы мы могли подумать перед тем, как что-то предпринять. Внутри Джейн я словно на русских горках. Она так безрассудна и опрометчиво вовлекается в различные ситуации. Я хочу сказать, что я стараюсь удержать ее, но она настолько выходит из-под контроля, что мы обе страдаем. Однако радости также хватает, это так захватывающе, но что за дикая скачка. Определенные комбинации тела и души действительно создают жизнь полную разочарований и трудных проблем. Однако лишь дважды в моей практике мне попадалась душа, которая призналась, что просила, чтобы ее заменили в плоде, к которому она никак не могла приспособиться. В обоих случаях другая душа занимала освободившееся место до наступления восьмимесячного срока беременности. Внутриутробная замена из-за несовместимости случается крайне редко, поскольку всему этому уделяется очень много внимания в пространстве выбора жизни. В главе 3, где мы рассматривали людей, совершающих различные проступки и правонарушения, я объяснял, почему наше внутреннее я-душе иногда не может находиться в гармонии с нашим телом. Я также говорил, что ни одна душа не является по своей сути злонамеренной, когда соединяется с плодом. Но душа, конечно, не входит в тело пустой. Ее бессмертная природа оказывается под влиянием качеств и характера ума, который как бы бросает вызов душе, испытывая ее на зрелость. Я уже говорил, что есть души, которые более чувствительны и легче других становятся жертвами негативных приведенные в этой книге, в своем большинстве относятся к душам, которые противостоят телу или работают в гармоничном союзе с ним. Души, стремящиеся преодолеть потребность контролировать других, возможно, не очень хорошо сочетаются с телесным эго, склонным к конфронтации. С другой стороны, осторожная низкоэнергетическая душа может выбрать тело с довольно пассивной интровертной природой, чтобы развить храбрость в согласии с телом. Когда душа соединяется с телом ребенка, это партнерство, я уверен, предназначено для удовлетворения нужд как души, имеющие какие-то конкретные недостатки, так и тело или ума, которое нуждается именно в этой душе. Планировщики выбирают для нас тела с таким расчетом, чтобы их определенные характеристики могли соединиться с изъянами нашей природы, формируя таким образом особые комбинации личности. От пациентов, имевших непосредственное отношение к медицине и физиологии, я получил краткий анатомический отчет о вхождении душ в развивающийся мозг плода. Этому и посвящен случай 66. Благодаря постгипнотическим внушениям, эти субъекты могли набросать упрощенные схемы того, что они пытались описать в состоянии гипноза. Это облегчило мое собственное понимание процесса. Случай 66. Доктор Ньютон, я бы хотел знать, всегда ли вхождение в плод происходит у вас одинаковым образом. Субъект. Нет. Даже если бы я мог обладать рентгеновским видением мозга ребенка в период выбора жизни, мое вхождение в него все же бывает неровным. Доктор Ньютон, приведите мне какой-нибудь недавний пример сложного вхождения. Субъект. Три жизни назад я соединился с очень жестким невосприимчивым мозгом. Казалось, что мое присутствие было нежелательным. Это для меня было необычным, потому что большинство моих тел было согласно с моим присутствием. Как правило, меня сразу принимали за своего. Доктор Ньютон, то есть вы говорите, что это тело восприняло вас как нечто чуждое, которое следует отвергнуть. Субъект. Нет, это был туповатый ум, находящийся в глубоком энергетическом тупике. Мое прибытие было своего рода вторжением в его инертное ментальное поле. Составные части мозга были изолированы друг от друга, создавая сопротивление. Общению. Литургический ум требует больше усилий с моей стороны. Он сопротивляется изменению. Доктор Ньютон. Какому изменению? Субъект. Тому, что я оказался в его пространстве, требуя какой-то реакции на свое присутствие. Я побудил этот ум думать, а он вовсе не любознательный ум. Я начал нажимать на кнопки и обнаружил, что он не хочет реагировать на меня. Доктор Ньютон. Что же вы ожидали? Субъект. В сфере выбора жизни в круге я видел конечный результат, то есть взрослый ум, но не видел всех трудностей с детским умом. В самом начале. Доктор Ньютон. Понимаю, и вы хотите сказать, что этот ум рассматривал ваше вторжение как угрозу. Субъект. Нет, лишь как неудобство. В конце концов, я был принят, и мы приспособились друг к другу. Доктор Ньютон. Давайте вернемся к вашему высказыванию о нажатии на кнопки. Пожалуйста, объясните мне, что это означает для вас в случае стандартного вхождения в выбранный вами плод. Субъект. Я привык входит в развивающийся мозг примерно на четвертом месяце, и хотя наши гиды дают нам в этом отношении некоторую свободу действий, я никогда не вступаю после шестого месяца. Когда я вступаю в лоно матери, я создаю красный свет плотной энергии и направляю его вверх и вниз, вдоль спинного мозга ребенка, входя по сети нейронов в мозг. Доктор Ньютон. Почему вы это делаете? Субъект. Это говорит мне о степени действенности передачи мыслей и чувств. Доктор Ньютон. И что же вы делаете затем? Субъект. Мягко направляю свой красный свет на твердую мозговую оболочку, внешний слой мозга. Доктор Ньютон. Почему красный свет? Субъект. Это дает мне возможность быть особо чувствительным к физическим чувствам этой новой личности. Я смешиваю мое энергетическое тепло с серо-голубой материи мозга. До того, как я проникаю в мозг, он являет собой просто серое вещество. И что я делаю, это зажигаю огни в темном пространстве с деревом посередине. Доктор Ньютон. Что это за дерево? Субъект. Напряженно, дерево это ствол. Я размещаюсь между двумя полушариями мозга, откуда мне легче обозревать, как функционирует эта система. Затем я обследую ее, перемещаясь вокруг ветвей дерева. Я хочу знать, как этот мозг думает и чувствует. Доктор Ньютон. Насколько важна степень плотности энергии в мозге? Субъект. Ум, имеющий чрезмерную плотность в определенных участках, означает, что там есть блоки, препятствующие эффективности деятельности нейронов. Я хочу приспособиться к этим блокам на пути с помощью своей энергии, если это возможно, пока мозг еще находится на стадии формирования. Доктор Ньютон. Вы можете изменить процесс развития мозга. Субъект. Смеется в ответ, конечно. Неужели вы думаете, что души подобны пассажирам в поезде? Я хоть немного, но стимулирую эти участки. Доктор Ньютон. Сделав вид, что не понял, но я полагал, что вы ребенок. Уже в самом начале оба существуете в уменьшенном варианте, благодаря проявлению разума. Субъект. Смеется не раньше рождения. Доктор Ньютон. Вы хотите сказать, что можете улучшить функционирование мозговых волн с помощью всех тех действий, что вы описали? Субъект. Мы надеемся, что это так. Идея заключается в том, чтобы привести в соответствие наши вибрационные уровни и способности с природными ритмами мозговых волн ребенка электрический поток. Эмоционально я думаю, что мои тела благодарны мне за мою помощь в улучшении скорости мысли. Останавливается и затем добавляет, возможно, я выдаю желаемое за действительное. Доктор Ньютон. Чем по-вашему ознаменуется процесс сотрудничества непрерывно развивающегося мозга и души, которая воздействует на него как побудительный фактор? Субъект. Ментальной телепатией. Конечно, у меня были и более молодые души, которые оказывались более инертными после вхождения в тело, чем душа из случая 66. Но это лучше, чем возбуждение ребенка неуместной страстностью неопытной души. Обычная душа исследует свое новое тело способом, который субъекты описывали как щекотание ребенка с целью доставить ему удовольствие. По существу, это важное время для объединения тела и души с ментальным участием матери в этом процессе. Что касается места расположения души, то оно ни в коем случае не ограничено мозгом. Энергия души распространяется по всему телу ребенка. Субъект 66. Врач. Следующий субъект не имеет отношения к медицине и он говорит о соединении двух существ, формирующих одно целое для новой жизни. У каждой души имеются свои собственные предпочтения относительно того, когда и как им входить в плод. Следующий случай раскрывает методы используемые очень внимательной и развитой душой. Случай 67. Доктор Ньютон. Расскажите, как происходит вхождение в ум ребенка и когда. Вы обычно входите в него. Субъект Вначале я думаю об этом как об обручении. Я вошел в мое нынешнее тело на восьмом месяце. Я предпочитаю входит на последней стадии, когда мозг крупнее и у меня есть больше возможности работать с ним во время соединения. Доктор Ньютон. Нет ли в столь позднем соединении отрицательной стороны? Ведь вы в таком случае имеете дело с более независимым существом. Субъект Некоторые из моих друзей тоже считают так. Я думаю иначе. Я хочу беседовать с ребенком, когда существует больше взаимного понимания или осознанности. Доктор Ньютон. Как бы не понимая, соответствующую реакцию, беседовать, беседовать с плодом, о чем вы говорите? Субъект смеется над моим вопросом, конечно, мы взаимодействуем с ребенком. Доктор Ньютон. Давайте не торопясь рассмотрим это. Кто заговаривает первым? Субъект. Ребенок может сказать. Ты кто? Я отвечаю. Друг, который пришел поиграть с тобой и быть частью тебя. Доктор Ньютон. Намеренно провоцирую, разве это не обман? Вы пришли не играть. Вы пришли, чтобы оккупировать его ум. Субъект. О, Бога ради. С кем вы разговариваете? Этот ум и моя душа были созданы друг для друга. Вы думаете, что я своего рода иноземный захватчик здесь на земле? Я соединялся с детьми, которые были рады мне, как если бы ожидали моего прихода. Доктор Ньютон. Есть души, имеющие другой опыт. Субъект. Послушайте, я знаю души, которые очень неуклюже. Они входят как бык в китайский магазин, выплескивая свой чрезмерный энтузиазм. Слишком много ударной энергии сразу вызывает сопротивление со стороны ребенка. ДР В вашей нынешней жизни был ли ребенок вообще обеспокоен вашим вхождением? Субъект. Нет, они еще немного знают, чтобы быть обеспокоенными. Я начинаю с самого нежного обращения с мозгом. Я могу сразу же спроецировать теплые мысли любви и поддержки. Большая часть детей сразу же принимают меня как часть себя. Некоторые воздерживаются подобно моему нынешнему телу. Доктор Ньютон. Неужели что же необычного было в этих телах? Субъект. Ничего серьезного. Они просто думали. Теперь когда ты здесь, кем буду я? Доктор Ньютон. Я полагаю это серьезный вопрос. По существу ребенок признает, что его личность зависит от вас. Субъект. Терпеливо ребенок начал спрашивать себя. Кто я? Некоторые дети лучше осознают это, чем другие. Некоторые сопротивляются, потому что для них мы являемся фактором, вторгающимся в их инертное начало, как жемчуг в устрице. Доктор Ньютон. Значит вам то его вынуждают отказаться от каких-то его индивидуальных особенностей. Субъект. Нет, мы приходим как души, чтобы дать ребенку глубину личности. Его существо улучшается благодаря нашему присутствию. Без нас они были бы подобны незрелому фрукту. Доктор Ньютон. Но понимает ли ребенок что-либо из этого до своего рождения? Субъект. Он лишь знает, что я хочу быть ему другом, чтобы делать что-то вместе. Мы начинаем общение с таких простых вещей, как, например, неудобное положение тела в утробе матери. Иногда пуповина закручивается вокруг шеи ребенка, и я успокаиваю его, в противном случае он стал бы беспокойно двигаться и ухудшил бы ситуацию. Доктор Ньютон. Пожалуйста, продолжайте рассказ о том, как вы помогаете ребенку. Субъект. Я подготавливаю ребенка к рождению, которое может стать шоком для него. Представьте, как вас выталкивают из теплого удобного безопасного лона в яркое пространство больничного помещения. Шум. Необходимость вдыхать воздух. Вас обрабатывают. Ребенок ценит мою помощь, потому что моя главная цель сейчас помочь ребенку преодолеть страх, успокоить его и заверить, что все будет хорошо. Доктор Ньютон. Мне интересно, как чувствовали себя дети до того, как души стали приходить к ним на помощь. Субъект. Мозг был слишком примитивным тогда, чтобы осмысливать травму рождения. Сознание было неразвитым. Смеется, конечно, меня ведь не было рядом в те дни. Доктор Ньютон. Можете ли вы каким-либо образом успокоить встревоженную мать? Субъект. Мы должны быть искусны в этом. Во время моих многочисленных воплощений я мало влиял на своих матерей, если они чего-то пугались, были грустны или сердились во время беременности. Вы должны быть способны подстроить свои энергетические вибрации с естественными ритмами как ребенка, так и матери. Вам нужно гармонизировать три типа волн, в том числе и ваши собственные, чтобы успокоить мать. Я даже могу побудить ребенка толкнуть мать в живот, чтобы дать ей знать, что с нами все в порядке. Доктор Ньютон. И с рождением наверное трудная работа слияния считается завершенной. Субъект. Честно говоря, слияние еще не заканчивается даже для меня. Я говорю со своим телом, как со вторым существом, вплоть до шести лет. Лучше не форсировать полное слияние. Мы какое-то время играем в игры, как два отдельных существа. Доктор Ньютон. Я заметил, что многие маленькие дети говорят с собой, как если бы они играли с каким-то воображаемым другом. Не душа ли это? Субъект. Усмехаясь правильно, хотя наши гиды тоже любят играть с нами, когда мы маленькие. И не замечали ли вы, что старые люди тоже много говорят с собой? Они готовятся к расставанию на другом конце своего пути. Доктор Ньютон. В целом, как вы в жизни после жизни относитесь к возвращению на землю? Субъект. Как к подарку? Это такая многогранная планета. Конечно, это место приносит сердечную боль, но оно также восхитительно и невероятно прекрасно. Человеческое тело это чудо формы и структуры. Я всегда с благоговением отношусь к каждому новому телу, к многочисленным способам выражения себя в них, особенно к самому важному способу любви. Глава 10. Наш духовный путь. Идея нашего воскрешения в качестве существ, принадлежащих царству вечности, уходит своими корнями в далекое прошлое человечества. Уже на заре нашего существования мы твердо верили в то, что жизнь и послежизнь поддерживаются божественным разумом как некое единое целое. Эта вера запечатлена в памяти многих людей, которых я переносил с помощью метода регрессии в каменный век. С тех пор на протяжении столетий мы относились к миру душ скорее как к другому состоянию сознания, чем к какому-то абстрактному месту. Послежизнь считалась просто продолжением нашей физической жизни. Я думаю, что мир возвращается к этим идеям, которые когда-то прекрасно сформулировал Спиноза, сказав «Весь космос это единая субстанция, частью которой мы являемся». Бог не какое-то внешнее проявление. Он это все, что существует. Я считаю, что легенды об Атлантиде, Шангрила и другие происходят из нашей извечной тоски об утраченной утопии, однажды имевшей место в нашей истории. В сверхсознательном уме каждого человека, которого я когда-либо погружал в состояние глубоко гипноза, имеется память о некоем утопическом доме. Первоначальные идеи об утопии иллюстрировали больше идеи и мысли, а не общества. Мои субъекты видят мир душ как общность идей. В этом смысле после жизни связана с самоочищением мысли. Существа, которые еще воплощаются, далеки от совершенства, о чем свидетельствуют мои случаи. Тем не менее, мы со всей смелостью можем считать наше существование в мире душ той самой утопией, потому что там существует всеобщая гармония духа. Справедливость, честность, чувство юмора и любовь являются важнейшей основой нашей жизни после жизни. После ознакомления с информацией, содержащейся в этой книге, наверное, должно показаться жестоким то, что утопия. Заветный мир наших грез действительно существует внутри нас, но скрыт от нашего сознания, блокирован амнезией. Когда некоторые из этих блоков преодолеваются с помощью гипноза, медитации, молитвы, ченнелинга-йоги. Воображение и снов элементального состояния, достигаемого благодаря физическим усилиям, возникает ощущение личной силы и могущества. Еще 2400 лет назад Платон писал о реинкарнации и говорил, что воплощаясь, души должны переправляться через лету реку забвения, чьи воды блокируют память о нашей истинной природе. Сокровенные истины нашей небесной истории могут быть сегодня восстановлены, потому что мы способны обойти наш сознательный ум и достичь своего подсознания, которое не подвергалось воздействию вод реки забвения. Наша высшая я помнит о наших прошлых триумфах и падениях и избирательно нашептывает нам о том, что происходило столетия и тысячелетия назад. Наши личные гиды стараются дать нам лучшее в обоих мирах, небесном и материальном. Каждому новому ребенку дается открытая возможность вновь устремиться в будущее. Наши духовные учителя желают создать кармические возможности, не давая нам, ограничивающего нашу свободную волю знания о тех ловушках, в которые мы попадали в прошлых жизнях. Они становятся более снисходительными относительно нашей амнезии, по мере того, как мы продвигаемся по пути самопознания. Такой путь к обретению мудрости наилучший для нас. Часто задается справедливый вопрос о том, почему сейчас ослабили блоки нашей памяти о духовном существовании, что, конечно, дает больше возможности исследовать мир душ. Я много думал об этом вопросе, потому что я ожидаю, что сейчас в 21 веке. Более молодые гипнотерапевты значительно дальше, чем мое поколение, продвинутся в раскрытии духовных аспектов ума. Но я полагаю, что наша способность проникать все глубже и глубже в тайны жизни по ту сторону является прямым результатом всего хода жизни в 20-м столетии. Несомненно, развитие прогрессивных техник и методов в гипнотерапевтической практике должно приниматься во внимание. Однако, существуют более глубокие причины того, что наша амнезия за последние 30 лет стала менее жесткой. Никогда ранее разнообразные наркотические средства не получали столь широкого распространения среди населения. Эти воздействующие на ум химикаты закабаляют душу, окутывая тело ментальным туманом. Душа не в состоянии выразить свою сущность через загрязненный химикатами ум. Мне кажется, что верховных планировщиков уже утомил этот аспект человеческого общества. Есть также и другие причины. Мир, в котором мы живем, чрезвычайно перенаселенный, уже в конце 20 века был одержим безумной агрессией, порочными нездоровыми устремлениями и имел отравленную окружающую среду. Систематическое разрушение нашей планеты на протяжении последнего столетия достигло беспрецедентного в истории человечества размаха и последствий. Несмотря на мои комментарии, у меня не столь мрачное видение будущего. Может быть верно, что люди, живущие в ту или иную эпоху, воспринимают свое время как более упадническое по сравнению с предыдущими эпохами. Но все же в прошедшем столетии мы имели значительные культурные, политические и экономические достижения. Во многих отношениях безопасность мира обеспечена сейчас более надежно, чем в 1950 году. Что касается уровня самосознания нации, то мы можем говорить о возросшей социальной совести и принятии более серьезных обязательств в отношении сохранения мира. Чем это было когда-либо в долгой истории монархии и диктатур, свидетелями которых мы были еще в начале 20 века. С чем мы сталкиваемся в 21 веке, так это с ослаблением индивидуализма и чувства человеческого достоинства в перенаселенном обществе, в котором преобладает дух материализма. Глобализация, интенсивный рост городов, расширение власти большого бизнеса, все это приводит к одиночеству разобщенности и расщеплению личности. Многие люди ни во что не верят, только в выживание. Я считаю, что перед нами распахнули духовную дверь, утверждая нашу. Бессмертность, потому что непродуктивность отрицания этого знания у Хе очевидна. Если что-то не работает на земле, то в мире духа, насколько я могу судить, исходя из своей практики, кое-что может быть изменено. Блоки беспамятства были заложены в человеческом существе с целью предотвратить преждевременную реакцию на определенные кармические события. Однако позитивный момент амнезии уже не может перевесить отрицательные проявления жизни в условиях пустоты и апатии, вызванных интоксикацией и прочими негативными факторами современного мира. Слишком много людей пытается уйти от реальности, потому что они не видят смысла своего существования. Помимо наркотиков и алкоголя, на людей оказывают воздействие и побочные эффекты высокотехнологичных обществ, приводящие их к духовной пустоте, поскольку они находятся во власти чувств своего телесного эго. Люди очень минимально связаны или вообще не связаны со своим истинным я. Так как каждый из нас является уникальным существом отличным от других, установление контакта со своим я – это личное дело каждого. Кто желает достичь внутреннего мира и найти свою собственную духовность? Когда мы полностью подчиняем себя той или иной системе убеждений, базирующейся на опыте других людей, мы, как мне кажется, теряем какие-то элементы нашей индивидуальности. Процесс самопознания и формирования личной философии, неограниченной существующими доктринами, требуют определенных усилий, но это стоит того. Существует множество путей достижения этой цели, которые начинаются именно с доверия к себе. Камю говорит, как рациональное, так и рациональное приводит к некоторому пониманию. По правде говоря, проделанный путь не столь важен. Достаточно желания достичь конечного пункта. Видение после жизни, как святая святых, хранится внутри нас в то время, когда мы блуждаем по лабиринтам земных путей. Трудность раскрытия фрагментов воспоминаний о нашем вечном доме связана с различными жизненными проблемами и неурядицами. Вовсе неплохо принимать жизнь такой, как она есть, не задаваясь вопросами и допуская, что в конце произойдет то, что должно произойти. Однако тех, кто жаждет знать больше, не может удовлетворить простое принятие жизни. Тайны жизни приковывают внимание некоторых путников, озабоченных смыслом жизни. Занимаясь поиском своего собственного духовного пути, есть смысл задуматься над тем, каких норм поведения мы желаем придерживаться. Некоторые теологи предполагают, что нерелигиозные люди пытаются ослабить моральную и этическую ответственность, предписанную для нас высшим авторитетом в священных писаниях. Однако после смерти нас оценивают не по характеру нашей религиозной принадлежности, а скорее по нашему поведению и ценностям. В мире души, которым у меня имеется информация, больше рассматриваются наши действия по отношению к другим, чем к себе самим. Если традиционная религиозная деятельность удовлетворяет вашим целям и обеспечивает вас духовной поддержкой, у вас возможно есть основания верить в Писание и стремиться к коллективному поклонению. Но то же самое справедливо и в отношении тех, кто присоединяется к метафизическим группам и достигает удовлетворительных результатов, следуя вместе со своими единомышленниками идеям предписанных духовных текстов. Необходимо иметь в виду, что поддерживая и просвещая вас на вашем пути духовного развития, подобные практики могут подходить далеко не каждому. Если вы лишены внутреннего мира, не имеет значения какого рода духовное пристрастие вы имеете. Разлад в нашей жизни возникает, когда мы отделяем себя от нашей внутренней силы, решив, что мы совершенно одиноки и не имеем духовного руководства, потому что никто наверху нас не слышит. Я с большим уважением отношусь к людям, имеющим твердую веру во что-то, поскольку большую часть своей жизни я не имел прочных основ духовности, несмотря на все мои поиски. Есть такие атеисты и агностики, которые считают, что поскольку религиозное и духовное знание не может быть подтверждено естественными или доказанными фактами, оно неприемлемо. Для скептиков просто вера не является признаком истинно выявленного знания. Я отношу себя к этим людям, так как был одним из них. С тех пор моя вера постепенно возрастала, как следствие моей работы с субъектами моих гипнотерапевтических сеансов. Это та сфера человеческого сознания, в которую я верил профессионально еще до моих научных открытий. Кроме этого, мое духовное сознание было также результатом моих личных медитаций и размышлений по поводу этих исследований. Духовное восприятие должно быть предметом индивидуальных исканий, в противном случае оно не имеет значения. На нас сильно влияет непосредственно окружающая нас реальность, и здесь мы можем действовать сиюминутно, ступая шаг за шагом, не испытывая необходимости заглядывать далеко вперед. Даже шаги в неправильном направлении могут раскрыть для нас многие пути, предназначенные для того, чтобы научить нас чему-то. Чтобы привести истинное я нашей души в гармонию с нашей физической средой, нам дана свобода выбора, позволяющая нам использовать нашу свободную волю в выявлении причин нашего пребывания здесь. На пути жизни мы должны принимать на себя ответственность за все наши решения, не пытаясь обвинять других людей за неудачи и разочарования. Как я уже упоминал, предполагается, что для того, чтобы успешно осуществить свою миссию, мы должны всячески помогать другим людям на их пути. Помогая другим, мы помогаем себе. Установление и поддержание отношений с другими людьми блокируется, когда мы лелеем собственную уникальность до такой степени, что оказываемся полностью поглощенными своим эгоцентрированным миром. С другой стороны, если мы находимся за пределами своих собственных владений, мы, как личность, также становимся неэффективными. Наше тело было дано нам не случайно. Его выбрали для нас наши духовные наставники, и после ознакомления со всеми их предложениями мы согласились принять тело, которое имеем в настоящее время. Таким образом, мы не являемся жертвой обстоятельств. Нам доверено наше тело, чтобы мы принимали активное участие в жизни, а не были просто сторонними наблюдателями. Мы не должны упускать из виду то, что заключили это священный контракт жизни, и это означает, что роли, которые мы играем на земле, в действительности более значительны, чем мы сами. Энергия нашей души была сотворена авторитетом, более высоким, чем мы можем себе представить в нашем нынешнем состоянии развития. Следовательно, мы должны сосредоточить наше внимание на том, кем мы являемся как личности, чтобы обнаружить этот элемент божественности внутри нас. Все ограничения на пути личностного самопознания созданы нами самими. Если духовные пути других не подходят вам, это не означает, что не существует пути, соответствующего вашим потребностям. Быть тем, кто мы есть, это важнейшая истина в жизни. Когда один человек обнаруживает какой-то аспект своей истины, это не означает, что для другого она должна заключаться в том же. По сути дела, мы находимся один на один с душой, и люди, испытывающие чувство одиночества, не вполне нашли себя. Поиск сущности своей души имеет отношение ко владению собой. Процесс овладения нашей индивидуальной сущностью подобен состоянию влюбленности. Нечто дремлющее внутри нас в какой-то момент нашей жизни пробуждается под воздействием того или иного стимула. Душа сначала как бы многообещающе заигрывает с вами, привлекая вас и поощряя идти еще дальше. Первоначальное вовлечение в процесс самопознания происходит играючи, начиная с легкого соприкосновения нашего сознания с подсознательным умом. По мере того, как желание полностью овладеть нашим внутренним я растет, мы хотим установить еще более тесный контакт. Познание нашей души становится истинным бракосочетанием со своим я. Самая привлекательная сторона процесса самопознания проявляется в том, что когда вы слышите этот внутренний голос, вы моментально узнаете его. Исходя из опыта своей практики, я считаю, что каждый на этой планете имеет личного гида. Духовные гиды обращаются к нашему внутреннему уму, и мы их слышим, если мы восприимчивы. Хотя одних гидам бывает достичь труднее, чем создает способностью воззвать к ним и быть услышанным. Ничто в жизни не происходит случайно, однако людям многое представляется случайным, и это сбивает их с толку. Именно такое отношение мешает воспринять идеи о духовном порядке. В таком случае легко почувствовать, что наша жизнь неуправляема, и нецелесообразно пытаться найти себя, поскольку все равно наши действия не имеют никакого значения. Убежденность в случайности событий оказывает негативное влияние на нашу реакцию на ситуации, и мы не стремимся как-то объяснять их. Фаталистическое отношение к жизни, которое выражается в высказываниях типа «Такова воля Бога или даже». «Это моя карма ведет к бездействию и бесцельности существования». «То, что имеет значение в жизни, приходит маленькими порциями или сразу все в большом количестве». Самоосознание может увести нас далеко за пределы того, что мы считали своим предназначением. Карма это приведение в действие тех условий и факторов на нашем жизненном пути, которые ускоряют обучение. Понятие источника управляющего всем и вся это не что-то особое отстоящее от нас. Те, кто понимают духовность как нечто внешнее, надеются воссоединиться с Творцом после смерти. Те же, кто сконцентрирован на своей внутренней духовности, ежедневно чувствует себя частью всеобщего единства. Духовное прозрение приходит к нам в тихие минуты самоанализа и созерцания благодаря силе одной лишь мысли. Жизнь заключается в постоянных изменениях, направленных на самореализацию. Место, которое мы занимаем в мире сегодня, завтра может измениться. Мы должны научиться приспосабливаться к различным обстоятельствам жизни, поскольку это также является частью плана нашего развития. Если мы следуем этому, наше я переключается с маскировочного внешнего процесса нашей временной телесной оболочки на то, что лежит глубоко внутри вечного ума нашей души. Чтобы вывести человеческий ум из состояния разочарования, мы должны расширить наше сознание, в то же самое время прощая себя за ошибки. Я полагаю, что для нашего ментального здоровья важно, чтобы мы были способны относиться с чувством юмора к себе конфликтных ситуаций и борьба боли счастья, через которые мы проходим это, то из-за чего мы здесь и находимся. Каждый день мы начинаем все сначала. В конце я приведу отрывок из беседы с одним моим субъектом, который как раз готовился к очередному оставлению мира душ для нового воплощения на земле. Я думаю, его слова станут подходящим завершением этой книги. Приход на землю это путешествие, в котором мы отправляемся из нашего дома в чужеземную кажется знакомым, но большая часть вещей представляется нам странной, пока мы не привыкнем к ним, особенно это касается суровых обстоятельств. Наш настоящий дом это место абсолютного покоя, тотального приятия и совершенной любви. Разлучившись с нашим домом, мы больше не можем воспринимать вокруг себя эти прекрасные качества. На земле мы должны научиться справляться с нетерпимостью, гневом и грустью, пытаясь обрести радость и любовь. Нам нельзя утратить нашу цельность на этом пути, жертвуя добрыми качествами ради выживания и занимая позиции более низкие или более высокие по отношению к окружающим. Мы знаем, что жизнь в несовершенном мире поможет нам оценить истинное значение совершенства. Мы просим о мужестве и смирении перед нашим путешествием в другую жизнь. По мере роста нашего сознания повышается и качество нашего существования. Именно в этом заключается наше испытание. Пройти его это наше предназначение. Конец книги.